Она ушла. Из мастерской ее уже не было видно. Я решил, что она идет на набережную к подругам. Будь я сейчас там с Эльстиром, я бы с ними познакомился. Я придумывал один предлог за другим, для того, чтобы он согласился пройтись со мной по пляжу. Я уже не был спокоен, как до появления девушки в окне, среди жимлости, только что таком прелестном, а теперь опустевшим. Эльстир порадовал меня, но эта радость причиняла мне муку. Он сказал, что прогуляется со мной, но что ему надо закончить то, над чем он сейчас работает. Это были цветы, но не такие, портрет которых я заказал бы ему с большим удовольствием, чем портрет человека, заказал для того, чтобы его гений раскрыл мне то, что я тщетно пытался в них углядеть. Не боярышник, не розовый терновник, не васильки, не яблоневый цвет. Эльстир, продолжая писать, говорил о ботанике, но я его не слушал. Он перестал интересовать меня сам по себе. Теперь он был всего лишь необходимым посредником между девушками и мной. Обаяние его таланта, под которым я находился каких-нибудь несколько минут назад, я ценил постольку, поскольку крохотная его частица в глазах стайки, которую он меня представит, могла перейти и ко мне. Я ходил из угла в угол, с нетерпением ожидая, когда он кончит работать. Брал в руки и рассматривал этюды, многие из которых были повернуты к стене или навалены один на другой. Так я обнаружил акварель, относившуюся, по-видимому, к давней поре жизни Эльстира. И она вызвала во мне тот ни с чем не сравнимый восторг, какой расплескивает вокруг себя картины не только превосходно исполненные, но и написанные на столь необыкновенный и увлекательный сюжет, что часть их прелести мы относим к нему, как будто художнику надо было только открыть эту прелесть, наблюсти ее, уже овеществленную в природе, и воссоздать. Сознание, что такие предметы прекрасны и сами по себе, независимо от того, как их покажет художник, что такие предметы существуют, дает удовлетворение нашему врожденному материализму, опровергаемому разумом, и служит противовесом отвлеченности эстетики. Эта акварель был портрет молодой женщины. О ней можно было сказать, она некрасива, но у нее любопытный тип лица. В чем-то вроде обшитого вишневой шелковой лентой котелка на голове, в одной руке, которую обтягивала Митенко, она держала зажженную папиросу, в другой, на уровне колена, простую широкополую соломенную шляпу для защиты от солнца. Рядом на столе в вазочке — гвоздики. Часто, и это как раз относится к акварели Эльстира, своей оригинальностью картины бывают обязаны главным образом тому, что художник писал их в особых условиях, поначалу не вполне ясных для нас. Так может оказаться, что необычный женский наряд — это маскарадный костюм. Или обратный пример. Кажется, что старик надел красную мантию, повинуясь прихоти художника, а на самом деле потому, что он профессор, советник или кардинал. Неопределенность облика женщины, портрет которой был у меня перед глазами, объяснялся, хотя я этого и не понимал, тем, что это была молодая, былых времен, актриса в полумужском костюме. Котелок, из-под которого выбивались пышные, хотя и короткие волосы, бархатная куртка без отворотов, под которой белела манишка, все вместе задало мне задачу, какого времени эта мода и какого пола модель. Словом, я не мог точно установить, что у меня перед глазами, и ясно же мне было одно — написано это художником. И наслаждение, какое доставляла мне акварель, портило лишь боязнь, как бы из-за Эльстира, если он задержится, я не упустил девушек, солнце стояло низко, и в оконце били косые его лучи. Ничто в этой акварели не являлось простой констатацией факта, и ни одна деталь не была изображена ради ее служебного предназначения. Костюм не потому, что надо же, чтобы женщина была во что-то одета, вазочка не только для цветов. Художник влюбился в стекло вазочки, и оно словно заключало воду, в которую были погружены стебли гвоздик, в нечто не менее прозрачное, чем вода, и почти такое же, как вода жидкая. В том, как охватывала женщину одежда, была своя особая, близкая ей прелесть. Точно промышленные изделия могут соперничать с чудесами природы, могут быть так же нежны, так же приятны для ощупывающего их взгляда. Написаны так же свежо, как шерсть кошки, лепестки гвоздики или перья голубя. Белизна манишки, изысканная, как белизна града, с колокольчиками на игривых ее складках, похожими на колокольчики ландыша, отзверживалась наполнявшими комнату ясными отцветами заката, яркими, искусно оттененными, точно букеты цветов, вытканные на белом. Бархат куртки с его перламутровым блеском местами был словно стопорщен, взлохмачен, мохнат и напоминал растрепанность гвоздик в вазе. А главное чувство, что Эльстир, не думая о том, не безнравственен ли маскарадный костюм для молодой актрисы, а для нее талант, которым она блеснет в своей роли, наверное, не имел такого значения, как возбуждающая притягательность, которой она воздействует на пресыщенные и развращенные чувства иных зрителей. Ухватился за эту двойственность, как за эстетический момент, каковое стоило выделить и каковое он всеми силами постарался подчеркнуть. Овал лица как будто почти признавался в том, что это лицо девушки, в которой есть что-то мальчишеское. Потом это признание затихало, дальше снова появлялось, но уже вызывая мысли скорее о женоподобном юноше, порочном, мечтательном, а потом неуловимое ускользало вновь. Задумчивая грусть во взгляде производила особенно сильное впечатление по контрасту с кутежными и театральными аксессуарами. Впрочем, невольно приходило в голову, что эта грусть поддельная, и что юное существо в этом своем вызывающем костюме, словно ожидающая ласк, вероятно, нашло, что если оно примет романтическое выражение некоего затаенного чувства, чувства невысказанной печали, то это придаст ей известную пикантность. Внизу, под портретом, было подписано «Мисс Сакрипант. Октябрь, 1872-й». Я не мог сдержать свой восторг. Ах, пустячок! Юношеский набросок, костюм для ревю варьете. Это уже далекое прошлое. А какова судьба натуры? Удивление, вызванное моим вопросом, мгновенно сменилось на лице Эль Стира безучастным и рассеянным выражением. «Дайте сюда акварель», — сказал он. «Госпожа Эль Стир идет, и хотя девушка в котелке никакой роли в моей жизни не играла, можете мне поверить, а все-таки моей жене смотреть на эту акварель незачем. Я сохранил ее только как любопытную иллюстрацию театральной жизни того времени». Должно быть, акварель давно не попадалась Эль Стиру на глаза, потому что прежде чем спрятать, он внимательно на нее посмотрел. «Оставить надо только голову», — пробормотал он. «Все остальное, по правде сказать, никуда не годится. Так написать руки мог только начинающий. Сообщение о том, что идет госпожа Эль Стир, убило меня. Значит, мы еще дольше задержимся». Подоконник порозовел. «Выходить на прогулку нам ни к чему. Девушек мы все равно уже не встретим. Так не все ли равно, долго или недолго пробует здесь госпожа Эль Стир?» Впрочем, она ушла довольно скоро. Мне она показалась очень скучной. Она была бы хороша, если б ей было двадцать лет, и если б она гнала быка в римской кампании. Но ее черные волосы посидели, она была заурядна, но непроста, так как полагала, что величественности в обхождении и горделивой осанке требуют скульптурной ее красоты, у которой возраст отнял, однако, все чары. Одета она была в высшей степени просто. Меня трогало, но и удивляло то, что Эль Стир по любому поводу с почтительной нежностью, точно самые эти слова умиляли его и настраивали на благоговейный лад, обращался к ней прекрасная Габриэль. Позднее, познакомившись с мифологической живописью Эль Стира, я тоже увидел в госпоже Эль Стир красоту. Я понял, что определенный идеальный тип, выраженный в определенных линиях, в определенных арабесках, которые постоянно встречаются в его творчестве, определенный канон Эль Стир в сущности почти обожествил. Все свое время, все мыслительные свои способности, словом, всю свою жизнь он посвятил задачи, как можно явственнее различать эти линии, как можно точнее их воспроизводить. То, что этот идеал внушал Эль Стиру в самом деле, стало для него культом, высоким, требовательным, не допускавшим ни малейшей самоуспокоенности. Этот идеал представлял собой важнейшую часть его самого. Вот почему он не мог отнестись к нему беспристрастно, не мог вдохновляться им вплоть до дня, когда идеал раскрылся перед ним осуществленным вовне, в женском теле, в теле той, которая стала потом госпожой Эль Стир, и которая, наконец, доказала ему, доказать это может только кто-нибудь другой, что его идеал достоин преклонения, трогателен, божественен. И какое отдохновение в том, чтобы прильнуть устами к прекрасному, которое до сих пор приходилось такими усилиями извлекать из себя, и которое теперь, таинственно воплощенное, приносило ему себя в дар, награждая его постоянным и плодотворным общением. Эль Стир был тогда уже не первой молодости. В этом возрасте ждут осуществления идеала только от могущества мысли. Он приближался к той поре, когда для возбуждения духовных сил мы нуждаемся в удовлетворении позыва в плоти, когда усталость духа, толкающей нас к материализму, и уменьшение активности, связанное с пассивным подчинением различным влияниям, наводят нас на мысль, что, может быть, существуют особые тела, особый род занятий, особые ритмы, которые так естественно притворяют в жизнь наш идеал, что если мы только даже при отсутствии дарования воспроизведем движение плеча или поворот шеи, то у нас получится подлинное произведение искусства. Это тот возраст, когда нам приятно ласкать взглядом красоту вне нас, около нас, в гобелине, в чудном эскизе Тициана, найденном у антиквара, в возлюбленной не менее прекрасной, чем эскиз Тициана. Как только я это постиг, я уже не мог смотреть без удовольствия на госпожу Эльстир, и тело ее утратило тяжеловесность, ибо я вложил в него мысль, что она — существо бестелесное, что это портрет, написанный Эльстиром. Для меня она была одним из его портретов, да и для него, конечно, тоже. Данные, которыми обладает натура, ничего не значат для художника, они для него только повод, чтобы выказать свое дарование. Если нам дать посмотреть один за другим написанные Эльстиром десять портретов разных лиц, то мы сразу же угадаем, что все они принадлежат кисти Эльстира, и это для нас самое важное. Вот только после прилива гениальности, затопляющего жизнь, мозг устает, равновесие постепенно нарушается, и подобной реке, берущей верх над сильным встречным течением, жизнь, в конце концов, берет свое. А пока первый период не кончился, художнику постепенно удается открыть закон, формулу бессознательного своего дара. Он знает, какие обстоятельства, если он романист, и какие виды, если он живописец, предоставит в его распоряжении натуру. И пусть эта натура сама по себе будет ему безразлична, но она ему также необходима для его изысканий, как ученому необходима лаборатория, а художнику мастерская. Он знает, что создал великие произведения, пользуясь теми эффектами, какие дает притушенный свет, прибегая к раскрытию угрызений совести, которые изменяют представление о вине, изображая женщин, лежащих под деревьями или наполовину погруженных в воду, точно из вояния. Настанет день, когда его мозг будет так переутомлен, что натура, которой пользовался его талант, уже не поможет ему напрячь умственную энергию, а ведь только из этого напряжения и вырастает его творчество. И все-таки художник не перестанет гнаться за натурой и будет счастлив сознанием, что она тут близко, ибо она доставляет ему духовное наслаждение одним тем, что соблазняет его взяться за работу. Этого мало. Питает в ней нечто вроде суеверного страха, как будто выше ее нет ничего на свете, как будто в ней заключена значительная часть его произведения, в определенном смысле совершенно законченная, он удовольствуется тем, что будет посещать свои модели, поклоняться им. Он будет вести нескончаемые разговоры с раскаившимися преступниками, угрызение совести и возрождение которых служили в свое время темой для его романов. Он купит дачу там, где туман скрадывает свет, он часами будет смотреть на купающихся женщин, он будет собирать красивые ткани. Словом, красота жизни, выражение, с известной точки зрения, бессмысленное, была той, находящейся за пределами искусства стадии, на которой, как я видел, остановился сван, и до которой, вследствие оскудения таланта, вследствие преклонения перед формами, некогда его вдохновлявшими, вследствие стремления избегать малейших усилий, был рано или поздно обречен опуститься такой художник, как Эльстир. Наконец, он в последний раз прошелся кистью по цветам на картине, я потерял еще одну минуту, посмотрев на них. Жертва была невелика, ведь я же знал, что девушек на пляже нет. Но если б я был уверен, что они еще там, и что из-за потерянных этих минут я упущу их, я все равно посмотрел бы на картину. Я сказал бы себе, что Эльстиру важнее его цветы, чем моя встреча с девушками. Характер моей бабушки, от которого был так далек мой, на все распространявшийся эгоизм, тем не менее отражался во мне. Если б я только делал вид, что люблю и уважаю кого-нибудь, кто на самом деле был бы мне безразличен, и если бы этот человек рисковал попасть всего-навсего в неприятное положение, а я бы в это время подвергался настоящей опасности, я бы непременно пожалел его, как будто его огорчение — это что-то серьезное, а к опасности, нависшей надо мною, отнесся бы легко. Мне бы казалось, что так все это воспринимает он, и что я должен смотреть его глазами. И, откровенно говоря, я бы этим не огорчился. Я не только не пал бы духом при мысли, что я в опасности, я пошел бы прямо навстречу ей, а других старался бы от нее укрыть, хотя бы сам подвергался большему риску. Объясняется это целым рядом причин, и все объяснения не в мою пользу. Одна из причин заключается вот в чем. Когда я рассуждал спокойно, выходило, что жизнью я дорожу, и однако всякий раз, как меня охватывало душевное волнение, или даже когда у меня просто бывали расстроенные нервы, иногда из-за таких пустяков, что о них и рассказывать-то не стоит, а затем происходил какой-нибудь непредвиденный случай, грозивший мне гибелью, то новая тревога казалась мне по сравнению с прежними мелкой, и вызывала у меня чувство, я бы сказал, блаженного облегчения. Так я совсем не храбрец, а между тем я знаю одну свою способность, которую, когда я рассуждаю здраво, я воспринимаю как глубоко чуждую мне, совершенно непонятную, упоение опасностью. Но даже если бы опасность, и при том смертельная, возникла в безоблачную счастливую пору моей жизни, я непременно, будь около меня кто-то еще, спрятал бы его, а сам остался бы на опасном месте. Когда на основании уже довольно большого опыта я заключил, что всегда действуя таким образом, и кроме радости это мне ничего не доставляет, я, к великому моему студу, обнаружил следующее. Вопреки тому, что я всегда считал и утверждал, меня очень волнует, что обо мне думают другие. Этот рот ничем внешне не проявляемого самолюбия не имеет, впрочем, ничего общего ни с тщеславием, ни с гордыней. Все, что способно удовлетворить эти чувства, вот настолько меня не порадовало бы, и я их чурался. Зато я не мог лишить себя удовольствия показать тем, от кого мне удавалось скрыть те небольшие мои достоинства, которые могли бы хоть чуть-чуть возвысить меня в их глазах, что я прилагаю больше усилий, чтобы спасти от смерти их, чем себя самого. Так как движущей силой является тут самолюбие, а не добродетель, то я нахожу вполне естественно, что они поступают иначе. Я нисколько их за это не осуждаю, а между тем я бы, пожалуй, осудил их, если бы мною двигало чувство долга. Тогда бы я рассудил, что исполнение долга так же обязательно для них, как и для меня. Нет, напротив. Я нахожу, что те, кто бережет свою жизнь, поступают в высшей степени благоразумно, хотя я лично не могу не жертвовать своею, а ведь я же сознаю, что это преступно и глупо. Сознаю особенно отчетливо после того, как я, кажется, наконец убедился, что жизнь многих из тех, кого я загораживаю собой при взрыве бомбы, представляет меньшую ценность. Впрочем, со дня моего прихода к Эльстиру должно было пройти много времени, прежде чем я научился судить о душевных качествах по их действительной стоимости. Да и в тот день не в опасности было дело, а лишь в успехе зловредного самолюбия, в желании не показать виду, что удовольствие, о котором я так мечтал, для меня важнее, чем то, что акварелист не успеет окончить картину. И вот он ее закончил. Когда же мы с ним вышли из мастерской, я удостоверился, в это время годы дни были очень длинные, что еще совсем не так поздно. Мы направились к набережной. На какие только хитрости я не пускался, лишь бы задержать Эльстира на том месте, где, по моим расчетам, еще могли пройти девушки. Показывая на скалы, я без конца расспрашивал о них Эльстира, чтобы он позабыл о времени и как можно дольше тут пробыл. Я решил, что у нас больше вероятия столкнуться со стайкой в конце пляжа. — Давайте подойдем чуточку ближе к скалам, зная, что одна из девушек часто туда ходит, сказал я Эльстиру. — А вы расскажите мне о Каркетюи. — Ах, как мне хочется в Каркетюи, — добавил я, не отдавая себе отчета, что, быть может, не так своеобразен самый пейзаж, необычность которого так сильно чувствовалась в гавани Каркетюи Эльстира, как своеобразное восприятие художника. — После того, как я посмотрел вашу картину, меня, пожалуй, больше всего потянуло в Каркетюи, да еще в Пуэн-Дюра. Но отсюда до Пуэн-Дюра — это целое путешествие. — Если б Каркетюи был отсюда и не ближе, я бы все-таки, пожалуй, посоветовал вам посмотреть сначала его, — заметил Эльстир. — Пуэн-Дюра — удивительное, но, в конце концов, это все тот же нормандский или бретонский высокий утесистый берег, вам уже знакомый. Каркетюи с его скалами на низком берегу — это совсем другое. Во Франции я нигде ничего подобного не видел. Скорее, это напоминает иные места во Флориде. Там тоже очень любопытно и также необыкновенно дико. Это между Клитурпом и Неомом. А вы знаете, какое-то пустынное прибрежье. Береговая линия прелестная. Здесь береговая линия ничем не примечательная, но там я не могу вам передать, какое это очарование, какая мягкость. Вечерело. Надо было возвращаться. Я пошел проводить Эльстир до его вилы. И вдруг... Так Мефистофель возникает перед Фаустом. Появились в конце улицы точно простая и реальная дьявольская объективация темперамента, противоположного моему, объективация полуварварской жестокой жизнеспособности, которой совершенно была лишена моя слабость, моя повышенная болезненная чувствительность, моя склонность к рефлексии, пятна той разновидности, которую нельзя ни с чем спутать, с парады животно-растительной стайки девушек, как будто не замечавших меня и в то же время, вне всякого сомнения, говоривших обо мне с насмешкой. Причувствуя неизбежность нашей встречи, предчувствуя, что Эльстир подзовет меня, я повернулся спиной, как купальщик от волны. Я внезапно остановился. Мой знаменитый спутник пошел дальше. Я же принялся рассматривать витрину антикварного магазина, мимо которого мы проходили, как будто меня там что-то вдруг заинтересовало. Пусть, мол, девушки видят, что я думаю не только о них. И мне уже мерещилось, что, когда Эльстир подзовет меня, чтобы представить им, я посмотрю тем вопросительным взглядом, который выражает не удивление, но желание казаться удивленным. Такие мы все плохие актеры и такие хорошие физиономисты те, кто за нами наблюдает, что я даже приставлю палец к груди, как бы спрашивая, вы кого, меня зовете? А затем подбегу, послушно и смиренно склонив голову и напустив на себя такой вид, будто я, взяв себя в руки, стараюсь не показать, как мне досадно, что меня оторвали от любования старинным фаянсом, чтобы представить особам, с которыми у меня нет никакого желания знакомиться. Итак, я разглядывала витрину в ожидании того мгновения, когда мое имя, которое выкрикнет Эльстир, поразит меня, как пуля, ожиданная и безвредная. Следствием уверенности в том, что меня познакомят с девушками, явилось то, что я не только прикидывалась равнодушным, но и в самом деле был сейчас к ним равнодушен. Как только удовольствие познакомиться с девушками стало неизбежным, оно убавилось, умолилось, показалось меньше, чем удовольствие от разговора с Сен-Лу, от обеда с бабушкой, от прогулок по окрестностям, прогулок, о которых я уже начал жалеть, потому что из-за отношений, которые у меня завяжутся с девушками, вряд ли проявляющими большой интерес к историческим памятникам, мне, наверное, придется о них забыть. Предстоявшее мне удовольствие уменьшало не только его неминуемость, но и его нечаянность. Законы, не менее точные, чем законы гидростатики, накладывают образы, которые мы создаем один на другой в строгом порядке, а приближение какого-нибудь события опрокидывает этот порядок. Эльстир вот-вот меня окликнет. Совсем по-другому я часто рисовал себе на пляже, в комнате, знакомство с девушками. Сейчас должно было произойти другое событие, к которому я был неподготовлен. Я не узнавал ни своего желания, ни его целей. Я уже не был рад, что пошел с Эльстиром. Но главное, что снижало удовольствие, о котором я так мечтал, это уверенность в том, что уже ничто не властно отнять его у меня. И оно вновь растянулось точно пружина. Едва лишь уверенность перестала сжимать ее, как только я, решившись повернуть голову, увидел, что Эльстир в нескольких шагах от меня прощается с девушками. Лицо той, что стояло ближе к нему, полное, изнутри озаряемое ее взглядом, напоминало пирожок, в котором оставлено место для полоски неба. Ее глаза, даже когда они были неподвижны, создавали впечатление подвижности. Так в ветреные дни все-таки заметна быстрота, с какой невидимый воздух движется на фоне лазури. На миг наши взгляды встретились. Так в грозовой день, проносящееся по небу облако, приближается к менее быстрой тучи, плывет рядом, задевает и обгоняет ее. И вот они уже, так и оставшись чужими, далеко-далеко друг от друга. Наши взгляды тоже на мгновение встретились, не зная, что нам сулит и чем грозит небосвод. Только когда ее взгляд, оставаясь таким же быстрым, прошел как раз под моим, он чуть-чуть затуманился. Так в светлую ночь, гонимая ветром луна, скрывается за облаком, бледнеет на миг и тут же вновь выплывает. Но Эльстир уже распрощался с девушками, не подозвав меня. Они свернули в переулок, он пошел ко мне. Сорвалось. Я уже говорил, что в тот день Альбертина явилась моим глазам не такую, как раньше, и что она каждый раз казалась мне другой. Но в эту минуту я почувствовала, что некоторые изменения в облике, в значительности, в величии человека могут зависеть и от изменчивости нашего душевного состояния, вклинивающегося между ним и нами. Одним из состояний, играющих в таких случаях самую важную роль, является уверенность. В тот вечер уверенность в знакомстве с Альбертиной, а потом разуверение за несколько секунд обесценили ее в моих глазах, а потом бесконечно возвысили. Несколько лет спустя уверенность, что Альбертина мне предана, а потом разуверение привели к сходным изменениям. Правда, я еще в Комбре наблюдал, как убывает или растет в зависимости от времени дня, в зависимости от того, какое у меня настроение, из тех двух, что делили между собой мои чувства, тоска по матери, такая же неуловимая днем, как неуловим лунный свет при солнце, а ночью приходившая на смену и уже стершимся и еще свежим воспоминанием и безраздельно владевшая измученной моей душой. Но в тот день, видя, что Эльстир, не позвав меня, прощается с девушками, я пришел к следующему выводу. Колебания ценности, какую могут для нас иметь радость или печаль, зависит не только от чередования этих двух душевных состояний, но и от смены незримых верований, внушающих нам безразличные отношения даже, например, к смерти, ибо они заливают ее призрачным светом, а с другой стороны придают в наших глазах важность музыкальному вечеру, тогда как он утратил бы для нас свою прелесть, если бы при известии, что нас должны гильотинировать, верование, освещавшее музыкальный вечер, внезапно рассеялось. Что-то во мне, конечно, знало о роли верований, и это была воля, но от ее знания нет никакого толку, если разум и чувство по-прежнему ничего от этой роли не ведают. Разум и чувство твердо уверены, что мы хотим расстаться с любовницей, и только наша воля знает, как мы привязаны к этой женщине. Их мутит уверенность в том, что спустя мгновение мы опять с ней увидимся. Но как только уверенность пропадает, когда рассудок и чувства неожиданно узнают, что любовница уехала навсегда, почва из-под них тотчас же ускользает, они точно с цепи срываются, и небольшая утеха растет в нашем представлении до исполинских размеров. Не только колеблющаяся уверенность, но и хилая любовь, зарождающаяся ранее больше уверенности, любовь изменчивая останавливается на образе какой-нибудь женщины просто потому, что эта женщина почти недостижима. И тогда мы начинаем думать не столько о самой женщине, которую мы рисуем себе неясно, сколько о том, как бы с ней познакомиться. Настает череда волнений, и волнений бывает довольно, чтобы сосредоточить нашу любовь на этой, в сущности говоря, незнакомки. Любовь растет неудержимо, и нас не удивляет, как мало места в ней занимает земная женщина. И если внезапно, как в то мгновение, когда Эльстир остановился с девушками, наше беспокойство, наша тоска проходит, а ведь вся наша любовь и есть тоска, нам вдруг представляется, что любовь улетучилась в тот миг, когда к нам в руки попалась добыча, ценность которой до сих пор не очень нас занимала. Что от Альбертины сохранилось у меня тогда в памяти? Два поворота головы на фоне моря. Головы, конечно, не такой красивой, как женские головки веронезы, которые, с точки зрения чисто эстетической, должны были бы мне нравиться больше. Да другой точки зрения у меня и не было, ведь как только беспокойство проходило, я ничего не мог восстановить в памяти, кроме этих безмолвных профилей. После того, как я увидел Альбертину, я каждый день подолгу о ней думал, мысленно вел с ней разговор, заставлял ее обращаться ко мне с вопросами, отвечать на мои, соображать, действовать, и невскончаемой этой вереницей воображаемых Альбертин, сменявшихся во мне ежечасно. Настоящая Альбертина, та, какую я видел на пляже, лишь возглавляла это шествие. Так создательница роли, звезда, играет только на первых представлениях, которые открывают длинный ряд последующих. Настоящая Альбертина была силуэтом, все же, что на нее наслаивалось, шло от меня. То, что в любовь привносится нами, даже с точки зрения количественной, бесконечно богаче того, что исходит от любимого существа. И это верно даже по отношению к самой деятельной любви. Иная любовь способна не только образоваться, но и жить, довольствуясь малым. И это даже в том случае, если телесное желание утолено. У бывшего учителя рисования моей бабушки от какой-то любовницы родилась дочь. Мать скончалась вскоре после родов, а учитель пережил ее ненадолго, он умер с горя. Еще при его жизни бабушка и некоторые другие камбрейские дамы, никогда не говорившие при учителе об этой женщине, с которой он, впрочем, не жил открыто и не часто виделся, решили обеспечить девочку, собрать ей деньги на пожизненную ренту. Предложила это бабушка, иные из ее приятельниц заортачились. Так, Леша, эта девочка интересна, и действительно ли она дочь учителя? С такими женщинами, как ее мамаша, никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Наконец, решение состоялось. Девочка пришла благодарить. Она была некрасива и так похожа на старого учителя рисования, что всякие сомнения отпали. Хороши у нее были только волосы, и одна дама сказала отцу, который ее привел. Какие у нее чудные волосы! Подумав, что теперь, когда преступная мать умерла, а старик-отец полумертв, намек на прошлое, о котором якобы никому не было известно, не может задеть учителя, бабушка заметила. Наверное, это у нее наследственное. У матери ведь тоже были красивые волосы? Не знаю, с наивным видом ответил отец. Я видел ее только в шляпе. Надо было догонять Эльстира. Я увидел себя в окне. К незадаче с девушками прибавились другие. Я обнаружил, что гастук мой на боку, из-под шляпы выбились длинные волосы, а это мне не шло. И все-таки было хорошо, что девушки встретили меня даже в таком виде, с Эльстиром, и теперь уже не забудут. Еще хорошо было то, что я по совету бабушки все-таки пошел к Эльстиру в красивом жилете, а ведь я хотел было снять его и надеть другой скверный, и взял самую изящную тросточку. Событие, которого мы чаем, никогда не происходит так, как это нам рисовалось, потому что у нас не оказывается преимуществ, на которые у нас были основания рассчитывать, но зато у нас появились преимущества неожиданные, и все уравновесилось. Мы безумно боялись худшего, и теперь мы начинаем думать, что в общем, в конечном итоге, судьба была к нам скорее благосклонна. Я был бы очень рад с ними познакомиться, проговорил я, поравнявшись с Эльстиром. Так что же вы уходите за три-девять земель? Эльстир задал мне этот вопрос не потому, чтобы это была его мысль, ведь если бы он в самом деле желал исполнить мое желание, то ему ничего бы не стоило меня позвать. Но может быть потому, что он слышал такие фразы, которыми отделываются в чем-либо уличенные пушляки, и еще потому, что даже великие люди кое в чем похожи на пушляков и черпают обычные извинения из того же репертуара. Ведь и хлеб насущный они покупают в той же булочной. Не лишено вероятия также, что подобного рода слова, которые надо до известной степени понимать наоборот, поскольку буквально их значение не соответствует истине, является неизбежным следствием негативным изображением рефлекса. Они спешили. Я подумал, что они-то и не дали позвать малосимпатичного им человека, иначе Эльстир непременно позвал бы меня, ведь я же так подробно о них расспрашивал, и он не мог не заметить, как я ими интересуюсь. «Я рассказывала вам о Каркетюи», сказал он, когда я проводил его до дому. «Я сделал эскизик, на нем гораздо лучше видна береговая линия. Картина не дурна, но в другом роде. Если позволите, я на память о нашей дружбе подарю вам эскиз», прибавил он, «отказывая в том, чего нам хочется, люди обычно предлагают взамен другое». «Я бы мечтал, если только он у вас есть, о снимке с маленького портрета мисс Сакрипант. Да, а что значит это имя?» «Это имя той, кого она играла в одной глупой оперетке». «Но вы как будто убеждены, что я с ней знаком, ничего подобного». Эльстер замолчал. «А это не портрет госпожи Сван до замужества?» спросил я, внезапно и нечаянно напав на истину, что, вообще говоря, случается нечасто, но может задним числом послужить основанием для теории предчувствий, при условии, если вы забудете все опровергающие ее ошибки. Эльстер ничего мне не ответил. Конечно, это был портрет Адетте де Кресси. Она не взяла его себе по многим причинам, из которых иные более чем понятны. Были и другие причины. Портрет относился к той поре, когда Адетте, еще не научившись держать в повиновении внешний свой облик, не сделала из своего лица и фигуры произведение искусства, в котором самое для нее характерное манера держаться, говорить, складывать губы в улыбку, складывать руки, останавливать на чем-нибудь взгляд, погружаться в свои мысли. Наперекор возрасту парикмахером, портным, наперекор самой должно было сохраниться. Только извращенность такого присыщенного любовника, каким был Сван, могла предпочесть многочисленным фотографиям Адетты, не меняющейся, какой стала его прелестная жена, стоявшая у него в комнате маленькую фотографию, на которой снялась в соломенной шляпе, украшенной анютиными глазками, худенькая молодая женщина, довольно некрасивая, с пышной прической, с осунувшимся лицом. Впрочем, если бы портрет не был сделан как фотография, которую так любил Сван, раньше, чем черты Адетты образовали иную разновидность, величавую и пленительную, но позднейшую, все равно восприятие Эльстира ничего бы от этой разновидности не оставило. Талант художника действует так же, как сверхвысокие температуры, обладающие способностью разлагать сочетания атомов и группировать их в абсолютно противоположном порядке, создавать из них другую разновидность. Всю эту искусственную гармонию, которую женщина навязала своим чертам, и то упорство, с каким она ежедневно, перед тем, как выйти из дому, проверяет ее в зеркале, поправляя шляпу, приглаживая волосы, придавая большую игривость выражению лица, заботясь о нерушимости этой гармонии, взгляд великого художника разрушает в один миг и взамен производит перегруппировку женских черт сообразно со сложившимся у него живописным идеалом женщины. равным образом часто случается, что в известном возрасте великий исследователь всюду находит элементы необходимые для установления зависимостей, а это и есть его единственная цель. Подобно мастеровым или игрокам, у которых нет выбора, и они довольствуются тем, что у них в руках, художник мог бы сказать о чем угодно, пригодится. Так во времена давно прошедшие кузина принцессы Люксембургской, одна из самых надменных красавиц, увлекавшаяся новым тогда течением в искусстве, заказала свой портрет лучшему из художников натуралистов. Глаз художника тотчас нашел то, что искал всюду, и на полотне вместо знатной дамы появилась девчонка на побегушках, а за ней обширная декорация, наклонная лиловая, напоминающая площадь Пегаль. Но если даже так далеко и не заходить, все равно женский портрет кисти большого художника не только совершенно не удовлетворит иных требований женщины, скажем, требования стареющей женщины сниматься в почти детских платьицах, которые оттеняют ее все еще молодой стан, и в которых она выглядит сестрой или даже дочерью своей дочери, а та в силу необходимости ради такого случая одета чумичкой, но еще и подчеркнет недостатки, которые женщина старается скрыть, и которые, как, например, красный и даже зеленоватый цвет лица, особенно притягивают художника своей характерностью. Такой портрет может разочаровать неискушенного зрителя и разбить в дребезги идеал, в убранстве которого эта женщина так гордо выступала и который ставил эту женщину в ее особливом неменяющемся обличии вне человечества, возносил ее над ним. А теперь, низвергнутая, изгнанная за пределы того обличия, которое она сама себе создала и в котором чувствовала себя неотразимой, она становится самой обыкновенной женщиной, в чье превосходство мы утратили всякую веру. В этом обличии заключала для нас не только красота, красота, допустим, одеты, но и ее личность, ее подлинность, так что при взгляде на портрет, в котором эта ее разновидность исчезла, у нас так и вертится на языке, как ее обезобразил художник, или даже до чего же она здесь не похожа. Нам трудно поверить, что это она, мы ее не узнаем, и все-таки для нас несомненно, что мы ее раньше видели, но это не одета. Лицо, тело, облик нам хорошо знакомы, они приводят нам на память не эту женщину, она никогда так не держалась, обычно ее поза не вырисовывала такого необычного вызывающего арабеска, а других, всех которых писал Эльстир, и которых он, несмотря на всю их непохожесть, любил показывать анфас с выглядывающей из-под юбки ножкой, с круглой широкополой шляпой в руке, прикрывающей колено, шляпой, диск которой соотносится с другим видным анфас диском лица. И, наконец, гениальный портрет не только размывает тип женщины, созданный ее кокетством и ее эгоистическим понятием о своей красоте, но, если он написан давно, он не довольствуется тем, что старит оригинал, как старит фотография, показывающая его в вышедших из моды нарядах. На портрете время обозначается не только манерой одеваться свойственной женщине, изображенной на портрете, но и манерой письма художника. Эта манера, первая манера Эльстира, была для Адеты убийственным метрическим свидетельством, потому что она не только превращала ее самое, как и ее тогдашние фотографии, в младшую сестру известных кокоток, но и превращала ее портрет в современника многочисленных портретов, которые Мане или Уистлер писали со стольких исчезнувших моделей, ныне канувших в забвение или принадлежащих историй. На эти мысли, которые я, провожая Эльстира, молча перебирал в уме, навело меня открытие, касавшееся сходства с оригиналом, и за этим первым открытием последовало второе, еще сильнее меня взволновавшее, но уже имевшее непосредственное отношение к самому художнику. Он написал портрет Адетте де Кресси. Неужели этот гений, для которого не было ничего невозможного, мудрец, отшельник, мыслитель, великолепный собеседник, был тот нелепый, с порочными наклонностями художник, которого когда-то принимали у себя Вердю Рене? Я спросил, не был ли он с ними знаком, и не называли ли они его тогда Маэстро Биш. Он ответил утвердительно, ничуть не смутившись, будто речь шла о довольно далекой поре его жизни, и словно не подозревая, как жестоко он меня разочаровал. Но, подняв глаза, он прочел это на моем лице. Его лицо выразило неудовольствие. Мы почти дошли до его дома, и человек не такого большого ума и не такой большой души, вернее всего, довольно сухо попрощался бы и после этого избегал бы со мной встреч. Но Эльстир поступил иначе, как настоящий учитель. А что он был учителем, это, вероятно, с точки зрения чистого творчества, как раз и являлось единственным его недостатком, ибо художник, чтобы владеть всей истинной духовной жизнью, должен быть один. Он не имеет права расточать свое я никому, даже своим последователям. Он из любого обстоятельства своей или чужой жизни пытался извлечь в назидании молодежи ту долю истины, какая в данном обстоятельстве заключена. Вот почему вместо того, чтобы отомстить за себя, он предпочел сказать мне нечто поучительное. Нет такого благоразумного человека, заметил он, который в молодости не наговорил бы чего-нибудь или даже не вел бы образ жизни, воспоминания о котором было бы ему неприятно и которые ему хотелось бы перечеркнуть. Но жалеть ему об этом все-таки не следует. Он не может поручиться, что всякого рода нелепые или омерзительные воплощения, которые должны предшествовать последнему воплощению и через которое он прошел, не умудрили его. Я знаю юношей, сыновей и внуков выдающихся людей, которым, когда они были еще на школьной скамье, их наставники толковали о душевном благородстве и нравственной безупречности. Положим, им не о чем стараться забывать, они могли бы опубликовать все, что они говорили, и подписаться под этим. Но они люди жалкие, наследники доктринеров, их мудрость негативна и бесплодна. Мудрость сама в руки не дается, ее нужно открыть, пройдя путь, который никто другой не может пройти за тебя, не может тебя от него избавить, ибо это взгляд на вещи. Кем-либо прожитая жизнь, которой вы восхищаетесь, образ действия, который представляется вам благородным, не были предуказаны ни главой семьи, ни наставником, ваши кумиры начинали совсем по-другому, на них влияло их скверное и пошлое окружение, их жизнь это бой и победа. Я понимаю, что на портрете, который был написан с нас в нашу первоначальную пору, мы совсем не похожи. Во всяком случае, он может произвести неприятное впечатление, и все-таки отрекаться от него не нужно, ведь он является свидетельством, что мы действительно жили, что по законам жизни духа мы из жизни будничной, из жизни мастерских, артистических кружков, если речь идет о художнике, извлекли то, что выше этой жизни. Мы подошли к дому Эльстира. Мне было грустно, что я не познакомился с девушками, но теперь у меня была надежда встретиться с ними. Я уже не боялся, что они появятся на горизонте и безвозвратно исчезнут. Вокруг них уже не крутился разъединявший нас бешеный водоворот, который представлял собой ничто иное, как притворение желания в непрерывную деятельность, желания подвижного, животрепещущего, питаемого тревогами, какие возбуждала во мне их недоступность, их возможная утрата. Желанию сблизиться с ними я теперь мог дать передышку, оставить его про запас вместе с многими другими, исполнение которых я откладывал, как только убеждался, что они осуществимы. Я простился с Эльстиром. Я остался один. И вдруг, как ни был я разочарован, я вообразил все эти случайности, мысль о которых мне прежде и в голову не приходила, что именно Эльстир в хороших отношениях с девушками, что они не дали как сегодня утром были для меня всего лишь фигурами на картине, фоном для которых служило море, что они видели меня, видели, что я в хороших отношениях с великим художником, а что художник знает теперь о моем желании с ними познакомиться и, конечно, мне посодействует. Все это было мне приятно, но приятное чувство я в себе таил. Оно было похоже на посетителя, который не извещает, что он пришел, пока не уйдут другие, и мы не окажемся вдвоем. Тогда я обращаю на него внимание, могу сказать «я к вашим услугам» и выслушать его. Иной раз от того мига, когда эти радости проникают в нас, и до того, когда мы сами можем проникнуть в себя, проходит столько часов, мы видим столько людей в этот промежуток, что у нас появляются опасения, а вдруг эти радости нас не дождутся. Но радости терпеливы, они не скучают, и когда все уходят, они тут, как тут. Иной раз мы бываем утомлены, настолько, что нам представляется, будто нашему изнемогающему сознанию не хватит сил удержать воспоминания, впечатления, для которых наше непрочное «я» — единственный приют, единственная возможность воплощения. И мы бы об этом пожалели, ибо жизнь интересна только в те дни, когда к пыли действительности примешивается волшебный песок, когда какой-нибудь обыкновенный случай приобретает романтическую силу. Тогда в свете сновидения перед нами и с Полинским утесом вырастает неприступный мир и входит в нашу жизнь. В нашу жизнь, где, словно пробудившись, мы видим людей, о которых мы так пылко грезили, что нам мнилось, будто лишь в сонной грезе мы их и увидим. Успокоение, которое принесло с собой возможность познакомиться с девушками, когда мне этого захочется, было для меня тем более важно, что я бы уже не мог караулить их, так как это были последние дни пребывания здесь в Сен-Лу. Бабушке хотелось отблагодарить моего друга за любезности, какие он без конца оказывал и ей, и мне. Я сказал ей, что он большой поклонник Прудона, и подал ей мысль выписать сюда множество купленных ею автографов писем этого философа. Сен-Лу пришел к нам в отель в тот самый день, когда они прибыли, как раз накануне своего отъезда. Он читал их с увлечением, благоговейно переворачивая страницы, стараясь удержать в памяти отдельные фразы, а когда поднялся и извинился перед бабушкой за то, что засиделся, она сказала ему, «Да нет, возьмите их себе, это я для вас, я выписала их, чтобы подарить вам». Радость его была так велика, что он ничего не мог с ней поделать, точно это было физическое состояние, не зависящее от нашей воли. Он покраснел, как ребенок, которого наказали, и бабушка была гораздо больше тронута его усилиями, усилиями тщетными, сдержать радость, потрясавшая его, чем любыми выражениями признательности. А он, боясь, что недостаточно горячо поблагодарил бабушку, уже на другой день, высунувшись из окна вагончика пригородной железной дороги, по которой он уезжал в свой гарнизон, все еще просил меня перед ней извиниться. Его гарнизон стоял совсем близко. Сен-Лу рассчитывал поехать в экипажи, так он часто возвращался туда по вечерам, но на этот раз ему надо было отправить поездом свой большой багаж, и он решил, что проще будет и ему ехать поездом по совету директора отеля, который, когда Сен-Лу заговорил с ним об этом, ответил, что экипаж и узкоколейка приблизительно едино равны. Он хотел сказать, что это приблизительно все равно. Франсуаза выразилась бы иначе «Тоже, да не тоже». «Ну, ладно», заключил Сен-Лу, «я поеду на кукушки». «Если б не усталость, я проводил бы моего друга до Донсьера, но я ему все равно, пока мы сидели на Бальбекском вокзале, то есть пока машинист ждал своих запаздывавших приятелей, без которых он не желал ехать и пил прохладительные напитки, твердил, что буду навещать его несколько раз в неделю. Блок тоже пришел на вокзал к большому неудовольствию Сен-Лу, а так как наш приятель не мог не слышать, что Сен-Лу зовет меня в Донсьер завтракать, обедать, пожить у него, то Сен-Лу в конце концов до крайности холодным тоном, который должен был служить поправкой к вынужденной любезности приглашения и дать понять Блоку, что приглашают его только из вежливости, сказал ему, «Если вы когда-нибудь проедете через Донсьер в тот день, когда я свободен, то спросите меня в полку, хотя я почти никогда не бываю свободен». Может быть, Робер боялся еще и того, что один я не приеду, а он считал, что я очень дружен с Блоком, но только стараясь особенно этого не показывать, и ему хотелось, чтобы он был моим спутником, проводником. Я боялся, как бы Тон Сен-Лу и его манера приглашать человека, советуя не приезжать, не обидели Блока. Лучше уж Сен-Лу ничего бы ему не говорил, но я ошибся. После отхода поезда, пока мы шли вдвоем до перекрестка, где должны были проститься, так как одна улица вела к отелю, а другая к вилле Блока, он все приставал ко мне, когда же мы поедем в Донсьер. Сен-Лу так любезно его приглашал, что было бы невежливо не приехать к нему. Я был рад, что Блок или ничего не заметил, или это его почти не задело, и он предпочел сделать вид, будто не заметил, что Сен-Лу приглашал его отнюдь ненастойчиво, что это с его стороны была не более, чем простая учтивость. Все-таки мне хотелось, чтобы Блок не ставил себя в смешное положение и не спешил в Донсьер. Но у меня не хватало решимости дать ему совет, ибо он мог показаться Блоку обидным. Ему стало бы ясно, что он к Сен-Лу навязывается, а тот хочет от него отвязаться. Блок был чересчур уж навязчив, и хотя все проистекавшие отсюда недостатки искупались в нем прекрасными душевными качествами, которых могло и не быть у людей более тактичных, все же его бесцеремонность раздражала. Он утверждал, что мы не должны откладывать на следующую неделю поездку в Донсьер. Он говорил, мы, по-видимому, считаю, что удобнее приехать не одному, а со мной. Всю дорогу около гимнастического зала, прятавшегося за деревьями около теннисной площадки, у своего дома, подле торговца раковинами, он останавливал меня и умолял назначить день, но я так и не назначил, и он на прощание сказал мне сердито, как хочешь, миссир, а я непременно поеду, раз он меня позвал. Сынлу было очень неприятно, что он не поблагодарил как следует бабушку, и через день опять попросил меня выразить ей признательность, но уже в письме, которое я получила от него из города, где он нес гарнизонную службу, и которая, судя по штемпелю на конверте, мигом долетела до меня, чтобы сообщить, что и в стенах этого города, и в кавалерийской казарме времен Людовика XVI Сынлу думает обо мне. На бумаге был герб марсантов, в гербе я различил льва, а на льве в виде короны была шапка Пэра Франции. «Доехал я вполне благополучно», писал он мне. «Дорогой читал купленную на вокзале книгу Арведа Барина. По-моему, это русский писатель, для иностранца это, на мой взгляд, замечательно написано. Но вы сообщите мне свое мнение. Вы, наверное, знаете эту книгу. Вы же кладез премудрости, вы все на свете читали». И вот я опять в этой грубой обстановке, где, увы, чувствую себя изгнанником, так как здесь я лишен того, что оставил в Бальбеке. В обстановке, с которой у меня не связано ни одного светлого воспоминания, никаких духовных радостей. В обстановке, к которой вы, конечно, отнеслись бы с презрением, и в которой есть, однако, своя прелесть. Мне кажется, что все здесь изменилось с тех пор, как я отсюда уехал, от того, что в этот промежуток времени для меня началась одна из важнейших эр в моей жизни, эра нашей с вами дружбы. Надеюсь, что она не кончится никогда. О ней, о вас, я рассказал только одному человеку, моей подруге, которая неожиданно приехала ко мне на часок. Она мечтает познакомиться с вами, и я думаю, что вы сблизитесь. Она, как и вы, обожает литературу. Чтобы воссоздать в памяти наши беседы, чтобы вновь пережить незабвенные для меня часы, я отъединился от моих товарищей. Они чудные ребята, но совершенно не способны это понять. В первый день моего пребывания здесь я даже предпочел воскресить для себя одно воспоминание о минутах, проведенных с вами, и не писать вам. Но я побоялся, что вы с вашей тонкой душевной организацией и сверхчувствительным сердцем, всполошитесь, не получив от меня письма, если только ваши мысли уже не отвлеклись от лихого кавалериста, над которым вам еще предстоит как следует потрудиться, чтобы обтесать его, чтобы он стал тоньше и достойнее вас. В сущности, это письмо очень напоминало своей ласковостью те, что Сен-Лу писал мне в моем воображении, когда я еще с ним не был знаком, в том мире грез, откуда меня вылила первая наша с ним встреча, поставив меня перед лицом леденящей действительности, в которой должна была однако произойти перемена. После первого письма я каждый раз, когда во время завтрака приносили почту, мгновенно узнавал его письма, потому что у них всегда было то второе лицо, которое человек показывает, когда его нет, и в чертах которого в почерке, нам также легко уловить индивидуальность, как в строении носа или в переливах голоса. Я теперь с удовольствием засиживался за столом, пока убирали посуду, и если это было не то время, когда могла пройти стайка девушек, смотрел не только на моля. После того, как Эльстир показал мне свои акварели, мой взгляд начали притягивать к себе те же явления и в живой жизни. Я увидел поэзио в прерванном мелькании ножей, все еще косо лежавших на столе, в выпуклой округлости брошенной салфетки, в которую солнце вшивает клин желтого бархата, в стакане, в котором именно потому, что он не допит, яснее видно изящество, с каким он расширяется кверху, а на дне его, за прозрачным стеклом, словно за сгустком дневного света, немного вина, темного, но искрящегося, в смещении объемов, в жидкостях, отблескивающих в зависимости от того, как падает на них свет, в сливах, остававшихся в полупустой компотнице, с их переходами из цвета в цвет, из зеленого в синий, а из синего в золотой, в прогуливании стареньких стульев, дважды в день, расставлявшихся вокруг скатерти, покрывавший стол, словно алтарь, на котором приносились жертвы, в праздники чревоугодия и на котором в глубине устричных раковин оставались капли святой воды, точно в маленьких каменных крапильницах. Я старался найти красоту там, где раньше мне и в голову не пришло бы ее искать, в обиходных предметах, в глубине натюрмортов. Несколько дней спустя после отъезда Сен-Лу я упросил Эльстира позвать днем гостей, в том числе Альбертину. И вдруг мне стало жаль, что привлекательностью и элегантностью, которые кое-кому бросились в глаза, когда я выходил из Гранд-Отели, и которых я достиг благодаря тому, что долго отдыхал и потратился на туалет, я не могу воспользоваться, как и влиянием Эльстира, для победы над более интересной особой. Мне было жаль, что все это я промотаю только ради удовольствия познакомиться с Альбертиной. С тех пор, как я убедился, что это удовольствие от меня не уйдет, мое благоразумие давало ему не очень высокую цену, но зато моя воля ни на одну секунду не поддавалась самообману, ибо воля это назойливый и несменяемый слуга чередующихся в нас личностей, держащийся в тени, презираемый, бесконечно преданный, не считающийся с изменениями нашего я и работающий без устали, чтобы наше я не терпело недостатка в необходимом. Если в то мгновение, когда мы собираемся пуститься в долгожданное путешествие, ум и чувство задают себе вопрос, а стоит ли его предпринимать? Воля, знающая, что эти бездельники сейчас же начнут расхваливать путешествие, как только вообразят, что оно не состоится, воля не препятствует им совещаться у вокзала, все больше и больше сомневаться. Она в это время покупает билеты и перед отходом поезда сажает нас в вагон. Она настолько же тверда, насколько изменчивы ум и чувства, но так как она молчалива и не любит вступать в споры, то кажется, что ее как бы и нет. Ее бесповоротным решениям подчиняются другие части нашего «я», но подчиняются незаметно для себя, а вот их колебания им видны отчетливо. Итак, мое чувство и ум вступили в пререкание относительно ценности удовольствия, какое может доставить знакомство с Альбертиной, а тем временем я рассматривал в зеркале тщеславные и непрочные прекрасы, которые уму и чувству хотелось приберечь для другого случая. Но моя воля не пропустила часа, когда надо было ехать, и сообщила кучеру адрес Эльстира. Жребий был брошен, и теперь ум и чувства могли сколько угодно жалеть о случившемся. Если бы моя воля дала другой адрес, они остались бы в дураках. Когда я вошел к Эльстиру, мне сначала показалось, что мадемуазель Симоне в мастерской нет. Здесь сидела девушка в шелковом платье, без шляпы, но чудные волосы, нос, цвет лица, все это было мне незнакомо и никак не связывалось в моем представлении с юной велосипедисткой в шапочке, которую я встречал на взморье. И все-таки это была Альбертина. Но даже когда я ее узнал, я не обращал на нее внимания. В молодости мы, попадая в многолюдное общество, перестаем жить для себя, мы становимся другими от того, что в любой салон есть некая новая вселенная, где по законам иной моральной перспективы мы разглядываем людей, смотрим на танцы, следим за карточной игрой, так словно во всем этом заключается смысл нашей жизни, а между тем мы завтра все это забудем. Путь к разговору с Альбертиной, намеченной совсем не мной, привел меня сначала к Эльстиру, потом протянулся мимо гостей, которым меня представили, затем прошел через буфет, где я ел пирожки с земляничным вареньем и стоя слушал музыку. И эти эпизоды оказались для меня не менее важными, чем мое знакомство с мадмуазель Симоне, на которое я теперь смотрел только как на один из эпизодов, а ведь всего лишь несколько минут назад это составляло единственную цель моего приезда к Эльстиру, о чем я теперь начисто забыл. А впрочем, не то же ли случается в жизни активный с нашим подлинным счастьем, с нашим большим несчастьем? Мы получаем при ком-нибудь ответ от нашей любимой, ответ благоприятный или смертоносный, которого мы ждали целый год. А нам нельзя прерывать разговор, мысли наплывают одна на другую, постепенно образуя плоскость, которая лишь время от времени едва касается мысль более глубокая, но очень узкая, мысль о постигшем нас несчастье. Если на нашу долю выпадает не несчастье, а счастье, то лишь несколько лет спустя нам может прийти на память, что величайшее событие в нашей внутренней жизни произошло в такой обстановке, где мы даже не успели остановить на нем внимание, почти не успели осмыслить его, например, в гостях, куда мы пошли в надежде, что там-то оно и случится. Когда Эльстир позвал меня, чтобы познакомить с Альбертиной, сидевшей поодаль, я доел кофейный эклер, а затем с неподдельным интересом начал расспрашивать о нормандских ярмарках господина почтенных лет, с которым я только что познакомился и который любовался розой у меня в петлице. Почему я ищел долгом подарить ему эту розу? Затем последовало знакомство с Альбертиной. И оно доставило мне известное удовольствие и повысило меня в моих глазах. Удовольствие я, конечно, испытал позднее, когда вернулся в отель и опять стал самим собой. Удовольствие — это все равно, что фотографии. То, что мы воспринимаем в присутствии любимого существа, это всего лишь негатив. Проявляем же мы его потом у себя дома, когда обретаем внутреннюю темную комнату, куда при посторонних вход воспрещен. Сознание удовольствия запоздало на несколько часов, зато важность для меня этого знакомства я ощутил тотчас же. В самый момент знакомства мы, конечно, чувствуем себя так, как будто нас наградили, чувствуем себя обладателями чека на будущее удовольствия, которого мы добивались давно, и вместе с тем мы понимаем, что получение чека означает для нас конец не одним лишь тягостным поискам. Это могло бы нас только обрадовать, но и конец жизни существа, того, которое наше воображение исказило, того, которое возвысил наш мучительный страх, что это существо так нас и не узнает. В тот момент, когда представляющий нас произносит наше имя, особенно если он, подобно Эльстиру, расхваливает нас, в этот волшебный миг, сходный с тем мгновением и с феерией, когда дух повелевает одному из действующих лиц внезапно преобразиться в другое, та, которой мы жаждали приблизиться, исчезает. Да и может ли она остаться прежней, коль скоро из-за того, что незнакомке приходится обратить внимание на наше имя и на нас самих, в ее бесконечно далеких глазах, а мы-то думали, что наши глаза, блуждающие, не слушающиеся нас, полные отчаяния, разбегающиеся, никогда с ними не встретятся? Сознательный взгляд, непознаваемая мысль, которых мы искали в них, чудесным образом и очень просто заменяются нашим изображением, нарисованным словно в глубине улыбающегося нам зеркала. Наше воплощение в то, что представлялось нам резко от нас отличающимся, больше всего изменяет сущность той, с кем нас сейчас познакомили, и только внешний ее облик пока остается довольно туманным, и мы вправе спросить себя, во что она превратится, в божество, в стол или в таз. Но такие же быстрые, как воскалии, у нас на глазах в пять минут вылепливающие бюст слова, сказанные нам незнакомкой, обрисуют ее облик и придадут ему законченный вид, который поставит крест на всевозможных догадках, еще накануне строившихся нашим влечением и нашей фантазией. Конечно, еще до этой утренней встречи Альбертина не была для меня только способным занять все наши мысли призраком, каким остается для нас случайно встретившаяся женщина, о которой мы ничего не знаем, которую мы даже как следует не рассмотрели. Уже ее родство с госпожой Бонтан сузило баснословные эти догадки, затемнив одно из направлений, в каких они могли бы развиваться. По мере того, как я сближался с этой девушкой и узнавал ее, познание ее осуществлялось посредством исключения. То, что было сотворено моей фантазией и влечением, заменялось понятием гораздо меньшей ценности, впрочем, пополнявшимся в действительности чем-то вроде того, что выплачивают акционерные общества после внесения паевого взноса и что они называют процентами. Ее фамилия, ее родственные связи, вот что прежде всего ввело в рамки мои предположения. Любезность, проявлявшаяся ею, между тем, как я рассматривал вблизи родинку у нее под глазом, поставила им еще один предел. Наконец, меня удивило, что она употребляет наречие «вполне» вместо «совершенно». Так говоря об одной женщине, Альбертина сказала, она вполне сумасшедшая, но все-таки очень мила, а о мужчине он вполне зауряден и вполне несносен. Хотя такое употребление вполне мало приятно для слуха, все же оно свидетельствует об уровне цивилизации и культуры, какого я не ожидал встретить у вакханки с велосипедом, у аргийной музы гольфа. За этой первой метаморфозой последовал, однако, ряд других. Достоинства и недостатки человека, размещенные на переднем плане его лица, располагаются в совершенной нам порядке, если мы подойдем к нему с другой стороны. Так, если взглянуть с другой точки на выстроившиеся в ряд городские здания, то они эшелонируются и меняют свою относительную величину. Вначале мне показалось, что Альбертина не самонадеянна, а наоборот, довольно застенчива. Она произвела на меня впечатление скорее благовоспитанной. О всех девушках, о которых я с ней заговаривал, она отзывалась так. У нее скверный пошип, у нее странный пошип. Наконец, сейчас в ее лице притягивал к себе внимание висок, багровый и довольно неприятный, а не тот особенный взгляд, который я все время вспоминал до сегодняшней встречи. Но это мне показался второй ее лик. И только... А потом, конечно, должны были открыться другие. Таким образом, лишь обнаружив чутьем ошибки в нашем первом зрительном впечатлении, можно составить себе точное представление о каком-нибудь существе, если только, впрочем, это достижимо. Но это недостижимо. Пока мы вносим поправки в наше восприятие, существо, поскольку это небездействующая мишень, само, в свою очередь, меняется. Мы пытаемся за ним угнаться, оно перебегает с места на место, и когда мы наконец видим его яснее, это значит, что мы вернулись к прежним его изображениям, которые нам удалось прояснить, но которые уже на него не похожи. И тем не менее, какие бы неизбежные разочарования не приносил нам поход на то, что только промелькнуло мимо нас, что потом на досуге воспроизводило наше воображение, только этот поход целителен для наших чувств, только он не дает их порыву утихнуть. До чего тускла и скучна жизнь ленивых или застенчивых людей, которые едут в экипажи прямо к своим друзьям, о ком они до знакомства с ними никогда и не думали и ни разу не осмелятся остановиться на дороге возле того, что их манит. На возвратном пути я вспомнил утро у Эльстира и снова увидел, как я доедаю Эклер и только потом иду к Эльстиру, а он подводит меня к Эльбертини, как я дарю Розу господину почтенных лет, видел все подробности, которые отбираются помимо нас в силу известных обстоятельств и которые образуя неповторимое безыскусственное сочетание вместе составляет картину первой встречи. Но у меня создалось впечатление, что эту же картину я смотрю под другим углом зрения, издалека и издалека. Создалось в тот момент, когда я убедился, что она существовала не для меня одного. Убедился же я в этом к великому моему изумлению несколько месяцев спустя, когда заговорил с Альбертиной о том, как состоялось наше знакомство, и она напомнила мне об эклере, о подаренном мною цветке, обо всем, что не то, чтобы имело значение для меня одного, но что, как я полагал, видел только я, и, однако, неожиданно для меня в особой записи сохранила память Альбертины. Уже в день первого знакомства, когда я, вернувшись к себе, я смог охватить взглядом принесенные с собой воспоминания, я понял, как отлично удался фокус, понял, что разговаривал с девушкой, которая, благодаря ловкости фокусника, ничего общего не имея с той, за кем я так долго следил на берегу моря, подменила ее. Впрочем, я должен был бы это предвидеть, ведь девушка с пляжа была мною выдумана. Тем не менее, раз я в беседах с Эльстиром отождествлял ее с Альбертиной, я сознавал свой нравственный долг перед ней — быть верным в любви к Альбертине воображаемой. Пусть помолвка совершена заочно, все равно мужчина обязан жениться на той, кого ему высвотали. К тому же, несмотря на то, что мою душу покинула, пусть хоть на время тоска, усмиренная воспоминанием о благовоспитанности девушки, об ее выражении вполне заурядной и об огромном виске, это же самое воспоминание будило во мне другое чувство. Чувство, правда, нежное и ничуть не мучительное, близкое к братскому, но со временем могшее стать не менее опасным, ибо оно поминутно рождало бы во мне потребность поцеловать эту новую девушку, хорошие манеры, застенчивость и для меня неожиданная незанятость, которые останавливали бесполезный полет моего воображения и вызывали у меня по отношению к ней умиленную благодарность. Да и потом, поскольку память тотчас начинает проявлять негативы, существующие совершенно независимо, нарушает всякую связь между сценами, нарушает ход событий, изображенных на негативах, то последний из показываемых ею не уничтожает предшествующих. Рядом с обыкновенной трогательной Альбертиной, с которой я разговаривал, я видел таинственную Альбертину у моря. Теперь это были воспоминания, то есть портреты, каждый из которых казался мне не более похожим, чем другой. Прежде чем покончить с нашим первым знакомством, я хочу еще только отметить, что когда Альбертина ушла из мастерской Альстира, я пытаясь вообразить родинку у нее под глазом, видел эту родинку у нее на подбородке. Вообще, когда я потом виделся с Альбертиной, я всякий раз замечал эту родинку, но моя блуждающая память водила ее потом по лицу Альбертины и помещала то здесь, то там. Обманувшая мои ожидания Бальбекская церковь не убила во мне мечты о поездке в Кемперле, в Понтавен и в Венецию. И точно так же, несмотря на разочарования, постигшие меня, едва я обнаружил, что мудмазель Симоне очень мало отличается от других девушек, я утешал себя, что, по крайней мере, пусть сама Альбертина не оправдала моих надежд, благодаря ей я могу свести знакомство с ее подружками из стайки. Первое время я все же в этом сомневался. До ее отъезда оставалось еще много времени, до моего тоже, и потому я счел за благо не стараться попасться ей на глаза, а ждать случая. Но у меня возникли большие опасения, что даже при ежедневных встречах она будет отделываться ответом на мой поклон издали, и тогда этот случай, хотя бы он и представлялся мне каждый день, ничего мне не даст. Вскоре дождливым и прохладным утром меня остановила на набережной девушка в шапочке и с муфтой, до такой степени не похожей на ту, которую я видел у Эльстира, что казалось просто немыслимым признать ее за одно и то же лицо. Все-таки мне это удалось, но в первую секунду я растерялся, и эта моя растерянность должно быть не укрылась от взгляда Альбертины. Я вспомнила ее хорошие манеры, которыми она меня так поразила у Эльстира, и поэтому сейчас меня особенно удивили грубый ее тон и замашки стайки, да и висок уже не являлся центром внимания и не ручался за то, что это Альбертина, то ли потому, что я смотрел на нее с другой стороны, то ли потому, что его прикрывала шапочка, то ли потому, что он не всегда был багров. Ну и погода, сказала она, нескончаемое бальбекское лето, все это одни разговоры, вы здесь ничем не занимаетесь, вас не видно ни на гольфе, ни на вечерах в казино, и верхом вы не ездите, скучище смертное, вы не находитесь, что можно одуреть, если проводить все время на пляже, я вижу, вы любите греться на солнышке, но ведь времени-то у вас свободного много, у нас с вами вкусы разные, я обожаю все виды спорта, вы не были на соньских скачках, мы туда ездили на траме, вам и поездка на таком драндулете удовольствия не доставила, в этом я не сомневаюсь, мы тряслись два часа, за это время я бы на своем вело три раза туда и обратно скатала. Когда Сен-Лу называл местный поезд кривулей, за то, что он все время избивался, то меня восхищала естественность, с какой он произносил это слово, от легкости же, с какой Альбертина выговаривала трам и драндулет, я робел. Она была мастерицей по части подобного рода наименований, и я боялся, как бы она не заметила, что я по этой части слаб и не стала меня презирать, а ведь я еще понятия не имела о том, каким богатством синонимов располагает стайка для наименования этой железной дороги. Когда Альбертина с кем-нибудь беседовала, то голова у нее оставалась неподвижной, ноздри же раздувались, а губы она только чуть выпячивала. Вот почему она говорила медленно и в нос, и произношение это, быть может, частично перешло к ней по наследству от ее предков провинциалов, отчасти объяснялась ребяческой игрой под английскую флегму, отчасти влиянием уроков учительницы иностранки и, наконец, насморком. Эта особенность произношения, которая, однако, пропадала, как только Альбертина сближалась с человеком и к ней возвращалась ее детская непринужденность, могла оттолкнуть от нее, но она была своеобразна и этим пленяла меня. Если я несколько дней подряд не встречался с Альбертиной, я, волнуюсь, повторял, вас совсем не видно на гольфе с тем же носовым произношением, с каким она тогда проговорила эти слова, держась прямо и не двигая головой, и в такие минуты мне казалось, что нет на свете никого прелестнее ее. Мы с ней составляли в то утро одну из тех пар, скопление и стоянки которых усеивает набережную, одну из тех пар, которым нужны эти встречи только чтобы обменяться двумя-тремя словами, и которые потом расходятся в разные стороны и идут гулять дальше. Я воспользовался этой остановкой, чтобы посмотреть и установить окончательно, где же все-таки находится родинка. И вот подобно фразе из сонаты Вентейля, которая привела меня в восторг, и которая по воле моего воспоминаний скиталась между андантой и финалом до тех пор, пока однажды в моих руках не оказались ноты, и я ее не нашел и не закрепил для нее в моей памяти место в скерцо, родинка, представлявшаяся мне то на щеке, то на подбородке, теперь навсегда остановилась на верхней губе под носом. Вот еще так же мы с удивлением обнаруживаем стихи, которые знаем наизусть в произведениях, где мы никак не ожидали их отыскать. В этот миг, как бы для того, чтобы у самого моря мог развернуть все многообразие своих форм роскошный ансамбль, какой представляло собой красивое шествие девушек и золотистых, и розовых, обожженных солнцем и ветром, подруги Альбертины все до одной, с прелестными ножками, с гибким станом, и вместе с тем такие разные, идя нам навстречу, построились в ряд параллельно морю. Я попросил у Альбертины разрешения проводить ее. К сожалению, она ограничилась тем, что в знак приветствия махнула им рукой. Ваши подружки будут недовольны, что вы не с ними, в надежде, что мы пройдемся вместе, заметил я. К нам подошел молодой человек с правильными чертами лица. В руке он держал ракетки. Это был игрок в Бакара, чьи безумства возмущали судейшу. С холодным, безучастным видом, который для него должно быть являлся знаком наивысшей изысканности, он поздоровался с Альбертиной. «Вы из гольфа?» «Октав», спросила она. «Ну, как дела? Вы были в форме?» «Ах, надоело! Все время мазал», ответил он. «А Андрея была?» «Да, у нее семьдесят семь. О, это рекорд! Вчера у меня было восемьдесят два». Молодой человек был сыном очень богатого промышленника, которому предстояло играть довольно видную роль в организации всемирной выставки. Меня поразило в «Октаве», как и в других весьма немногочисленных приятелях девушек, вот что. Знание всего, относящегося к одежде, манере держаться, сигарам, английским напиткам, лошадям, изученного ими до мельчайших подробностей, так что рассуждали они об этом с горделивой непогрешимостью, переходившей в немногословную скромность ученого. Накапливалось у них обособленно, в отрыве от какой бы то ни было духовной культуры. У этого молодого человека не могло быть никаких колебаний насчет того, когда приличие позволяет надевать смокинг, а когда пижаму. Но он понятия не имел, в каком случае можно употребить такое-то слово, а в каком нельзя. Он не знал элементарных правил французской грамматики. Это несогласованность двух культур вероятно была и у его отца, председателя союза бальбекских домовладельцев. В обращении к избирателям, расклеенным на всех стенах, он писал, «Я хотел видеть мэра, чтобы с ним об этом поговорить. Он не хотел слышать мои справедливые жалобы». Октав получал призыв в казино за все танцы, за бастон, танго и так далее. И это дало бы ему возможность, если бы он только захотел, найти себе завидную невесту на морских купаниях, где не в переносном, а в буквальном смысле девушка отдает руку кавалеру. Молодой человек закурил сигару, прежде спросив Альбертину, «Вы позволите?» Так как просят разрешение, не прерывая разговора, кончить срочную работу. Он не мог ничего не делать, хотя никогда ничего не делал. Полная бездеятельность влечет за собой в конце концов те же самые последствия, что и непосильная работа, как в области духа, так равно и в области тела, в области мускулов. Вот почему постоянная умственная пустота, которую прикрывал задумчивый лоб октава, в конце концов, хотя внешний октав был все так же спокоен, начала вызывать у него бесплодный зуд мысли, не дававший ему спать по ночам, как это бывает с переутомившимся метафизиком. Полагая, что, будь я знаком с их приятелем, я бы чаще виделся с девушками, я уж было хотел попросить Альбертину представить меня октаву. Как только он ушел, все, повторяя, продулся, я сказала об этом Альбертине. Я надеялся, что она это сделает в следующий раз. Вот еще стану я вас знакомить с пщутом. Здесь полно пщутов, но им не о чем с вами разговаривать. Этот очень хорошо играет в гольф, но и только, я знаю, он не в вашем вкусе. Ваши подружки будут недовольны, что вы не с ними, в надежде, что она предложит мне догнать их, заметил я. Да нет же, они прекрасно обойдутся без меня. На встрече нам шел Блок. Он лукаво и многозначительно улыбнулся мне, а затем, почувствовав себя неловко, так как не знал Альбертину или знал, но не был знаком, церемонно и неприветливо наклонил голову. Кто этот хам? спросила Альбертина. С какой стати он не кланяется, ведь я ему и не ответила на поклон. Я ничего не успел сказать Альбертине, потому что Блок направился к нам. Извини, сказал он, я хотел только тебе сообщить, что завтра я еду в Донсьер. Задерживаться еще было бы просто невежливо, чтобы Сен-Лу-Ан-Бре обо мне подумал, имея в виду, что я еду с двухчасовым. Всех благ. Но я думал только о том, как бы опять увидеться с Альбертиной и познакомиться с ее подругами. Мне казалось, что Донсьер, куда они не ездили и откуда я вернулся бы после того, как они уходили с пляжа, это где-то на краю света. Я сказал Блоку, что не поеду. Ну, что ж, я поеду один, воспользуюсь двумя глупейшими александрийскими стишками господина Аруэ, и скажу Сен-Лу, чтобы польстить его клирикализму. Я слово данного держусь вернее тебя, забудешь ты свой долг, его исполню я. Аруэ, подлинная фамилия Вольтера. Блок приписывает Вольтеру стихи из Полиэвкта, Корнеля. Стихи 795-796. Должна сознаться, что он довольно красивый и малый, сказала о Блоке Альбертина, но ты чего ж противный. Я не считал Блока красивым малым, но он был действительно красив. Лоб у него был довольно выпуклый, нос орлинный, выражение крайне насмешливое и уверенное в том, что оно насмешливое, словом, лицо приятное. Но Альбертине он нравиться не мог. Впрочем, быть может, это зависело от ее дурных черт, жестокости, нечуткости, свойственной всей стайке в целом, грубости со всеми окружающими. Но и потом, когда я их познакомил, неприязнь Альбертины не уменьшилась. Блок вышел из той среды, где между подтруниванием над светом и почтением хорошим манером, которые непременно должны быть у человека, моющего руки, возникло нечто среднее, отличавшееся от светских приличий и в то же время являвшее собой особенно омерзительный род светскости. Когда Блок с кем-нибудь знакомился, он кланялся, скептически улыбаясь и одновременно изъявляя преувеличенную почтительность. И, если это был мужчина, говорил «очень рад». Тоном, в котором слышалась издевка над этими словами и вместе с тем сознанием, что таким тоном не может говорить какой-нибудь подонок. Первое мгновение Блок посвящал обычаю, которую он соблюдал и над которым сам же смеялся. Таким же тоном он поздравлял первого января «С Новым годом!» «С новым счастьем!» А затем с хитрым и лукавым видом говорил тонкие вещи, в которых часто было много справедливого, но которые действовали на нервы Альбертини. Когда при первой встрече я сказал ей, что его фамилия Блок, она воскликнула «Я готова была держать пари, что это Жидюга. Что-что, а фасон давить это не умеют». Впрочем, потом в Блоке раздражало Альбертину еще и другое. Как многие интеллигенты, он не умел говорить просто о простых вещах. Для каждой простой вещи он подбирал изысканные выражения, а затем обобщал. Это надоедало Альбертини. Она не очень любила, чтобы кто-нибудь следил за тем, что она делает, и Блок не доставил ей удовольствия, когда, заметив, что она, подвернув ногу, сидит неподвижно, изрек. Она возлежит на шезлонге, но в силу своей везде сущности одновременно играет то в нечто, именуемое гольфом, то во что-нибудь вроде тенниса. Это была всего лишь литература, но Альбертина вообразила, что из-за этого у нее могут выйти неприятности с теми, кто ее звал, и с кем она не пошла, потому что, по ее словам, она не могла двигаться, и этого было достаточно, чтобы ей стали противное лицо и самый звук голоса молодого человека, который так выразился. мы с Альбертиной простились, порешив на том, что как-нибудь погуляем. Я говорил с ней, не сознавая, куда падают мои слова и во что они превращаются. Я словно бросал камни в бездонную пропасть. Вообще, тот, кому обращены наши слова, наполняет их содержанием, которое он извлекает из своей сущности и которое резко отличается от того, какое вложили в эти же самые слова «мы». С этим фактом мы постоянно сталкиваемся в жизни. Но если вдобавок мы имеем дело с человеком, воспитание которого, как воспитание Альбертины для меня, является для нас загадкой, чьи склонности, круг чтения и взгляды нам неизвестны, то мы не знаем, будет ли в нем на наши слова отклик более сочувственный, чем в животном, которому все-таки можно что-нибудь втолковать. Таким образом, сделать попытку подружиться с Альбертиной означало для меня то же, что прикоснуться к неведомому, если не к невозможному. Это было для меня занятие такое же нелегкое, как объездка лошади, и такое же успокоительное, как уход за пчелами или выращивание роз. Я был уверен всего лишь несколько часов назад, что Альбертина ответит на мой поклон издали. Прощаясь, мы строили планы совместной прогулки. Я дал себе слово, что, когда я опять встречусь с Альбертиной, то буду смелее, и заранее обдумал все, что я ей скажу, и даже, ведь теперь я был убежден в ее легкомыслии, каких ласк я стану от нее добиваться. Но ум также подвержен влиянием, как растение, как клетка, как химические элементы, а средой, меняющей его, когда он в нее погружается, служат обстоятельства, новое окружение. Когда я снова встретился с Альбертиной, то под влиянием перемены, происшедшей во мне только от того, что я был с ней, я сказал ей совсем не то, что собирался сказать. Потом, вспоминая багровый висок Альбертины, я спрашивал себя, не выше ли она ценит какую-нибудь любезность, которую она восприняла бы как бескорыстную. Наконец, временами меня смущали ее взгляды, ее улыбки. Они могли свидетельствовать и о ветренности, и о глуповатой веселости, в сущности, порядочной резвушки. Одно и то же выражение лица, одно и то же выражение, которое она употребляла в разговоре, допускало различные толкования. Я отступал перед всем этим, как отступает ученик перед трудностями перевода с греческого. На этот раз мы почти сейчас же встретили высокую Андре, перепрыгнувшую через председателя. Альбертине пришлось представить меня ей. Глаза у ее подруги были необычайно светлые, словно дверной проем из темного помещения в комнату, освещенную солнцем и зеленоватым отблеском искрящегося моря. Прошли мимо пятер мужчин, которых я хорошо запомнил в первые же дни моей жизни в Бальбеке. Я часто задавал себе вопрос, что это за люди? Господа не из шикарных, презрительно усмехаясь, заметила Альбертина. Старичок в желтых перчатках, этакий мышиный жеребчик. Вид хоть куда, правда? Это бальбекский зубной врач, славный человечек. Толстяк это мэр, только не карапуз. Того вы, наверное, видели, он учитель танцев. Тоже противный тип, он нас терпеть не может, потому что мы очень шумим в казино, ломаем стулья, не желаем танцевать на ковре, и за это он никогда не дает нам приза, хотя здесь только мы и умеем танцевать. Зубной врач, милый человек, я бы с ним поздоровалась, чтобы позлить учителя танцев, но не могу. С ними де Сент-Круа, генеральный советник, из очень хорошей семьи, но ради денег перешел на сторону республиканцев. Ни один порядочный человек с ними не здоровается. Мой дядя и он входят в правительство, а другие мои родственники от него отвернулись. Худой в непромокаемом плаще это капельмейстер. Как? Разве вы его не знаете? Дирижирует он божественно. Вы не слушали Кавалерия Рустикана. Кавалерия Рустикана. Сельская честь. Популярная опера итальянского композитора Пьетро Масканьи. 1863-1945. На сюжет Вергии. Поставлено в 1890 году в Римском театре Костанци. По-моему, идеально. Вечером он дает концерт, но мы не пойдем, потому что это в зале Мэрии. В казино-то ладно, но вот если мы пойдем в залу Мэрии, откуда убрали распятие, мать Андре хватит удар. Вы можете мне возразить, что муж моей тети тоже в правительстве, но тут уж ничего не поделаешь. Тетя есть тетя. Не за это же я ее люблю. У нее всегда было только одно желание, как бы от меня отделаться. Действительно заменила мне мать. Это ее двойная заслуга, потому что она мне никто, моя подруга, и люблю я ее как родную мать. Я вам покажу ее карточку. К подошел чемпион по гольфу и игрок в бокара Октав. Я подумал, что у меня с ним найдется о чем поговорить, так как выяснил из разговора, что он дальний родственник и к тому же любимчик Вердюренов. Но Октав с презрением относился к знаменитым средам, и кроме того, заметил, что Вердюрен не имеет понятия, когда полагается надевать смокинг, и что поэтому с ним неудобно встречаться в некоторых мюзик-холлах, где не так-то приятно слышать «Здравствуй, пострел!» из уст господина в пиджаке и черном галстуке, как у сельского нотариуса. Потом Октав с нами расстался, а вслед за ним и Андре. Дойдя до своего домика, она туда вошла, за всю дорогу, не проронив ни единого слова. Я особенно пожалел, что она ушла, потому что когда я заговорил с Альбертиной о том, как ее подруга была со мной холодна и мысленно сопоставляла трудности, должно быть мешавшей Альбертине сдружить меня и своих приятельниц, и враждебность, с которой, исполняя мое желание, в первый же день, по-видимому, столкнулся Эльстир, мимо прошли девицы Дамбрезак и я и Альбертина им поклонились. Я вообразил, что знакомство с Дамбрезак повысит меня в глазах Альбертины. Это были дочери родственницы маркизы де Вильперези, дочери знакомой принцессы Люксембургской. Владельцы небольшой виллы в Бальбеке, господин и госпожа Дамбрезак были страшнейшие богачи, но вели очень скромную жизнь. Муж всегда ходил в одном и том же пиджаке, жена в темном платье. Оба почтительнейше здоровались с моей бабушкой, но ничего этим не добивались. Дочки очень красивые, одевались в высшей степени элегантно, но элегантность эта была городская, а не пляжная. В длинных платьях, в больших шляпах они козыли существами не той породы, что Альбертина. она отлично знала, кто они такие. А, вы знакомы с малышками Дамбрезак? Значит, у вас очень шикарные знакомства. Впрочем, они очень простые, поспешила добавить она, как будто в этом заключалось некоторое противоречие. Они очень милы, но до того строго воспитаны, что их не пускают в казино, главным образом из-за нас, от того, что у нас чересчур дурной тон. Они вам нравятся? Ну, это как на чей вкус. Не дать не взять беленькие гусенята. В этом, наверное, есть своя прелесть. Если вы любите беленькие гусенят, то лучшего вам и желать нечего. Очевидно, они могут нравиться, раз одна из них невеста Сен-Лу. И это большое горе для младшей. Она была влюблена в этого молодого человека. Меня раздражает уже одно то, как они говорят, еле шевеля губами. И потом они смешно одеваются. Они ходят играть в гольф в шелковых платьях. В их годы они одеваются претенциознее, чем пожилые женщины, которые знают толк в туалетах. Вот жена Эльстира это действительно элегантные женщины. Я на это возразил, что, по-моему, она одевается удивительно просто. Альбертина засмеялась. Одевается она очень просто, это правда, но изумительно. И чтобы достичь того, что вы называете простотой, тратит бешеные деньги. Туалет и госпожи Эльстир не задерживали на себе внимания тех, кто не отличался в этой области определенным и строгим вкусом. У меня такого вкуса не было. Эльстир, по словам Альбертины, отличался вкусом безукоризненным. Я подозревал, равно как и о том, что каждая изящная, но простая вещь у него в мастерской являла собой чудо, о котором он раньше мечтал, за которым гонялся по аукционам, всю историю которого он изучал до того дня, когда, заработав нужную сумму, он, наконец, получал возможность приобрести его. Но о вещах Альбертины, такая же невежественная, как я, ничего не могла мне сообщить. Зато движимая инстинктом кокетки и, может быть, сожалению, бедной девушки, которая бескорыстнее и тоньше ценит у богатых то, во что она сама не сможет нарядиться. Альбертина много говорила мне о том, как хорошо разбирается Эльстир в костюмах, до чего он придирчив. Каждая женщина кажется ему плохо одетой, о том, что для него в каждом предмете, в каждом оттенке заключен целый мир, а потому он заказывает для жены, платя, бешеные деньги, шляпки, зонтики, манто, красоту, которых он научил понимать Альбертину и на которое человек, лишенный вкуса, обратил бы столько же внимания, сколько я. Впрочем, Альбертина, занимавшаяся немного живописью, хотя и не питала к ней, по ее же собственному признанию, ни малейшей склонности, вообще была без ума от Эльстира, и благодаря тому, что он много рассказывал ей и показывал, научилась разбираться в картинах, что не вязалось с ее восторгом от кавалерия Рустикана, ведь на самом деле, хотя это пока еще не очень проявлялось, она была удивительно умна, а в тех глупостях, какие она говорила, была повинна не она, а ее среда и возраст. Эльстер оказывал на нее влияние благотворное, но ограниченное. Умственно, ее развитие не было всесторонним. Ее вкус в живописи почти догнал вкус в области костюма и во всех формах изящного. Музыкальный же ее вкус намного отстал. Альбертина прекрасно знала, кто такие Амбризак, но ведь человек, обладающий чем-то большим, далеко не всегда может благодаря этому добиться чего-то меньшего. Вот почему даже после того, как я поздоровался с девушками, Альбертина по-прежнему не выказала желания знакомить меня с подругами. Вы слишком высокого о них мнения, не думайте о них, они ничего особенного не представляют. Что может найти в этих девчонках такой человек, как вы? Андре, по крайней мере, на редкость умна, это хорошая девочка, хотя оформенная чудачка, а другие, откровенно говоря, очень глупы. Как только я простился с Альбертиной, мне вдруг стало очень больно, что Сен-Лу скрыл от меня свою помолвку и так плохо поступил, посватался, не порвав с возлюбленной. Несколько дней спустя я все же был представлен Андре. Она говорила со мной довольно долго, это придало мне смелости, и я предложил ей встретиться завтра, но она решительно отказалась, потому что ее мать больна, и она боится оставлять ее одну. Два дня спустя Эльстир, к которому я зашел, сказал, что я очень понравился Андре. Я ему на это возразил, да ведь и она мне понравилась в первый же день, а когда я предложил ей встретиться завтра, она отказалась. Да, я знаю, она мне говорила, сказал Эльстир, она очень жалела, но ее пригласили на пикник за десять миль отсюда, она должна была поехать туда в бреке, и ей уже нельзя было перерешить. Так как мы с Андре были еще очень мало знакомы, то ее лжи не следовало придавать значения, но раз она все-таки оказалась способной на ложь, мне нужно было с ней раззнакомиться. Люди, совершившие тот или иной поступок, повторяют его до бесконечности. Ходите каждый день на свидание с другом, который несколько раз не явился от того, что был простужен. Он так все и будет простужаться, опять и опять не придет на свидание. И все по той же причине, хотя для него это будут причины разные, обусловленные обстоятельствами. Однажды утром, после того, как Андре отговорилась с болезнью матери, я прошелся с Альбертиной, и приметил я ее, когда она подбрасывала на шнуре какой-то странный предмет, что заставляло вспомнить идолопоклонство Джотто. Идолопоклонство — одна из фресок Джотто в капелле Дель Арене в Падуе. Называется он Чертиком и давным-давно вышел из моды, так что перед портретом девушки с Чертиком будущие комментаторы, чего доброго заспорят, как перед аллегорической фигурой в варенье, что именно у нее в руках. Почти тотчас же подошла ее подруга, та, что казалась бедной и неприветливой, и при первой нашей встрече так злобно смеялась над стариком, которого Андре задело легкими своими ножками. Бедный старикашка, мне его жаль. Подошла и сказала Альбертине, здравствуй, я вам не помешаю? В шляпе ей, по-видимому, было жарко, она сняла ее, и волосы девушки, тонкой и нежной листвой какого-то неведомого чудесного растения, осенили ей лоб. Возможно, что Альбертине это не понравилось, во всяком случае, она ничего ей не ответила, она хранила гробовое молчание, а та все не уходила, хотя Альбертина держала ее от меня на известном расстоянии, то идя рядом с ней, то идя рядом со мной, а она тогда шла сзади нас. Мне ничего иного не оставалось, как попросить Альбертину познакомить меня с этой девушкой. Когда же Альбертина назвала мое имя, на лице и в синих глазах девушки, которая показалась мне такой жестокой в ту минуту, когда она проговорила «жаль, старичишку», появилась и блеснула приветливая, дружелюбная улыбка, и она протянула мне руку. Волосы у нее были золотистые, но не только волосы, хотя щеки у нее были розовые, а глаза синие, лице ее было как утреннее, все еще багряное небо, где всюду прыщет и блестит золото. Загоревшись в то же мгновение, я решил, что в любви она робкое дитя, что это ради меня, из любви ко мне, она осталась с нами, невзирая на невежливость Альбертины, и что теперь она, наверное, счастлива, раз ей удалось наконец улыбчивым и добрым взглядом дать мне понять, что она может быть со мной так же ласкова, как она бывает грозна с другими. Без сомнений она заметила меня на пляже, когда я ее еще не знал, и с того дня думала обо мне. Быть может, только для того, чтобы мне понравиться, она смеялась над стариком, а потом, от того, что ей все не удавалось со мной познакомиться, вид у нее был неизменно мрачный. Из отеля я часто видел ее по вечерам, как она гуляет по пляжу, вероятно, в надежде встретиться со мной. А теперь, стесняясь Альбертины, так же, как она стеснялась бы и всей стайки, она, очевидно, привязалась к нам, невзирая на то, что ее подруга становилась все холоднее, в чайне остаться со мной вдвоем и уговориться о свидании в такой час, когда она сумеет ускользнуть от семьи и подруг и свидеться со мной в укромном месте до начала мессы или после гольфа. Встречаться с ней было особенно трудно потому, что Андре была с ней в плохих отношениях и ненавидела ее. «Я долго терпела ее дикую фальшь, ее подлость, бесконечные пакости, какие она мне делала», сказала Андре. «Я все терпела ради других, но последняя капля переполнила чашу моего терпения». И тут Андре рассказала мне, что эта девушка распустила про нее действительно нехорошую сплетню. Но слова, которые обещал мне взгляд Жизели, слова, которые я бы услышал, как только Альбертина оставила бы нас вдвоем, не могли быть сказаны, потому что Альбертина упорно разъединяла нас. Ответы ее становились все короче, потом она совсем перестала отвечать своей подруге, и та, в конце концов, ушла. Я упрекнул Альбертину в крайней неучтивости. «Вперед не будет такой навязчивой. Она девочка неплохая, но надоедливая, всюду сует свой нос. Но чего она к нам пристала, когда ее никто не звал?» Я ее всегда отшиваю. И потом я терпеть не могу ее манеру ходить без шляпы. Это дурной тон. Я смотрел на щеки Альбертины и думал, чем они пахнут, каковы они на вкус. Сегодня они были не то чтобы свежи, но гладкие, сплошь залитые лиловатым, густым румянцем. Бывают такие, словно навощенные розы. Я залюбовался ими, как любуются цветами. Я что-то не заметил, возразил я. Но вы так на нее смотрели, можно было подумать, что вы собираетесь написать ее портрет, сказала Альбертина, не смягчившись тем, что сейчас я точно так же смотрел на нее. Но только я не думаю, чтобы она могла вам понравиться. Она совсем не умеет флиртовать. А вы, наверное, любите флиртующих девушек. Так или иначе, в ближайшее время она уже не будет тут ни к кому приставать, а затем по неволе отлипать. Скоро она возвращается в Париж. А другие ваши приятельницы тоже? Нет, только она, она и мисс. У нее переэкзаменовка, придется бедной девке зубрить. Занятие не из веселых, смею вас уверить. Может попасться и хорошая тема, случаи бывают разные. Одной моей подружке велели расскажите о каком нибудь несчастье, которое произошло у вас на глазах. Вот это удача! Но одну девушку заставили ответить на вопрос, да еще письменно, кого бы вы хотели иметь своим другом, альцесто или филинте? Альцесто или филинте? Речь идет о главных действующих лицах комедии Мольера мизантроп. Первый тип прямого бескомпромиссного человека, второй человека мягкого и уступчивого. Я бы засыпалась. Начнем с того, что такие вопросы девушкам все-таки не предлагают. Девушки сходятся с девушками, и никто не может их заставить дружить с мужчинами. От этой фразы, показавшейся, что мне нечего особенно надеяться быть принятым в стайку, меня бросило в дрожь. Но даже если задать такой вопрос молодому человеку, что бы вы на него ответили? Некоторые жаловались в Галуа на трудность таких вопросов. Галуа, парижская газета, основанная в 1867 году, в конце XIX века была органом монархистов. Любопытно, что в сборнике лучших ученических сочинений, получивших премии, помещены два, в которых этот вопрос решается совершенно по-разному. Все зависит от экзаменатора. Одному хотелось, чтобы в сочинении было написано, что Филинд, эльстец и обманщик, а другому, что, хотя перед Альцестом нельзя не преклоняться, но что он брюзга, и что, как друг, лучше Филинд. Ну, как тут не запутаться несчастным ученицам, если учителя держатся разных взглядов, и это еще ничего. С каждым годом все труднее и труднее. Жизель непременно провалится, если только у нее нет связи. Я вернулся в отель. Бабушки не было. Я долго ее ждал. Когда она, наконец, пришла, я вымолил позволение отпустить меня на экскурсию, которая будет наилучшим образом обставлена и может продлиться два дня. Позавтракал с бабушкой, нанял экипаж и поехал на вокзал. Я был уверен, что Жизель не удивится, встретив меня там. В Дон-Сьерре будет пересадка на парижский поезд, и там, в сквозном вагоне, когда мисс заснет, я уведу Жизель в какой-нибудь темный уголок и уговорюсь о свидании после моего возвращения в Париж, куда постараюсь как можно скорее вернуться. Я провожу ее до Кана или до Эвре, как ей захочется, и вернусь первым же встречным поездом. А все-таки, чтобы она подумала, если б узнала, что я долго выбирал между ней и ее подругами, что так же, как в нее, я был влюблен в Альбертину, в девушку со светлыми глазами и в Розамунду. Теперь, когда взаимная любовь должна была связать меня с Жизелью, я испытывал угрызение совести. Впрочем, я мог сказать ей, положа руку на сердце, что Альбертина мне разонравилась. Я видел утром, как она, почти повернувшись ко мне спиной, шла поговорить с Жизелью. Шла, недовольно опустив голову, и волосы у нее на затылке, чернее обычного, блестели так, словно она только-только вышла из воды. Я представила себе мокрую курицу, и волосы Альбертины показались мне воплощением другой ее души, не той, какую до сих пор воплощали лиловатое ее лицо и загадочное его выражение. Блестящие волосы на затылке — это все, что мой взгляд мог выхватить из ее облика в продолжение одного мгновения, и только на них я и продолжал смотреть. Наша память похожа на витрины магазинов, где выставляется то одна, то другая философия все того же лица, и обыкновенно самую последнюю не снимают дольше других. Кучер погнал лошадей, а во внутреннем моем слухе звучали благодарные и нежные слова Жизели, порожденные доброй ее улыбкой и рукопожатием. Ведь когда я не был влюблен, но хотел влюбиться, я не только носил в себе идеал зримой физической красоты, который я узнавал издали в каждой встречной на расстоянии, достаточном для того, чтобы неясные ее черты не воспротивились такому отождествлению, но и видение, всегда готовое воплотиться, женщины, которая увлечется мной, станет играть со мной в пьесе на тему о любви. В пьесе, которая была у меня вся в голове еще в детстве, и в которой, как это я себе представлял, может играть любая милая девушка, если только ее внешность мало-мальски подойдет к роли. В этой пьесе, какова бы ни была новая звезда, которую я молил создать новый образ или восстановить прежний, на перечне действующих лиц, на развитии действия, даже на тексте стояло «не варитюр». Несколько дней спустя, хотя Альбертина не проявляла особенного желания представить нас друг другу, я перезнакомился со всей стайкой в том полном составе, в каком она явилась передо мной при первой нашей встрече, за исключением Жизели, с которой из-за долгого стояния ушла к Баума и из-за перемены расписания я так и не увиделся в поезде, ушедшем за пять минут до моего приезда на вокзал, и о которой я, к тому же, и думать забыл. И еще кое с кем из их подруг, с которыми они по моей просьбе меня познакомили. И так как надежду на наслаждение, которого я ожидал от новой девушки, во мне пробудила другая, познакомившая меня с ней, то самая недавняя представляла собой как бы разновидность розы, полученную благодаря другого сорта рози. И перепархиваясь венчик на венчик в этой цветочной цепи, наслаждение увидеть еще одну, не похожую на другие, заставляло меня оглядываться на то, что доставило мне это наслаждение, оглядываться с благодарностью, которой примешивалось, как и к новой моей надежде, желание. Скоро я стал проводить с этими девушками целые дни. Увы, в свежайшем цветке можно различить чуть заметные точки, которые уму-искушенному уже рисуют, во что превратится после засыхания или оплодотворения цветущей сейчас плоти, меняющейся и уже предопределенная форма семени. Мы с восхищением рассматриваем нос, похожий на всплеск, восхитительно вздувающийся на утренней воде и кажущийся почти неподвижным, поддающимся зарисовке, так как море до того спокойно, что прибоя не замечаешь. Когда смотришь на человеческое лицо, кажется, будто оно не изменяется. Переворот происходит в нем чересчур медленно, и мы его не замечаем. Но достаточно было увидеть около какой-нибудь из этих девушек ее мать или тетку, чтобы измерить путь, который под внутренним воздействием их обычно отталкивающего типа пройдут черты девушки меньше, чем за тридцать лет, вплоть до того часа, когда ее взгляды будут уже на закате, когда все ее лицо уйдет за горизонт и уже не будет освещено. Я знал, что так же глубоко, так же неизбежно, как еврейский патриотизм или христианский атовизм у тех, кто считает, что в них нет ничего от их расы, за розовым цветом, каким цвели Альбертина, Розамунда, Андре, до времени таятся без их ведома толстый нос, отвисшая губа, полнота, которая вызовет удивление, но которые все время находились за кулисами и ждали выхода на сцену, точь-в-точь, как дрейфусизм, клерикализм, внезапный, непредвиденный, роковой, точь-в-точь, как националистический и феодальный героизм, внезапно откликнувшийся на призыв обстоятельств изнутри человеческой природы, существовавший раньше самого индивидуума, природы, по воле которой индивидуум мыслит, живет, развивается, крепнет или умирает, не отличая ее от проявлений личности, смешивая их с проявлением природы. Даже в смысле умственного развития мы зависим от законов природы в гораздо большей степени, чем это нам представляется. Наш разум, подобно тайно-брачному растению, подобно какому-нибудь злаку, уже рождается с теми особенностями, которые мы якобы выбираем. Мы постигаем вторичные идеи, не различая первопричины еврейской расы, французской семьи и так далее, которые не может не вызывать их и которые в определенный момент выявляются в нас. И, быть может, одни из этих идей мы воспринимаем как итог размышлений, другие как результат нашей негигиеничности, а на самом деле мы унаследовали от нашей семьи как наследуют мотыльково видные форму семени и идеи, которыми мы живем, и болезни, от которых мы умираем. Точно в питомнике, где цветы расцветают в разное время, я видел их в старых женщинах на Бальбекском пляже, видел эти огрубевшие семена, дряблые клубни, в которые рано или поздно превратятся мои приятельницы. Но какое мне было до этого дело? Сейчас они находились в самой паре цветения. Вот почему, когда маркиза де Вильпаризи приглашала меня на прогулку, я под каким-нибудь предлогом уклонялся. Я бывал у Эльстира только вместе с новыми моими приятельницами. Вопреки обещанию, я не мог даже выбрать день, чтобы съездить в Донсьер к Сен-Лу. Светские развлечения, серьезные разговоры, даже дружеская беседа, если бы они помешали мне прогуляться с девушками, произвели бы на меня такое же впечатление, как если бы перед самым завтраком меня позвали не к столу, а рассматривать Альбом. Мужчины, юноши, женщины, старые или зрелого возраста, от общества которых мы как будто получаем удовольствие, представляются нам расположенными на плоской и непрочной поверхности, потому что мы их осознаем через зрительное восприятие и только. Но это же зрительное восприятие становится как бы посланцем всех наших ощущений, едва лишь оно обращается на девушек. Наши ощущения открывают в них различные обонятельные, осязательные, вкусовые свойства, которыми можно наслаждаться даже без помощи рук и губ. И умеющие благодаря искусству транспонировки, благодаря гениальному таланту синтеза, которым отличается желание, воссоздавать по цвету щек или груди прикосновения, пробования, запретные касания, наши ощущения придают девушкам ту же медовую густоту, какую они образуют, когда берут взяток в розарии или когда пожирают глазами гроздья на винограднике. Не боявшаяся ненастья Альбертина нередко под ливнем катила в непромокаемом плаще на велосипеде, и все же обычно, если шел дождь, мы проводили весь день в казино, куда я считал невозможным не пойти в такую погоду. Я презирал до глубины души девиз Дембрезак за то, что они там не бывают. И я с удовольствием принимал участие в злых шутках, которыми мои приятельницы донимали учителя танцев. Обыкновенная содержатель казино или служащий, незаконно присваивавшие себе власть распорядители, делали нам выговор за то, что мои приятельницы, даже Андре, о которой я именно потому и подумаю, что это натуре дионисийская, хотя, как раз и наоборот, она была хрупка, интеллектуальная, и в этом году много хворала, но со своим здоровьем не считалась и поступала так, как ей подсказывал ее возраст, а этот возраст все преодолевает и объединяет на почве веселья и больных, и крепушей. Непременно влетали в вестибюль или в больную залу с разбега, перепрыгивали через стулья, скользили по паркету, поддерживая равновесие грациозным движением рук и при этом напевая, так ранее их молодость смешивала все искусства, уподавляясь поэтам древнего мира, которые еще не знали жанрового разграничения и которые перемежают в эпической поэме советы по сельскому хозяйству с богословской проповедью. Андре, показавшаяся мне в первый день холоднее других, на самом деле была я неизмеримо более чутка, сердечно, тонка, чем Альбертина, в отношениях с которой она проявляла ласковую и снисходительную нежность старшей сестры. Она садилась в казино рядом со мной и могла, в отличие от Альбертины, отказаться от приглашения на тур вальса или даже, если я уставал, шла не в казино, а в отель. В ее дружбе со мной и с Альбертиной были оттенки, говорившие об изумительном понимании сердечных дел, которым она, быть может, в известной мере была обязана своему болезненному состоянию. Она с неизменно веселой улыбкой извиняла ребячество Альбертины, объяснявшей с простодушной горячностью, какое непреоборимое искушение представляет для нее всевозможные развлечения, от которых она, в противоположность Андре, не в силах была наотрез отказаться ради беседы со мной. Когда наставало время идти пить чай на площадке для гольфа, то она одевалась и, если мы были в этот момент все вместе, подходила к Андре. Ну, Андре, чего ты ждешь? Ты же знаешь, что пора идти пить чай на площадке. Мне хочется с ним поговорить, говорила Андре, указывая на меня. Да ведь тебя пригласила госпожа Дюрье, восклицала Альбертина, как будто желание Андре побыть со мной объяснялось тем, что она забыла о приглашении. Послушай, миленькая, не дури. Альбертина не настаивала из боязни, как бы и ей не предложили посидеть в отеле. Она встряхивала головой. Ну, как хочешь, говорила она. Так разговаривает с больным, которому доставляет удовольствие сжигать свою жизнь на медленном огне. А я лечу, по-моему, твои часы отстают. И мчалась во весь дух. Она создание прелестное, но нестерпимое, замечала Андре, обнимая подругу ласковой и осуждающей улыбкой. В любви Альбертины к развлечению было что-то от Джильберты давних времен, и объяснить это можно известным, все растущим сходством между женщинами, которых мы любим одну после другой, сходством, проистекающим и стойкости нашего темперамента, потому что ведь это он их выбирает, отвергая всех тех, что не являлись бы одновременно нашей противоположностью и дополнением, то есть не утоляли бы нашей чувственности и не терзали нам сердце. Они, эти женщины, суть порождения нашего темперамента, отражения, опрокинутые проекции, негативы нашей восприимчивости. Следовательно, романист мог бы, следуя за течением жизни своего героя, почти одинаково описать его увлечение, и благодаря этому создать впечатление, что он не повторяется, а всякий раз творит заново, ибо искусственное новаторство всегда слабее повторения, долженствующего открыть новую истину. Вместе с тем писателю необходимо замечать в характере влюбленного признаки изменчивости, обнаруживающейся по мере того, как он оказывается в новых сферах, в других широтах жизни. И, быть может, писатель поведал бы еще одну истину, если бы, обрисовав характеры других действующих лиц, он никак не охарактеризовал женщину, которую любит его герой. Мы знаем характер тех, кому мы равнодушны, так как же мы можем постичь характер существа, чья жизнь срастается с нашей жизнью, существа, которое скоро станет для нас чем-то неотделимым, чьи порывы заставляют нас все время строить мучительные догадки, беспрестанно одна другую сменяющие. Двигаясь за пределами сознания, любопытство, пробуждаемое в нас любимой женщиной, идет дальше ее характера. Если бы мы и могли на нем остановиться, то, конечно, не захотели бы. Предмет нашего волнующего исследования важнее свойств характера, похожих на ромбики кожного покрова, различные сочетания коих составляют цветовую неповторимость плоти. Лучи нашей интуиции проходят сквозь них, и изображения, которыми они нас снабжают, не являются изображениями чьего-то лица. Они воспроизводят мрачное и горестное единообразие скелета. Андре была неслыханно богата, и она с удивительной щедростью предоставляла возможность Альбертини, бедной сиротке, пользоваться роскошью, в какой она жила. А вот к Жизеле она относилась несколько иначе, чем это мне представлялось вначале. От ученицы скоро пришли вести, и когда Альбертина показала письмо Жизеле, в котором та сообщала стайке, как она доехала, и извинялась, что из-за своей лени пока еще не написала другим, я с изумлением услышал, что сказала на это Андре, которая, как я думал, насмерть разругалась с Жизелью. Я ей напишу завтра, а то, если ждать письма от нее, пожалуй, прождешь долго, она такая неаккуратная. Обратившись ко мне, Андре добавила, понятно, ничего выдающегося в ней нет, но она такая милая девочка, и потом я действительно очень к ней привязана. Отсюда я сделала вывод, что Андре не может долго сердиться. Не в дождливые дни мы ездили на велосипедах к прибрежным скалам или в поле, и я уже за час начинал прихорашиваться и горевал, когда Франсуаза не с должной тщательностью собирала меня в дорогу. Франсуаза и в Париже, если ей указывали на какую-нибудь оплошность, гордо и возмущенно распрямляла спину, уже гнувшуюся под бременем лет. Это она-то, такая смиренная, такая скромная и обворожительная в тех случаях, когда ее самолюбие бывало пульщено. Так как самолюбие было главной пружиной ее жизни, то чувства удовлетворенности и хорошее настроение были у нее прямо пропорциональной трудности работы, которые с нее спрашивали. То, что она делала в Бальбеке, было так легко, что она почти все время была не в духе. И это ее неудовольствие сто крат усиливалось, и на лице у нее мгновенно появлялось высокомерно насмешливое выражение «если я, отправляясь к приятельницам», сетовало на то, что шляпа не вычищена, а галстуки измяты. Трудную работу она выполнялась таким видом, как будто это ей ничего не стоит. А при малейшем замечании относительно того, что пиджака нет на месте, она сейчас же начинала хвастаться, что нарочно заперла его в шкаф, чтобы ни одна пылинка на него не села. Этого мало. Она по всем правилам искусства произносила похвальное слово своему трудолюбию, жаловалась, что в Бальбеке еще ни разу не отдохнула, и утверждала, что на такое место никто бы, кроме нее, не пошел. Ведь это надо так запихать свои вещи. Все шивороты на вывороты сам черт ногу сломит. Иной раз Франсуаза с видом королевы смотрела на меня горящими глазами и хранила молчание, которое она однако нарушала, едва успев выйти в коридор и затворить за собой дверь. Тут она произносила речи, как я догадывался, обидные для меня, но такие же неразличимые, как речи действующих лиц, проговаривающих первые свои слова за кулисами еще до выхода на сцену. Впрочем, когда я собирался идти гулять с моими приятельницами, даже если все было в порядке и Франсуаза находилась в благодушном настроении, она была все-таки невыносима. Пользуясь тем, что я, испытывая потребность говорить о девушках, отпускал иногда какую-нибудь шутку, она с таинственным видом рассказывала мне о них такие вещи, которые я знал бы лучше ее, если бы это была правда. Но это была неправда, просто Франсуаза не так меня понимала. У нее, как у всякого человека, были свои характерные особенности. Человек никогда не бывает похож на прямой путь. Он поражает нас причудливыми и неминуемыми поворотами, которые чаще всего не замечаешь и которые трудно проделывать следом за ним. Если я говорил, где шляпа или черт бы ее побрал эту Андре, черт бы ее побрал эту Альбертину, Франсуаза всякий раз вынуждала меня, неизвестно для чего, идти окольными путями, которые меня очень задерживали. То же самое бывало, когда я просил ее приготовить сэндвичи с честером или с салатом и купить сладких пирожков на завтрак, который я предполагал устроить на скале для себя и для девушек, хотя и они могли бы по очереди покупать что-нибудь на завтрак, если б не были такими скупыми, как уверяла Франсуаза, на помощь которой спешила в этот миг вся доставшаяся ей по наследству провинциальная алчность и пошлость, создававшая впечатление, будто часть души покойной Евлалии вошла в святого Элигия, а другая с большей легкостью приняла пленительную телесную оболочку моих приятельниц из стайки. Покойной Евлалии имеется в виду персонаж первого романа Пруста, приживалка-богомолка при тетке героя Леонии. Святой Элигий около 588-659 годов, католический святой согласно преданию был золотых дел мастером и хранителем казны королей Клотария Второго и Дагоберта Первого. В конце жизни был епископом Нуайона и советником Дагоберта. Я негодовал, выслушивая эти наветы и чувствуя, что дошел до такого места, после которого знакомая проселочная дорога, какую являл собой характер Франсуазе становится непроходимой. К счастью, ненадолго. Наконец пиджак находился, Франсуазе приносило сэндвичи, и мы с Альбертиной, Андре, Розамундой, а иногда и еще с кем-нибудь с пешком или на велосипедах отправлялись на прогулку. Еще совсем недавно меня больше прельщала бы такая прогулка в плохую погоду. Тогда я искал в Бальбеке страну кемерийцев, а в этой стране солнечных дней быть не должно. Они знаменовали бы для меня вторжение пошлого лета купальщиков в заволоченную туманами древнюю страну. Но к тому, что я раньше презирал, что устранял из поля моего зрения не только игру солнечного света, но и гонки, и скачки, теперь я жадно тянулся по той же самой причине, по какой прежде мне хотелось смотреть только на бурное море, и которое состояло в том, что нынешние мои чаяния, как и прежние, были связаны с художественными моими запросами. Я несколько раз был с моими приятельницами у Эльстира, и в те дни, когда я посещал его с девушками, он чаще всего показывал наброски хорошеньких яхтсменок, или эскиз, сделанный на ипподроме близ Бальбека. Сперва я робко признался Эльстиру, что меня не тянет на тамошнее сборище. А зря, заметил он, это очень красиво и очень занятно. Здесь хотя бы это странное создание жокея. На него устремлено столько взглядов, а он мрачно стоит на краю загона, серенький, хотя на нем ослепительная куртка, составляющая единое цело со своей горцующей лошадью, которую он сдерживает. Как было бы интересно выписать его жокейские движения, показать яркое пятно, какое он, а также масть лошадей, образует на беговом поле. Как все изменчиво на этой сияющей шире бегового поля, где ваш взгляд изумляет столько теней, столько отблесков, которых вы нигде больше не увидите. Какими красивыми могут здесь быть женщины. Особенно чудесно было на открытии. Я видел там необычайно элегантных женщин при влажном голландском освещении. А голландское освещение, это когда пронизывающая сырость ощущается во всем, даже в солнце. До этого мне ни разу не приходилось видеть женщин с биноклями, подъезжающих в экипажах при таком освещении. А влажность этого освещения зависит, конечно, от близости моря. Вот бы это передать. Я вернулся со скачек в диком восторге, и мне так хотелось работать. Потом Эльстер с еще большим восхищением, чем о скачках, заговорил о яхтенном спорте. И тут я понял, что гонки, спортивные состязания, когда красиво одетые женщины купаются в изделено-синем свету морского ипподрома, для современного художника не менее любопытный сюжет, чем празднества, которые так любили писать Веронезе и Карпаччо. Мысль правильная, сказал Эльстер, тем более, что город, где они писали, сообщал им нечто морское. Только красота тогдашних судов чаще всего заключалась в их тяжести, в их сложности. Там тоже бывали состязания на воде, как здесь, обычно в честь посольства, вроде того, которое Карпаччо изобразил в «Легенде о Святой Урсуле». Легенда о Святой Урсуле серия картин итальянского художника эпохи Возрождения Виторе Карпаччо 1450-й 1525-й Эти картины находятся в Венецианской академии. Корабли тогда были громоздкие, прямо целые строения, что-то вроде амфибий, вроде маленьких Венеций внутри большой, и пришвартовывали они с помощью перекидных мостиков, украшали алым атласом и персидскими коврами, на них было полно женщин в одеждах из вишневого цвета парчи или зеленого шелка, а стояли они совсем близко от сверкавших разноцветным мрамором балконов, с которых свешивались и смотрели другие женщины в платьях с черными рукавами, а на черных рукавах белые разрезы, оттороченные жемчугом или отделанные кружевом. Уже невозможно было определить, где кончается суша, где начинается вода, что это? Все еще дворец или уже корабль? Каравелла, Голиас, Буцентавр. Голиас — большое военное судно эпохи парусного флота. Буцентавр — специальная большая лодка, предназначенная для церемонии венчания с морем венецианского дожа. Альбертина с напряженным вниманием слушала Эльстира, во всех подробностях описывавшего костюмы, рисовавшего нам картины роскоши. «А хоть бы когда-нибудь посмотреть на кружево, венецианское кружево, это такая прелесть!» восклицала она. «Вообще, мне так хочется побывать в Венеции. Может быть, вам скоро удастся полюбоваться тканями, которые там носили тогда», сказал Эльстир. До настоящего времени их можно было видеть только на картинах венецианских мастеров или, чрезвычайно редко, в церковных ризницах, а то вдруг какая-нибудь ткань попадется на распродаже. Говорят, венецианский художник Фортуни открыл секрет их выделки, и каких-нибудь несколько лет спустя дамы получат возможность гулять, а главное сидеть у себя в платьях из той дивной парчи, которую Венеция для своих патрицианок по-восточному разузоривала. Впрочем, я не знаю, понравится ли мне это, не покажутся ли такие одежды на современных женщинах чересчур анахроничными даже во время гонок, потому что наши теперешние прогулочные суда — это полная противоположность судам тех времен, когда Венецию называли королевой Адриатики. Самая большая прелесть яхты, убранства яхты, туалетов яхты, это их морская простота, а я так люблю море. Откровенно говоря, мне больше по душе нынешней моды, нежели моды времен Веронезе и даже Карпаччо. Самое красивое в наших яхтах, особенно в небольших яхтах, громадных я не люблю, это уж почти корабли, тут, как и в шляпах, нужно соблюдать меру. Это гладкость, простота, ясность, сероватый тон, в облачные голубоватые дни с молочным отливом. Каюта должна иметь вид маленького кафе. Тоже можно сказать и о женских костюмах на яхте. Очаровательные легкие туалеты, белые и гладкие, полотняные, линоновые, шелковые, тиковые. На солнце и на синеве море они выделяются такими же ослепительно-белыми пятнами, как белые паруса. Впрочем, мало кто из женщин хорошо одевается, но уж зато некоторые великолепно. На скачках мадемуазель Лия была в белой шляпке и с белым зонтиком. Чудо! Я бы все отдал за такой зонтик. Я жажду узнать, чем этот зонтик разнится от других. Что же касается Альбертины, то по другой причине, по причине женского кокетства, у нее эта жажда была еще сильнее. Но если Франсуаза говорила о своем воздушном пироге «сноровка нужна», то здесь все дело было в фасоне. Он был маленький, кругленький, точь-в-точь китайский, говорил о нем Эльстир. Я описала несколько дамских зонтиков, но все это было не то. Эльстир находил, что эти зонтики ужасны. Отличаясь строгим, безукоризненным вкусом, Эльстир даже в частности — частность же была для него не частностью, а целым — усматривал разницу между тем, что носили три четверти женщин, и что внушало ему отвращение, и красивой вещью, которая приводила его в восторг и в противоположность мне, ибо меня роскошь обеспложивала, усиливала в нем желание писать, чтобы постараться создать нечто столь же прекрасное. А вот эта девочка поняла, какие были шляпка и зонтик, сказал Эльстир, указывая на Альбертину, у которой глаза горели завистью. Как бы мне хотелось быть богатой, чтобы иметь яхту, сказала она художнику. Я бы с вами советовалась, как ее обставить. Какие чудесные путешествия я бы совершала. Хорошо было бы съездить на гонки в Каос. Каос, английский курортный город, место популярных парусных гонок. И автомобиль. Как ваше мнение, красиво выглядят женские моды в автомобиле? Нет, ответил Эльстир, время для этого еще не пришло, ведь у нас очень мало настоящих портних, одна две, коло, хотя очень уж она увлекается кружевами, дуссе, ширюи, иногда пакен, остальные сплошное безобразие. Так значит, есть громадная разница между туалетом от коло и от какого-нибудь другого портного? Спросил я Альбертину. Классальная разница, чудила, ответила она. Ах, извините, только, увы, то, что обойдется в триста франков у кого-нибудь, у них будет стоить две тысячи, но зато уж ничего похожего. Только невежды могут сказать, что разницы никакой нет. Вы совершенно правы, заметил Эльстир, но все-таки разница не столь существенна, как между статуей в Ремском соборе и статуей в церкви блаженного Августина. В церкви блаженного Августина. Речь идет о церкви в Париже, построенной в 1860-1871 годах, с применением железных конструкций, отличается помпезностью и эклектичностью архитектур. Да, кстати, относительно соборов, продолжал он, обращаясь уже не только ко мне, потому что в разговорах на эту тему девушки не участвовали. Да она их, надо сознаться, нисколько и не интересовало. Я вам как-то говорил, что Бальбекская церковь похожа на высокую скалу, на груду Бальбекских камней, и наоборот. Тут он показал мне акварель. Посмотрите на эти утесы. Эскиз я сделала совсем близко отсюда, в Кринье. Посмотрите, как эти скалы своим могучим и нежным абрисом напоминают собор. В самом деле, можно было подумать, что это высокие розовые своды. Но художник писал их в знойный день, и оттого казалось, будто жар превратил их в пыль, в летучее вещество, а половину моря выпил, привел его на всем протяжении холста почти в газообразное состояние. В этот день, когда свет как бы разрушил реальность, она сосредоточилась в явлениях темных и прозрачных, которые по контрасту создавали более глубокое, более осязаемое впечатление вечности, в тенях. Жаждущие прохлады, почти все они, покинув воспламененную морскую даль, укрылись от солнца у подножья скал. Иные, будто дельфины, медленно плыли, хватаясь за лодки, а лодки на тусклой воде становились как будто бы шире от их синих блестящих тел. Быть может, ощущавшаяся в них жажда прохлады усиливала впечатление знойного дня и вынудила меня вслух пожалеть о том, что я не видел Кринье. Альбертина и Андре уверяли меня, что я сто раз там был. Если они не ошибались, то значит, я не сознавал и не предугадывал, что этот вид когда-нибудь вызовет во мне такую жажду красоты, но не естественной, какой я вплоть до этого дня искал в Бальбекских горах, а скорее архитектурной. Уж кто-кто, но я, который и приехал -то сюда ради того, чтобы посмотреть царство бурь, я, которому во время прогулок с Маркизой де Виль-Паризи, когда мы часто видели океан только издали, в просветах между деревьями, он неизменно казался недостаточно реальным, недостаточно текучим, недостаточно живым, неспособным взметывать волны, я, который залюбовался бы его неподвижностью, только если бы его укрыл зимний саван тумана, я никогда бы не поверил, что буду мечтать о море, обратившемся в белесый пар, утратившем плотность и цвет. Но Эльстир, подобно тем, что мечтали в лодках, оцепеневших от жары, так глубоко почувствовал очарование этого моря, что ему удалось передать, закрепить в небе неразличимый отлив, биение отрадного мига. И, глядя на чудодейственное это изображение, вы неожиданно проникались несказанную нежностью, и вам хотелось только одного, обижать весь мир в погоне за умчавшимся днем с его быстротечной и дремотной прельстью. И так, до посещения Эльстира, до того, как я увидела на его Марине в яхте под американским флагом молодую женщину, не то в боржовом, не то в линоновом платье, и в моем воображении вырисовывалась невещественная копия платья из белого линона и копия флага, вызвав во мне страстное желание сейчас же увидеть недалеко от берега платья из белого линона и флаги, как будто раньше мне никогда такая возможность не представлялась. Я всегда старался, когда был у моря, изгнать из поля моего зрения и купальщиков на переднем плане, и яхты с чересчур белыми парусами, похожими на пляжные костюмы. Все мешавшее мне создать иллюзию созерцания изначальной морской стихии, развертывавшись свиток своей таинственной жизни еще до появления человеческого рода и продолжавшей жить ею в эти лучезарные дни, придававшей, как мне казалось, пошлое, повсеместное летнее обличье побережью туманов и бурь, означавшей просто-напросто перерыв, соответствующий тому, что в музыке называется паузой. А зато теперь я воспринимал плохую погоду как несчастье, которому не должно быть места в мире красоты. Я жаждал вновь обрести в окружающей действительности то, что преисполняло меня восторгом, и надеялся, что дождусь такой погоды, когда с высоты скал будут видны те же синие тени, что и на картине Эльстира. Дорогой я уже не приставлял руку щитком глазам, как в те дни, когда рисую себе природу, жившей духовной жизнью еще до появления человека, рисую ее себе как нечто противоположное скучному промышленному прогрессу, от которого на меня нападала зевота в залах всемирных выставок и у модисток, я старался смотреть на ту часть моря, где не было пароходов, чтобы оно представлялось мне как бы изначальным, как бы современником тех столетий, когда оно отделилось от суши, во всяком случае, современником первых веков Греции, а это давало мне право не сомневаться, что папаша Алеконт не погрешил против истины в стихах, которые так нравились блоку. И отплыли цари на стругах легкокрылых, и с ними двинулся в пучину бурных вод, косматых эллинов воинственный народ. И отплыли цари на стругах легкокрылых. Цитата из первой части Ирини Лекон де Лиле. Я перестал презирать модисток, так как Эльстер сказал, что та бережность, с какой они расправляют в последний раз, та одухотворенная любовь, с какой они ласкают банты или перья готовой шляпы, так же для него художника интересны, как движение жукеев. Этим он привел в восторг Альбертину. Но посмотреть на модисток я мог, только вернувшись с курорта в Париже, а на скачки и гонки в Бальбеке, но уже на будущий год. В Бальбеке исчезли даже яхты с женщинами в белых линоновых платьях. Мы часто встречали сестер Блок, и с того дня, когда я обедал у их отца, я не мог им не кланяться. Мои приятельницы были с ними незнакомы. «Мне не позволяют водиться с израильтянками», говорила Альбертина. «Уже самая манера произносить «израильтянки» вместо «израильтянки» указывала, даже если вы и не слышали начала фразы, на то, что для симпатии к избранному народу нет места в душе этих юных буржуазок из благочестивых семей, этих девушек, которые, по всей вероятности, были убеждены, что евреи режут христианских детей. «Вообще, ваши приятельницы мерзость», говорила мне Андре, с улыбкой свидетельствовавшей о том, что она и не думает считать их моими приятельницами. «Как и все, что принадлежит к их племени», поучающим тоном знатока прибавляла Альбертина. Сказать по совести сестры Блока расфуфыренные и в то же время полураздетые, томные, нахальные, щеголихие и неряхи, особенно приятного впечатления не производили. А одна из их родственниц, пятнадцатилетняя девчонка, возмущала казино своим афишированным обожанием мудмозель Лилии, чей талант высоко ставил Блока отец, и у кого наибольшим успехом пользовались не мужчины. Кое-когда мы пили чай в ближайших фермах-ресторанах. Рестораны эти назывались Дезекор, Мария Терезе, Геоландский Крест, Шуточка, Калифорния, Мария Антуанетта. Этот последний сделался излюбленным рестораном стайки. Но иногда, вместо того, чтобы идти в ресторан, мы поднимались на вершину скалы и, усевшись на траве, развязывали пакет с сэндвичами и пирожками. Мои приятельницы больше любили сэндвичи и удивлялись, что я довольствуюсь куском шоколадного торта, украшенного готическим узором из сахара, или пирожком с абрикосом и вареньем. Дело в том, что сэндвичи с честером или салатом, пища невежественная, новая, и мне не о чем было с ними говорить. Зато шоколадный торт был сведущ, пирожки словоохотливый, торт был безвкусен, как сливки, а в пирожках ощущалась свежесть плодов, много знавшая о комбре, о жильберте, и не только о камбрейской жильберте, но и о парижской, на чаепитиях, у которой я их опять нашел. Они напоминали мне о десертных тарелочках с рисунками, изображавшими сцены из «Тысячи и одной ночи», сюжеты которых развлекали тетю Леонию, когда Франсуаза приносила ей то Аладдина или волшебную лампу, то Али-Бабу, то спящего наяву, то Синдбада морехода, грузящего все свои богатства на корабль в Бассори. Мне хотелось увидеть их снова, но бабушка не знала, куда они делись, а кроме того, для нее это были самые обыкновенные тарелки, купленные где-нибудь там. Мне же они были дороги тем, что и самые тарелки, и разноцветные рисунки на них были вделаны в серый шампанский комбре, как в темную церковь, в витражи с их самоцветной игрой, как в сумрак моей комнаты, проекция волшебного фонаря, как в открывающейся из окон вокзала из полотна местной железной дороги вид индийские лютики и персидская сирень, как старинный китайский фарфор моей двоюродной бабушки в ее мрачное жилище, жилище старой провинциалки. Лежа на скале я видел перед собой только луга, а над ними не семь небес из христианской физики, а всего только два, одно над другим, потемнее, облако моря, наверху побледней. Мы лакомились, а если я захватывала с собой вещичку, которую могла доставить удовольствие той или иной моей приятельнице, радость такой внезапной стремительностью переполняла их почти прозрачные лица, мгновенно налевшие, что у губ не доставалось сил сдержать ее, и чтобы дать ей вылиться, их размыкал смех. Девушки обступали меня, и между их головками, не прижимавшимися одна к другой, разделявший их воздух, прокладывал лазурные тропинки. Так садовник оставляет прогалинку, чтобы легче было двигаться среди розовых кустов. Когда запасы наши истощались, мы играли в игры, которые до встречи с девушками казались бы мне скучными, иногда в совсем детские, вроде «Башня, берегись!» или «Кто первый засмеется?», но которые теперь я не променял бы и на царский престол. Заря молодости, еще полыхавшая на лицах девушек и уже угасшая для меня, все перед ними освещала и, как на примитивых воздушных тонов, вырисовывала на золотом фоне что-нибудь наименее важное из их жизни. Лица девушек почти все сливались в неярком багрянце зари, сквозь которые подлинные их черты еще не успели пробиться. виден был только прелестный колорит, сквозь который то, что должно было стать профилем, еще не различалось. В теперешнем профиле не было ничего определенного, он мог заключать в себе лишь скоро приходящее сходство с кем-нибудь из покойных членов семьи, которому природа оказала посмертную эту любезность. Скоро, скоро приходит час, когда больше уже нечего ждать, когда тело сковывает неподвижность, не сулящая никаких неожиданностей, когда теряешь всякую надежду при виде того, как точно сухие листья с деревьев в разгар лета с еще молодых голов падают или седеют волосы. А на до того кратковременно это солнечное утро, что начинаешь любить лишь очень молодых девушек, плоть которых еще только-только подходят, как прекрасное тесто. Девушки, это тягучая масса, поминутно разминаемая мимолетным впечатлением, которому они подчиняются. Про любую из них можно сказать, что она то статуэтка веселья, то статуэтка юной серьезности, то статуэтка ласковости, то статуэтка удивления, и все эти статуэтки лепят какое-нибудь выражение лица, бесхитростное, цельное, но мгновенное. С этой пластичностью связано то, что девушка всякий раз по-особому чарует нас милым своим вниманием. Конечно, это должно быть присуще не только девушке, но и женщине, и та, которой мы не нравимся, и та, которая не подает вида, что мы ей нравимся, является нашему взору чем-то уныло-однообразным. Когда женщина достигает известного возраста, знаки ее расположения уже не вызывают легкой зыби у нее на лице, окаменевшим от борьбы за существование, раз навсегда принявшим воинственное или восторженное выражение. Одно из женских лиц в силу вечной покорности жены-мужу скорее напоминает лицо солдата, другое, изваянное теми повседневными жертвами, какие мать приносит ради детей, это лицо апостола. Еще одно лицо после многих испытаний и гроз становится лицом морского волка, и только одежда указывает на то, что это женщина. Конечно, если мы любим женщину, то ее предупредительность по отношению к нам еще способна по-новому волновать нас, пока мы с ней, но в ней самой мы не находим каждый раз другую женщину. Веселость это всего лишь оболочка ее не меняющегося лица. Но предшествует окончательному этому застыванию молодость, и вот от того-то близость девушек действует на нас так же освежающе, как зрелище все время меняющихся, беспрестанно сталкивающихся форм, похожее на непрерывное возрождение первооснов природы, какое мы наблюдаем, стоя у моря. Не только светским приемом или прогулкой с маркизой Девиль-Порези пожертвовал бы я ради того, чтобы поиграть в веревочку или в загадки с моими приятельницами. Несколько раз Робер де Сен-Лу извещал меня, что, так как я все не еду к нему в Донсьер, он намерен попросить отпуск на сутки и приехать в Бальбек. Всякий раз я писал ему, чтобы он не приезжал, и в качестве уважительной причины выставлял то, что именно в этот день мне будто бы необходимо вместе с бабушкой по семейным обстоятельствам куда-нибудь поблизости отлучиться. Можно не сомневаться, что он подумал обо мне плохо, узнав от своей тетки, что это за семейные обстоятельства, и кто такие те, которые в подобных случаях играли роль бабушки. И все-таки я, пожалуй, был прав, жертвуя не только светскими развлечениями, но и утехами дружбы ради блаженства провести целый день в этом саду. У кого есть возможность жить для себя, правда, это художники, а я давно убедил себя, что никогда не буду художником, тот должен жить для себя. Между тем, дружба есть освобождение от этого долга, самоотречение. Даже собеседование, один из способов выразить дружеские чувства, пустая болтовня, ничем нас не обогащающая. Мы можем проговорить всю жизнь, и это будет всего лишь бесконечное повторение ничем не наполненного мгновения. Между тем, как, когда мы заняты уединенным трудом художественного творчества, мысль идёт вглубь, а это единственный путь, который нам не заказан, по которому мы, правда, с немалым трудом, движемся вперёд к истине. А дружба мало того, что бесполезна, как собеседование, она нам вредна. Вредна, потому что ощущение скуки, которое не могут не испытывать в обществе друга, то есть оставаясь на поверхности самих себя, вместо того, чтобы идти путём открытий вглубь, те из нас, для кого закон развития, закон чисто внутренний, это ощущение скуки, когда мы опять остаёмся одни, дружба уговаривает нас притупить, она заставляет нас с волнением вспоминать слова друга, принимать их как драгоценный дар, хотя мы не здания, каменные стены которых можно утолщать снаружи, а деревья, которые добывают из своего сока каждое новое колено ствола, верхний ярус листвы. Я лгал самому себе, я перестал развиваться в том направлении, в каком действительно мог расти и быть счастливым, как в ту пору, когда я гордился тем, что меня любят, мной восхищается такой хороший, такой умный, такой тонкий человек, как Сен-Лу, когда я раздумывал не над моими неясными впечатлениями, в которых мне стоило бы разобраться, а над словами моего друга, в которых, повторяя их, заставляя их повторять второе я, которое живет в нас и на которое мы всегда с таким удовольствием перекладываем бремя размышлений, я старался найти красоту, резко отличающуюся от той, какую я искал молча, когда бывал в самом деле один, но именно благодаря этой красоте в моих глазах приобрели бы большую ценность и Робер, и я сам, и моя жизнь. В той жизни, которую создавал для меня такой друг, как Робер, я чувствовал, что я бережно укрыт от одиночества, что я великодушно стремлюсь пожертвовать собой ради друга, короче, что я не способен к самовыявлению. В обществе девушек, наоборот, испытываемое мною наслаждение было эгоистично, но зато, по крайней мере, не основывалось на лжи, которая тщится убедить нас, что мы небезысходно одиноки, и которая, когда мы с кем-нибудь беседуем, не позволяет нам признаться самим себе, что это уже не мы говорим, что мы подгоняем себя под чужой образец, а не под свой собственный, разнящийся от всех прочих. Мои беседы с девушками из стайки были неинтересны, да к тому же еще не многословны, так как я перебивал их долгим молчанием. Это не мешало мне, когда они со мной говорили с таким же удовольствием, с каким я на них смотрел, открывать в голосе каждой девушки яркую картину. Их щебет доставлял наслаждение, радовал мой слух. Любовь помогает распознавать, различать. В лесу любитель птичьего пения без труда узнает голос каждой птицы, а для невежды все птичьи голоса звучат одинаково. Любитель девушек знает, что человеческие голоса еще разнообразнее. В любом голосе больше нот, чем в самом сложном музыкальном инструменте. И число звукосочетаний в человеческом голосе столь же несметно, как неисчерпаемо разнообразие личностей. Когда я разговаривал с какой-нибудь моей приятельницей, я отдавал себе отчет в том, что неповторимый, в своем роде единственный портрет ее личности нарочно для меня искусно нарисован, неумолимо навязан мне как игрой ее голоса, так и игрой ее лица, и что два эти зрелища отображают каждой в своей плоскости одну и ту же особую реальность. Разумеется, и голос, и внешний облик еще не окончательно установились. Голос еще будет ломаться, лицо изменится. У детей есть железа, выделяющая вещество, которое помогает им переваривать молоко, а у взрослых ее нет. Так и в щебете девушек были ноты, которых нет у женщин. И на этом более многозвучном инструменте они играли губами с той старательностью, с тем усердием ангелочков-музыкантов Беллини, с каким играют только в юности. Ангелочков-музыкантов Беллини. Речь идет о фигурах ангелов, трубящих в трубы, на картинах венецианского художника Джентили Беллини 1429-1507. С годами девушки утратят интонацию вдохновенной убежденности, придававшую очарование самым простым вещам, как, например, когда Альбертина самоуверенно каламбурила, а младшие слушали ее как завороженной, пока на них с неудержимой стремительностью чоха не нападал дикий хохот, или когда Андре заговаривала об их школьных занятиях, еще более детских, чем их игры, поребячий серьезный. И голоса их детонировали, как стихи в древности, когда поэзия еще почти не обособилась от музыки и стихотворение читалось на разных нотах. Так или иначе, в голосах девушек уже отчетливо улавливался пристрастный взгляд этих подростков на жизнь, взгляд до такой степени индивидуальный, что если бы сказать об одной «Ей все шуточки», а другой она обо всем судит безапелляционно, а третий она всегда занимает нерешительно выжидательную позицию, то это было бы слишком общо. Черты нашего лица не более чем жесты, которые в силу привычки приобрели завершенность. Природа, как гибель Помпеи, как метаморфоза, происходящая с куколкой, добивается того, что мы застываем в тот миг, когда делаем привычное движение. Равным образом в наших интонациях содержится наше мировоззрение, все, что человек думает о жизни. Разумеется, эти черты были свойственны не только моим приятельницам, они были свойственны их родителям. Личность погружена в нечто более общее, чем она сама. Надо иметь в виду, что мы наследуем от родителей не только привычные черты лица и характерные для них переливы голоса, но и обороты речи, постоянно ими употребляемые словосочетания, почти столь же неосознанные, как интонация, почти столь же глубокие, и они, как и она, выражают наше отношение к жизни. Правда, иным девушкам некоторые выражения родители не сообщают до известного возраста, обычно, пока они не станут женщинами, они держат их прозапас. Так, например, когда разговор шел о картинах одного из друзей Эльстира, Андрея, ходивший еще с распущенными волосами, пока что не могла пользоваться выражением, какое употребляли ее мать и замужняя сестра. Должно быть, он прелестный мужчина, но это придет, как только ей позволят ходить в поле-рояль. А вот Альбертина с малых лет говорила, как хорошая знакомая ее тетки. По-моему, это страшновато. Еще ее одарили привычкой переспрашивать. Этим она подчеркивала, что ее интересует то, о чем идет речь, и что она пытается составить свое собственное мнение. Если при ней говорили, что такой-то художник хорош, или же что у него красивый дом, она переспрашивала. Ах, так он хороший художник? Ах, так дом у него красивый! Наконец, еще более общим, чем доставшееся им наследство, был сок их родного края, придававший особое звучание голосам и вспаивавший интонации. Когда Андре резко брала низкую ноту, то она ничего не могла поделать с перегорской струной голосового своего инструмента, чтобы она не издала певучего звука, к тому же поразительно гармонировавшего с южной правильностью ее черт. А вечным проказом розамунды соответствовали северный тип ее лица и северный ее голос, а также особенности говора ее родного края. Между родным краем девушки и ее темпераментом, управлявшим модуляциями голоса, мне слышался чудесный диалог. Диалог, но не спор. Ни одна из модуляций не отчуждала девушку от родины. Девушка все еще представляла собой свою родину. Надо заметить, что действия местных богатств на дарование, которые пользуются ими и которые они укрепляют, не уменьшают оригинальности его произведений. И будь то произведение зодчего, краснодеревщика или композитора, оно не менее добросовестно отражает тончайшие черты индивидуальности художника от того, что ему пришлось поработать над санлинским жерновым камнем или над страсбургским красным песчаником, от того, что он не тронул особой узловатости ясеня, от того, что когда он писал музыку, то принял в расчет ресурсы и пределы звучности, принял в расчет возможности флейты и альта. Я это понимал, хотя мы так мало разговаривали между собой. Маркизи Девиль Порези или Сен-Лу, я сказал бы, что получил от встреч с ними большое удовольствие, тогда как на самом деле оно было совсем не так велико, потому что простившись с ними, я чувствовал себя усталым, а когда я лежал на пляже с девушками, полнота испытываемых мною чувств с лихвой вознаграждала меня за бессодержательность, за скупость наших речей и переплескивала через мою неповоротливость и не словоохотливость волны счастья, шум которых затихал около этих молодых роз. Выздоравливающий, который целые дни проводит в саду, не с такой остротой ощущает пропитанность множества мелочей, из которых складывается его досуг, запахом цветов и плодов, с какой я, глядя на девушек, различал их краски и ароматы, нежность которых вливалась потом в меня. Так виноград становится сладким на солнце. И своими длительной непрерывностью эти радости такие простые вызывали у меня, как у тех, кто все время лежит у моря, дышит солью, загорает ощущение расслабленности, вызывали на лицо блаженную улыбку, вызывали какую-то ослепленность вплоть до помутнения в глазах. Иной раз от чего-нибудь от радного знака внимания по всему моему телу пробегала дрожь, и эта дрожь умоляла на время мое влечение к другим. Так однажды Альбертина спросила, у кого есть карандаш? Андре дала ей карандаш, Розамонда бумагу. Альбертина же им сказала, старушонки, подсматривать запрещается. Держа бумагу на коленях, она старалась писать как можно разборчивее, затем дала мне записку и сказала, только чтобы никто не видел. Я развернул записку и прочел. Вы мне нравитесь. Вместо того, чтобы писать чепуху, внезапно повернувшись с важным и властным видом к Андре и Розамонде, воскликнула она, мне бы надо было показать вам письмо от Жизели, я его получила с утренней почтой. Эка я дура, таскаю его в кармане, а ведь оно может быть нам очень полезно. Жизель сочла своим долгом прислать подруге с тем, чтобы она показала другим сочинение, которое она написала на выпускном экзамене. Трудность двух тем, предложенных на выбор Жизели, превзошла опасения Альбертины. Одна из них была такая. Софокл пишет из ада Рассину, чтобы утешить его в связи с провалом Гафалии. Другая, что госпожа де Севинье могла бы написать госпоже де Лафайет о том, как она жалела, что ее не было на первом представлении Эсфири. В связи с провалом Гафалии эта трагедия Рассины ставилась в 1690 и в 1702 годах и обе постановки были неудачны. Эсфирь «Трагедия Рассина», первое представление которой состоялось 26 января 1689 года в Сен-Сири. Госпожа де Севинье подробно описала эту премьеру в письмах к дочери. Так вот, Жизель, решив блеснуть и умилить экзаменаторов, выбрала первую тему, более трудную. Написала замечательно, и ей поставили 14, да еще экзаменационная комиссия поздравила ее. Она получила бы общую оценку очень хорошо, если б не срезалась на экзамене по испанскому языку. Сочинение, копию которого прислала Жизель, Альбертина нам тут же и прочитала. Ей предстоял такой же экзамен, и она интересовалась мнением Андре, потому что Андре знала гораздо больше их всех вместе взятых и могла поднатаскать ее. Ей здорово повезло, заметила Альбертина. Как раз над этой темой она корпилась здесь с учительницей французского языка. Письмо, которое Жизель написала Рассину от имени Сафокова начиналось так. Дорогой друг, прошу меня извинить за то, что я вам пишу, не имея чести быть лично с вами знаком, но ваша новая трагедия Гафалия свидетельствует о том, что вы в совершенстве изучили мои скромные творения. Вы не только заставили говорить стихами протагонистов, то есть главных действующих лиц, но сочинили стихи, стихи прекрасные, говорю вам это без всякой лести, и для хоров, которые, по мнению многих, были неплохи в греческой трагедии, но которые для Франции явились чем-то совершенно новым. Кроме того, ваш талант такой свободный, такой изящный, такой пленительный, такой настоящий, такой легкий, достигает здесь необычайной мощи, перед которой я преклоняюсь. Даже ваш соперник Корнель не мог бы лучше очертить Гафалию и Одая. Характер сильный, интрига проста и занимательна. Пружиной в вашей трагедии служит нелюбовь, и, на мой взгляд, в этом состоит ее громадное достоинство. Изречения, пользующиеся наибольшей известностью, не всегда являются самыми верными. Вот вам пример. Кто страсть любовную живописать сумеет, сердцами нашими уж верно завладеет. Вы же доказали, что религиозное чувство, которым преисполнены ваши хоры, действует так же сильно. Широкую публику выбыть может привели в недоумение, однако настоящие знатоки отдают вам должное. Итак, поздравляю вас, дорогой собрат, и пользуюсь случаем, чтобы выразить вам свои лучшие чувства. Пока Альбертина читала сочинение, глаза у нее блестели. Наверное, сдуло, воскликнула она, кончив читать. Никогда не поверю, что все это сама Жизель придумала, да еще стихи. У кого же это она подтибрила? От восхищения, вызванного, впрочем, уже не сочинением Жизели, но еще усилившегося, равно как и от напряжения, у Альбертины глаза на лоб лезли, когда она слушала Андре, которая обратилась за разъяснениями, как самый старший и самый знающий, а та, заговорив о работе Жизели с легкой иронией, затем, нарочито небрежным тоном, хотя чувство, что говорит она вполне серьезно, принялась переделывать сочинение. Написано недурно, сказала Андре Альбертини. Но будь я на твоем месте, если бы мне дали такую тему, а это может случиться, ее задают очень часто, я бы сделала по-другому. Я взялась бы за нее вот как. Прежде всего, на месте Жизели я бы не кинулась в омут головой, а набросала бы на отдельном листочке план. Сначала постановка вопроса и изложения, потом общие мысли, которые необходимо развить в сочинении, наконец, оценка, слог, заключение. Имея план, ты с пути не собьешься. Уже в экспозиции или, если хочешь, Титина, поскольку это письмо во вступлении, Жизель дала маху. Человеку, жившему в семнадцатом столетии, Софокл не мог бы написать «Дорогой друг». Правда, правда, ей надо было написать «Дорогой Рассин», подхватила Альбертина, «Так было бы гораздо лучше». «Нет», чуть-чуть насмешливо возразила Андре. Обращение должно было быть такое «Милостивый государь». И в конце ей надо было написать что-нибудь вроде «С глубочайшим почтением имею честь быть милостивый государь, в крайнем случае милостивый государь мой, вашим покорнейшим слугою». Потом Жизель утверждает, что хоры Гафалии новость. Она забыла и в сфере еще две трагедии, они мало известны, но именно в этом году их разбирал учитель, это его конек. Назови их и можешь считать, что выдержала. Это еврейки Робера Гарнье и Аман Монкритьена. Еврейки Робера Гарнье Пьеса французского драматурга Эпохи Возрождения Робера Гарнье 1534-1590 Поставленная в 1583 году. Написанная на библейский сюжет, эта трагедия широко использует приемы античной драматургии, хоры и тому подобное. Аман Трагедия Антуана де Монкритьена около 1575-1681 написанная в 1601 на библейский сюжет. Назвав эти две пьесы, Андре не могла сдержать чувство благожелательного превосходства, отразившегося в ее улыбке, довольно, впрочем, ласковой. Альбертина возликовала. «Андре, ты чудо!» — воскликнула она. «Напиши мне эти два заглавия!» «Представляешь себе, какой у меня будет козырь, если мне достанется этот вопрос, даже на устном. Я их назову и всех ошарашу!» Однако потом, когда Альбертина обращалась к своей образованной подруге с просьбой сказать еще раз, как называются эти пьесы, потому что я хотела записать название, Андре уверяла, что они вылетели у нее из головы и больше о них не заговаривала. Дальше продолжала Андре с едва уловимым презрением к своим товаркам, на которых она смотрела как на детей, довольная вместе с тем, что ею восхищаются, и сама того не желая увлекшееся сочинением. Софокол в аду должен быть хорошо осведомлен. Следовательно, ему должно быть известно, что Гафалию давали не для широкой публики, а для короля солнца и нескольких приближенных. Об успехе у знатоков у Жизели сказано неплохо, но нуждается в дополнении. Бессмертный Софокол вполне может обладать даром пророчества и предвозвестить мнение Вольтера, что Гафалия это не только великое произведение Рассина, но и человеческого гения вообще. Мнение Вольтера Прус приводит мысль Вольтера из его рассуждения о древней и новой трагедии 1748 Альбертина впивала каждое ее слово, глаза у нее горели, и она с глубочайшим возмущением отвергла предложение Розамунда поиграть. Наконец, снова заговорила Андре, все так же бесстрастно, непринужденно, слегка насмешливо и вместе с тем достаточно убежденно. Если бы Жизель записала для себя те общие мысли, которые ей следует развить, она, пожалуй, пришла бы к тому же, что сделала бы на ее месте я, то есть показала бы разницу между религиозным духом хоров Софокла и хоров Я заставила бы Софокла заметить, что хотя хоры у Россина проникнуты религиозным чувством, как и хоры в греческой трагедии, но боги здесь и там разные. Бог Иодая ничего общего не имеет с богом Софокла. И в конце сам собой напрашивается вывод. То, что верование различной не имеет никакого значения. Софокл постеснялся бы на этом настаивать, он побоялся бы оскорбить чувства Россина и предпочел бы, сказав несколько слов об его наставниках и спор Рояля, с особой похвалой отозваться о той возвышенности, какой отличается поэтический дар его соревнователя. От восторга и от напряжения на лице у Альбертины выступили крупные капли пота. Андре хранила все тот же улыбчиво равнодушный вид, вид дэнди женского пола. А еще хорошо бы привести отзывы знаменитых критиков, заметила она до начала игры. Да, согласилась Альбертина, мне говорили, вообще считаются наиболее важными мнения Сент-Беова и Мерле, правда? Сент-Беов о России неизвестный французский критик Шар-Агюст Сент-Беов 1804-1869 подробно пишет в своей работе Пор-Рояль 1840-1848 а также в ряде статей. Мерле Густав 1828-1891 влиятельный в свое время литературовед и литературный критик. Да, пожалуй, заметила Андре, но потом отказалась, невзирая на мольбы Альбертины, записать еще две фамилии Мерле и Сент-Беов. Это неплохо, но главное Дель Тур и Гаск-де-Фосе. Дель Тур Никола Феликс 1822-1904 Французский историк, его работа «Враги Россины» вышла в 1859 году. Гаск-де-Фосе популярный в свое время автор пособий для сдающих экзамены названия бакалавра. Эти пособия выдержали много изданий в 1886-1909 годах. А я в это время думал о листке из блокнота, который мне дала Альбертина «Вы мне нравитесь». И через час, спускаясь по дороге слишком крутой для меня к Бальбеку, я говорил себе, что роман у меня будет с ней. Состояние, характеризуемое рядом примет, по которому мы обыкновенно догадываемся, что мы влюблены, как, например, мое распоряжение в отеле будить меня только если придет кто-нибудь из девушек, сердцебиение, мучившее меня, когда я их ждал, безразлично кого именно, бешенство, в какое я впадал, если в день их прихода не мог найти парикмахера, чтобы побриться, из-за чего я вынужден был в неприглядном виде предстать перед Альбертиной, Розамунду или Андре. Конечно, подобное состояние, вновь и вновь появляясь то из-за одной, то из-за другой, также отличается от того, что мы называем любовью, как отличается человеческая жизнь, от жизни зоофитов, существование, индивидуальности которых, если можно так выразиться, распределяется между разными организмами. Но естественная история учит нас, что у животных такие явления наблюдаются, и что, хотя мы опередили животных, правда, ненамного, тем не менее, наша жизнь служит подтверждением того, что состояния, о которых мы раньше не подозревали, но которых нам не избежать, пусть даже они потом пройдут, действительно существует. Таким было для меня состояние влюбленности, делившееся на нескольких девушек. Делившееся, или, вернее, не делившееся, так как чаще всего меня восхищало в отрыве от остального мира, становилось для меня такой драгоценной, что надежда на завтрашнюю с ней встречу оказывалась самой большой радостью моей жизни, вся группа девушек вместе с полднем на скалах, вместе с полоской травы, где несколько часов нежились Альберта, Розамунда и Андре, лица которых так волновали мое воображение. И я затруднился бы ответить на вопрос, из-за кого мне так дороги эти места, кого из них мне больше хочется полюбить. В начале любви, как и в конце ее, мы не всецело поглощены предметом нашей любви, точнее, желание любить, откуда она вырастает, а впоследствии воспоминания о ней, с наслаждением путешествует по стране взаимозаменяемых блаженств, блаженств, доставляемых нам иногда просто-напросто природой, лакомством, жильем, действующих заодно, так что это наше желание во владениях любого из них не чувствует себя на чужбении. Притом я в присутствии девушек еще не испытывал пресыщения, порождаемого привычкой, а потому не утратил способности видеть их, иначе говоря, каждый раз при виде их приходить в глубокое изумление. Понятно, отчасти это изумление зависит от того, что женщина являет нам тогда новый облик, но до чего же многолика всякая женщина, до чего разнообразны черты ее лица и линии тела, из которых лишь очень немногие, когда этой женщины с нами нет, тотчас всплывают в нашей простодушно-самоуправной памяти. Так как воспоминание выбирает какую-нибудь одну поразившую нас особенность, выделяет ее, преувеличивает, превращая женщину, показавшуюся нам высокой, в этюд, на котором ее рост беспределен, а женщину, явившуюся нашим глазам румяной и белокурой, в чистейшую гармонию розового и золотого. То едва лишь эта женщина вновь предстает перед нами, все прочие ее свойства, свойства забытые, восстановив равновесие, обступают нас всей своей слитной многосложностью, уменьшая рост, притушая розовость, заменяя то единственное, чего мы в ней ищем, другими особенностями. И тут память нам подсказывает, что мы обратили на них внимание еще при первой встрече, а теперь мы недоумеваем, почему же они явились для нас неожиданностью. Мы напрягаем память, мы идем навстречу павлину, а перед нами снегирь. И это неизбежное изумление не одиноко. С ним существует другое, возникающее тоже из различия, но не между стилизованными воспоминаниями и действительностью, а между женщиной, которую мы видели прошлый раз, и той, которая предстала перед нами сегодня в ином ракурсе и показала новый свой облик. Воистину, лицо человеческое подобно божественному лику из Восточной Теогонии. Это целая гроздь лиц, которые находятся в разных плоскостях и которые нельзя увидеть одновременно. Однако главным образом наше изумление объясняется тем, что женщина показывает нам и одно и то же лицо. Нам требуется такое громадное усилие для воссоздания того, что не суть мы, хотя бы вкуса плода, что только-только получив впечатление, мы незаметно для себя уже начинаем спускаться по откосу воспоминаний и, разумеется, не отдавая себе в этом отчета, немного погодя, оказываемся очень далеко от пережитого. Следовательно, всякая новая встреча представляет собой нечто вроде восстановления нашего правильного представления. Но вспомнить человека значит в сущности забывать его, и если мы и вспоминаем виденное, то только в этом смысле. А пока еще мы не утратили умение видеть, мы узнаем забытую черту в тот миг, когда она предстает перед нами. Мы вынуждены выпрямлять покривившуюся линию, и вот почему беспрестанное и животворное изумление, благодаря которому ежедневные встречи с девушками у моря оказывались для меня такими целительными и успокаивающими, рождалось не только из открытий, но и из припоминаний. Прибавьте к этому волнение, связанное с тем, как много значили для меня эти встречи, и всякий раз не вполне соответствовавшие моим ожиданиям, чем обусловливало сходство надежды на будущую встречу не с уже исчезнувшей надеждой, но еще с трепетным воспоминанием о последнем разговоре. И тогда вам легко представить, какой резкий толчок давала моим мыслям каждая прогулка. Двигались же мои мысли совсем не в том направлении, какое я для них намечал на свежую голову, сидя один у себя в номере. Когда я возвращался к себе, напоминая улей, жужжащие растревожившими меня и долго еще потом звучавшими во мне словами, то намеченный мною путь был уже забыт и разрушен. Всякое существо гибнет, как только мы перестаем видеть его. Затем последующее его появление это уже новое создание, отличающееся, если не от всех, то по крайней мере от предыдущего. Два таких создания это уже разнообразие, хотя бы и минимальное. Если нам запомнится решительный взгляд, выражение отваги, то при следующей встрече мы будем неминуемо удивлены, более того, почти исключительно потрясены, словно бы тонным профилем, какой-то особенной задумчивой мягкостью, тем, что не отложилось в нашей памяти прошлый раз. Именно при сопоставлении воспоминания с новой действительностью выявится наше разочарование или удивление. Именно это сопоставление откроет перед нами подлинную действительность, указав нам на провалы в нашей памяти. И теперь уже черты лица, в прошлый раз незамеченные, и именно поэтому особенно нас поражающие на этот раз, особенно реальные, особенно тщательно исправленные, явятся предметом наших дум и воспоминаний. Томный овальный профиль, мягкое выражение, вот что нам захочется увидеть вновь. И в следующий раз все волевое, что есть в пронизывающем взгляде, остром носе, сжатых губах, уничтожит разрыв между нашей мечтой и предметом, который она себе нарисовала неверно. Само собой, разумеется, устойчивость первых впечатлений, впечатлений чисто внешних, которые создавались у меня при каждой встрече с моими приятельницами, была связана не только с обличьем, ведь я же, как известно, был особенно чуток к их голосам, еще сильнее, пожалуй, меня волновавшим. В голосе есть не только особая, чувственно воспринимаемая поверхность, как в обличии, голос является частью той бездонной пропасти, от которой становятся такими головокружительными, безнадежные поцелуи, к напоминавшему единственный в своем роде звук какого-то маленького инструмента звуку их голосов, в которые каждая девушка вкладывала всю себя и который составлял отличительную ее особенность. Проведенная в одном из этих голосов какой-нибудь модуляции борозда, мной позабытая, поражала меня своей глубиной, когда я о ней вспоминал. Таким образом, поправки, которые я при каждой новой встрече вынужден был вносить, чтобы составить наиточнейшее представление, это были поправки настройщика, учителя пения и рисовальщика. Что же касается гармонического единства, где с недавнего времени, благодаря тому, что каждая девушка сопротивлялась стремлению к господству, какое обнаруживали другие, сливались волны чувств, которые поднимали во мне эти девушки, то оно было нарушено в пользу Альбертины в один из тех дней, когда мы играли в веревочку. Это было в лесочке, росшем на скале. Стоя между двумя девушками, которые не принадлежали к стайке и которых стайка привела сюда, чтобы сегодня нас было больше, я с завистью смотрел на соседа Альбертины, молодого человека, и думал, что если б я стоял там, где он, я мог бы дотрагиваться до руки моей приятельницы в течение тех нежданных мгновений, которые, быть может, не повторяться и которые могли бы завести меня очень далеко. Даже само по себе, вне зависимости от последствий, какие оно, несомненно, повлекло бы за собой, прикосновение к руке Альбертины было бы для меня счастьем. Не то, чтобы я не видел рук красивее, чем у Альбертины. Если даже не выходить за пределы ближайшего ее окружения, руки Андре, худые и значительно более тонкие, жили как бы своей особой жизнью, подчиняющейся этой девушке и в то же время самостоятельной. И часто они вытягивались передо мной точно породистые борзые, то в эстоме, то подолгу мечтая с внезапными змеинными извивами, так что недаром Эльстир написал несколько этюдов ее рук. И на одном из них, на котором Андре грела руки у огня, освещение придавало им золотистую прозрачность осенних листьев. А руки Альбертины, полнее, чем у Андре, на мгновение сдавались, но зато потом сопротивлялись руке, которая их пожимала, и от этого возникало совершенно особенное ощущение. В рукопожатии Альбертины было что-то от чувственной ласки, как бы находившей в себе соответствие в лиловато-розовом цвете ее кожи. Рукопожатие помогало вам проникнуть в эту девушку, вглубь ее чувств, подобно звонкому ее смеху, неприличному, как воркование или как иные вскрики. Она принадлежала к числу женщин, чьи руки мы пожимаем с наслаждением и с благодарностью цивилизации за то, что она превратила рукопожатие в действие, дозволенное встречающимся юношам и девушкам. Если б условные правила приличия заменили пожатие рук другим движением, я бы целыми днями смотрел на недоступные руки Альбертины с не менее страстным желанием прикоснуться к ним, чем желание ощутить вкус ее щек. Но в наслаждении долго держать ее руку в своей, если б я был ее соседом в игре в веревочку, я предугадывал не только само это наслаждение, сколько признаний, сколько слов, не высказанных из-за моей несмелости, мог бы я доверить иным рукопожатиям, а как бы легко было ей ответными пожатиями убедить меня в том, что я пользуюсь взаимностью, ведь это уже сообщничество, ведь это уже начало сближения. моя любовь могла бы продвинуться дальше за несколько мгновений, проведенных рядом с ней, чем за все время нашего с ней знакомства. Я чувствовал, что наша игра скоро прервется, что она вот-вот кончится, ведь долго играть мы в нее не будем, а когда ей придет конец, то будет поздно, и мне не стоялось на месте. Я нарочно не сделал никакой попытки удержать в своих руках кольцо, встал в круг и притворился, будто не замечая, как оно движется, хотя на самом деле следил за ним, пока оно не оказалось в руке соседа Альбертины, а та разрумянилась, оживленная весельем игры, и хохотала до упаду. А ведь мы как раз в дивном лесу, показывая на обступившие нас деревья, молвила Андре с улыбкой во взгляде, предназначавшимся мне одному, брошенным как бы поверх играющих, точно только мы с ней и способны были раздвоиться и сказать по поводу игры что-нибудь поэтичное. В своей утонченности она дошла до того, что, правда, без особого желания, пропела «В этом лесе пробежал хорек, в этом дивном лесе пробежал хорек». И напомнила этим людей, которые непременно устраивают в Трианоне гулянье во вкусе Людовика XVI, или находят особенно остроумным спеть песенку в той обстановке, которая там описана. В этом лесе пробежал хорек, начало популярной французской детской песенки-считалки. Если бы у меня было время подумать, я, наверное, огорчился бы, так как подобная материализация была бы мне неприятна. Но мои мысли были заняты совсем другим. Играющие дивились моей неловкости, как это я до сих пор не сумел схватить кольцо. А я смотрел на Альбертину, такую красивую, такую ко всему безразличную, такую веселую, не предвидевшую, что она станет моей соседкой, как только я, наконец, выхвачу кольцо благодаря уловке, о которой она не подозревала, и которая, если бы она узнала о ней, возмутила бы ее. В пылу игры длинные волосы Альбертины растрепались, и завитками, падая на ее щеки, темную своей сухостью, еще яснее означали их розовость. «У вас косы, как у Лауры Дианти и Леоноры Гвенской, и той ее родственницы по нисходящей линии, которая так нравилась Шатебриану, вам бы шло, если бы волосы у вас всегда чуть-чуть свисали. Чтобы быть поближе к Альбертине, сказал я ей на ухо. То и ее родственницы по нисходящей линии, которой так нравилась Шатебриану, просто имеют в виду маркиза де Кюстин, возлюбленную Шатебрианой. Однако маркиза де Кюстин была родственницей не Леоноры Аквитанской, а Маргариты Провансальской, жены французского короля Людовика IX. Тут кольцо перешло к ее соседу. Я бросился резким движением разжал ему кулаки, выхватил кольцо, и тогда он встал на место мое в середине круга, а я занял его место рядом с Альбертиной. За несколько минут до этого я завидовал молодому человеку, глядя, как его руки скользят по веревочке и все время встречаются с руками Альбертины. Теперь пришла моя очередь, но я от робости не стремился к этому прикосновению, от волнений не наслаждался им и только чувствовал, как колотится и как болит у меня сердце. На мгновение Альбертины с хитрым видом повернулась ко мне своим полным и румяным лицом, давая понять, что кольцо у нее, и отвлекая мое внимание от веревочки, чтобы я не видел, где сейчас кольцо. Я сразу догадался, что многозначительные взгляды Альбертины это тоже уловка, и все-таки меня взволновал мелькнувший у нее в глазах образ, который она создала только в интересах игры, образ некой тайны, сговора, которого на самом деле у нас с ней не было, но который я уже теперь считал возможным и который был бы мне необыкновенно приятен. Радостно возбужденный этой мыслью, я вдруг почувствовал, что рука Альбертины дотрагивается до моей, а ее палец ластясь подлезает под мой палец и одновременно увидел, что она подмигивает мне, но так, чтобы другим это было незаметно. В одно мгновение выкристаллизовывалось множество надежд, до этого таившихся от моего взора. Она пользуется игрой, чтобы дать мне почувствовать, что я ей нравлюсь, подумал я, вознесясь на самые веры блаженства, откуда я, впрочем, слетел, как только услышал, как разъяренная Альбертина говорит мне, да берите же скорее, ведь я вам целый час передаю. С горя я выпустил из рук веревочку, хорек увидел кольцо, бросился на него, я опять должен был встать в круг. И теперь я в отчаянии смотрел на оголтелый хоровод вокруг меня, надо мной шутили все участницы игры, я вынужден был смеяться, хотя мне было совсем не до смеха, а в это время Альбертина продолжала отчитывать меня, если хочешь играть, надо быть внимательным, иначе только других подводишь, не будем больше приглашать его играть, Андре, или он, или я. Андре, не принимавшая горячего участия в игре и продолжавшая напевать песенку про дивный лес, который в подражании ей, но без ее увлеченности подхватил Розамунде, решила положить конец ворчанию Альбертины и, обращаясь ко мне, сказала, вам очень хотелось побывать в Кринье, а мы сейчас в двух шагах оттуда, пока эти сумасбродки беснуются, так как будто им по восемь лет, давайте я проведу вас туда прелестной тропинкой. Андре была со мной необычайно мила, и дорога я поделился с ней своими мыслями о том, что мне нравится в Альбертине. Андре сказала, что она тоже очень любит Альбертину и что Альбертина обворожительна, и все же мои восторги, как видно, не доставили ей удовольствия. Тропинка спускалась в низину, как вдруг меня взяло за сердце воспоминания детства, так что я невольно остановился. По земле стлались зубчатые блестящие листья, и я узнал куст боярышника, увы, отсветшего в конце весны. Меня веял воздух давних богородничных богослужений, воскресных дней, забытых верований и заблуждений. Мне захотелось вдохнуть в себя этот воздух. Я остановился, и Андре, обворожив меня своей догадливостью, предоставила мне возможность поговорить с листьями. Я спросил, как поживают цветы, цветы боярышника, похожие на жизнерадостных девушек, легкомысленных, кокетливых и богомольных. Девушки давно уехали, ответили мне листья. И, быть может, они подумали, что хоть я и выдаю себя за их близкого друга, а об их образе жизни не имею понятия. Друг-то я друг, но такой, который уже сколько лет обещает прийти, а все не приходит. Между тем, подобно тому, как Жильберта была моей первой любовью среди девушек, так цветы боярышника были моей первой любовью среди цветов. Да, я знаю, они уходят в середине июня, сказал я, но мне приятно посмотреть на то место, где они жили. В Комбре они приходили ко мне в комнату, их приводила моя мать, когда я был болен, а потом я с ними встречался вечерами, по субботам, в месяц богородничных богослужений. Здесь они на них бывают? Ну, конечно, их всегда приглашают в храм Дионисия Пустынника, в ближайшую приходскую церковь. А как бы с ними повидаться? Ну, уж это не раньше мая будущего года, но они непременно там будут, они бывают там ежегодно, вот только не знаю, найду ли я туда дорогу? Найдете. Девушки веселые, они не хохочут, только когда поют молитвы, так что вы не заблудитесь, да и потом вы уже в начале тропинки почувствуете их аромат. Я догнал Андре, опять начал хвалить Альбертину. Я был уверен, что Андре передаст мои похвалы Альбертине. Такое упорство я проявлял в ее восхвалении. Но я так никогда и не узнал, дошли ли они до Альбертины. А ведь Андре была куда понятливее в сердечных делах, чем Альбертина, куда тоньше в своей любезности. Каким-нибудь одним взглядом, словом, действием доставить человеку большое удовольствие, воздержаться от суждения, которое может сделать больно, пожертвовать, делая вид, что это вовсе не жертва, часом игры, даже светским приемом, гарден парти, чтобы побыть с тоскующим другом или подругой и этим доказателем, что она предпочитает их скромное общество, суетным забавам, вот в чем обыкновенно выражалась ее чуткость. Но у тех, кто знал ее более или менее близко, складывалось впечатление, что она похожа на тех трусливой героинь, которые умеют подавлять в себе страх, и чья смелость поэтому особенно похвальна. Складывалось впечатление, что в глубине души она совсем не так добра, что она ежеминутно проявляет доброту только в силу своего внутреннего благородства, впечатлительности, великодушного желания прослыть хорошим товарищем. Она наговорила мне так много хорошего о моих отношениях с Альбертиной в будущем, что я проникся уверенностью в ее всемирном содействии. Но, быть может, чисто случайно, она палец о палец не ударила, чтобы сблизить меня с Альбертиной, и сдается мне, что мои усилия влюбить в себя Альбертину, если и не толкали ее подругу на закулисные происки, которые имели бы целью помешать им, а все-таки вызывали у нее недобрые чувства, которые она, впрочем, всячески старалась утаить, и с которым по душевной своей чистоплотности может быть даже боролась. На свойственное Андре внимание к людям даже в мелочах Альбертина была неспособна, и тем не менее я был не уверен, что Андре добра по-настоящему, а вот в подлинной доброте Альбертины я потом убедился. Неизменно проявляя ласковую снисходительность к потрясающему легкомыслию Альбертины, Андре и словами, и улыбками показывала, что она ей друг, да она и вела себя как друг. На моих глазах она каждый день вполне бескорыстно затрачивала больше усилий, чем придворный, на то, чтобы заслужить благоволение государя, на то, чтобы как можно больше уделить Альбертине от своих щедрот, чтобы осчастливить небогатую свою подругу. Она бывала обворожительна в своей мягкости, в каждом своем печальном и нежном слове, когда при ней высказывалось сожаление, что Альбертина бедна, и Андре делала ей в тысячу раз больше услуг, чем какой-нибудь состоятельной подруги. Однако, если кто-нибудь выражал сомнение в том, что Альбертина так уж бедна, едва уловимое облако спускалось на лоб и глаза Андре. Можно было подумать, что она в плохом настроении. А если кто-нибудь договаривался до того, что выдать Альбертину замуж, пожалуй, будет не так трудно, как принято думать, Андре решительно протестовала и почти злобно твердила, увы, нет, ее замуж не выдашь, уж я-то знаю, мне так за нее больно. Даже мне, Андре, единственной из всей стайки, никогда не передавала ничего нелестного, что могло быть с кем-либо сказано за моей спиной. Более того, если я сам себя чернил, она притворялась, что не верит, или так толковала мои слова, что они становились безобидными. Сочетание подобных качеств и называется тактом. Такт это свойство людей, которые перед тем, как нам выйти на поединок, расхваливают нас, да еще прибавляют, что у нас не было повода для вызова, прибавляют для того, чтобы мы сами себе казались еще храбрее, от сознания, что мы проявили храбрость, когда в этом не было прямой необходимости. Эти люди представляют собой противоположность тем, кто при таких же обстоятельствах скажет, вам, наверное, очень не хотелось драться, но, с другой стороны, вы же не могли стерпеть оскорбления, вам нельзя было поступить иначе. Но поскольку во всем есть свои за и против, то удовольствие, или в лучшем случае безразличие, с каким наши друзья передают нам что-нибудь для нас оскорбительное, доказывает, что они не бывают в нашей шкуре, когда нам это пересказывают, и втыкают в нас булавку или нож как в воздушный шар. Искусство же всегда скрывать от нас то нехорошее, что говорят о нашем поведении, или же искусство скрывать свое собственное мнение о нем может служить доказательством, что наши друзья иного рода, друзья тактичные, в высшей степени скрытные. В скрытности ничего противного нет, если только друзья действительно не думают о нас плохо, и если от того, что им о нас говорят, они страдают так же, как страдали бы мы сами. Я полагал, что это как раз относится к Андре, хотя я не был вполне уверен. Мы вышли из лесочка и двинулись по довольно безлюдной извилистой тропе, которую Андре отлично знала. Ну вот, неожиданно обратился она ко мне, это и есть ваш вожделенный тринье, и вам повезло. Именно в этот час и при таком освещении его написал Эльстир. Но я все еще тяжело переживал свое падение во время игры в веревочку с высоты надежд, поэтому я с меньшим наслаждением, нежели то, которого я чаял, вдруг увидел внизу, среди скал, где они укрывались от солнца, морских богинь, которых Эльстир выследил и поймал под темным обрывом, таким же прекрасным, как на картине Леонардо, чудные тени, прячущиеся и таящиеся, быстрые, безмолвные, готовые при каждом новом приливе света скользнуть под камень, спрыгнуть в ямку и мигом, как только лучевая угроза минует, возвращающиеся к утесу, к водорослям, под солнцем, дробителям скал или к потускневшему океану, чью дремоту они, неподвижные легкие стражи, словно оберегают, держась на воде так, что видно их клейкое тело и пристальный взгляд темных очей. Мы догнали других девушек и все вместе пошли домой. Теперь я знал, что люблю Альбертину, но, увы, я не собиралась открывать ей свое сердце. Дело в том, что со времен Елисейских полей мое понятие о любви изменилось, хотя девушки, в которых я влюблялся, были очень похожи одна на другую. Прежде всего, признание, объяснение уже не казалось мне самым важным действием, необходимым для любви, да и любовь казалась мне теперь уже не данностью, а всего лишь субъективным наслаждением. И чувство мне подсказывало, что Альбертина сделает все от нее зависящее, чтобы продлить наслаждение, если ей не будет известно, что я его испытываю. Пока мы шли назад, образ Альбертины, купавшейся в свете, излучавшимся другими девушками, был для меня не единственным. Но, подобно Луне, днем представляющей собой всего лишь белое облачко, только четкое и не меняющееся, и вновь обретающей все свое могущество, как скоро день померкнет, образ Альбертины, один этот образ, когда я вернулся в отель, взошел в мое сердце и засиял. Передо мной была как будто новая комната. Конечно, она уже давно перестала быть враждебной мне комнатой, когда я увидел ее в первый вечер. Мы беспрестанно видоизменяем наше обиталище, и чем свободнее от ощущений становимся мы в силу привычки, тем успешнее устраняем вредоносность окраски, размеров, запаха, объективировавшую наше тяжелое чувство. Это была и не та комната, которая властвовала над моей восприимчивостью, не для того, понятно, чтобы причинять мне боль, а чтобы радовать меня. То был не садок для погожих дней, не что-то вроде водоема, где на одинаковом расстоянии от пола и от потолка эти дни отсвечивали омытый солнечным светом лазурью, который на мгновение завешивал невещественный, белый, точно знойная марева, отраженный в воде удалявшийся парус. И не комната чистого искусства, комната разноцветных вечеров. Это была комната, где я прожил так долго, что уже не видел ее. И вот у меня вновь раскрылись глаза, но сейчас я смотрел на нее с эгоистической точки зрения, а это и есть точка зрения любви. Я думал о том, что если бы Альбертина ко мне зашла и обратила внимание на красивое наклонно висящее зеркало, на изящные застекленные книжные шкафы, то я бы выиграл в ее глазах. Являвшая собой что-то вроде залы для транзитных пассажиров, где я проводил некоторое время перед тем, как умчаться на пляж или в Ревбель, теперь моя комната вновь становилась вечной и отрадной. Она обновлялась от того, что каждый предмет в ней я разглядывал и оценивал глазами Альбертины. Когда спустя несколько дней после игры в веревочку мы совершили очень далекую прогулку и были счастливы, найдя в Менвилле две двухместные таратайки, а то бы мы не вернулись к обеду. Я уже так пылко любил Альбертину, что предложил ехать со мной сначала Розамунди, потом Андре, только не Альбертини, а затем, продолжая уговаривать Андре и Розамунду, привел всех, пользуясь соображениями частного порядка относительно времени, часа, одежды, к решению, словно бы против моей воли, что в видах чисто практических мне лучше всего ехать с Альбертиной, с обществом которой я будто бы заставлю себя примириться. К несчастью для меня любовь алчит дорогого ей существа, и одной беседой с ним сыт не будешь, а потому, хотя Альбертина всю дорогу была со мной чрезвычайно мила, и довезя ее до дому, я чувствовал себя счастливым, вместе с тем я чувствовал, что изголодался по ней сильней, чем когда мы отъезжали, ибо время, которое мы провели с ней вдвоем, казалось мне всего лишь прелюдией, которая сама по себе особого значения не имеет к тому времени, какое она станет потом. И все же в нем была та первоначальная прелесть, которую после уже не вернешь. Я еще ни о чем не простил Альбертину, она могла только догадываться о моих мечтах, но, не будучи уверена, она могла также предполагать, что меня вполне удовлетворили бы отношения, не имеющие определенной цели, а для моей подружки такие отношения должны были таить в себе несказанное, полное ожиданных нечаяностей упоение, упоение романа. На следующей неделе меня не тянуло к Альбертини. Я делал вид, что отдал предпочтение Андре. Начинается любовь, нам хочется остаться для любимой незнакомцем, которого она способна полюбить, но мы испытываем в ней потребность, испытываем потребность коснуться даже не ее тела, а ее внимания, ее души. Мы вставляем в письмо какую-нибудь колкость, которая вынудит равнодушную просить нас быть с ней поласкивее. И вот любовь, применяя надежную технику с помощью ряда повторных движений, затягивает нас в шестерню, где уже невозможно не любить и не быть любимым. Я проводил с Андре то время, когда другие уходили на какое-нибудь сборище, которым, насколько мне было известно, Андре охотно жертвовала ради меня, и которым она, впрочем, пожертвовала бы и с неудовольствием, и с чувством душевной брезгливости, чтобы никто, в том числе она сама не мог подумать, будто она ценит так называемые светские развлечения. Я не стремился пробудить у Альбертины ревность тем, что Андре все вечера проводила только со мной. Я хотел лишь возвысить себя в ее глазах или уж, по крайней мере, не уронить себя, признавшись ей, что я люблю ее, а не Андре. Не говорил я об этом и Андре из боязни, что она все передаст Альбертини. Когда мы с Андре толковали о ней, я прикидывался холодным, но, думается, ее не так обманывала моя холодность, как меня и ее наигранная доверчивость. Она представлялась, что не сомневается в моем равнодушии к Альбертине и что хочет как можно теснее сдружить ее и меня. Вероятнее другое. Она не верила в мое равнодушие и не желала моего сближения с Альбертиной. Я убеждала Андре, что вовсе не увлечен ее подругой, а сам думал только о том, как бы это поближе познакомиться с госпожой Бонтан, которая приехала сюда на несколько дней и поселилась близ Бальбека и у которой Альбертина должна была погостить три дня. Естественно, от Андре я это скрыл. Когда же я заговаривал с ней о родне Альбертины, то он упускал на себя полнейшую безучастность. Прямые ответы Андре словно бы доказывали, что она не подозревает меня в неискренности. Но почему же у нее недавно сорвалось с языка, а я как раз встретила тетку Альбертины? Конечно, она не добавила, я прекрасно поняла из ваших как будто бы случайных слов, что вы только и думаете, нельзя ли завязать отношения с теткой Альбертины. Но, очевидно, именно с этой мыслью, которой Андре сочла за благо не делиться со мной, в ее сознании было сопряжено как раз. Слова эти были из той же области, что и некоторые взгляды, некоторые движения, лишенные логической рациональной оболочки, действующие непосредственно на сознание собеседника и тем не менее доводящие до его сознания свой истинный смысл. Так человеческое слово, в телефоне превращаясь в электричество, вновь становится словом для того, чтобы его услышали. Стремясь к тому, чтобы Андре выкинула из головы мысль, будто я интересуюсь госпожой Бонтан, я теперь говорил о ней не просто небрежно, а с раздражением. Я знаю, мол, эту сумасбродку, и у меня нет ни малейшего желания возобновлять с ней знакомство. На самом же деле я именно искал встречи с ней. Я приставал к Эльстиру, от всех это, однако, скрывая, чтобы он поговорил с ней обо мне и свел нас. Он дал слово познакомить меня с ней, но не без удивления, ибо презирал ее как интриганку и неинтересную интересанку. Приняв во внимание, что если я увижусь госпожой Бонтан, то Андре рано или поздно об этом узнает, я решил, что лучше завести с ней об этом разговор до встречи. «Чего всячески избегаешь, на то непременно и напоришься», сказал я. «Что может быть скучнее встречи с госпожой Бонтан, но мне от этого не отвертятся. Эльстир приглашает ее и меня». Я в этом не сомневалась ни одной секунды, с горечью воскликнула Андре, и ее помутневшие от досады глаза с расширившимися зрачками устремились к чему-то видному им одним. Слова Андре очень неточно выразили ее мысль, резюмировать которую можно было бы следующим образом. «Я же вижу, что вы любите Альбертину и готовы в лепешку расшибиться, чтобы втереться в ее семью». Но слова Андре представляли собой не что иное, как поддающиеся склейки черепки ее мысли, которую я толкнул и наперекор желанию самой Андре взорвал. В этих словах Андре равно как и как раз самым важным был их подтекст. То есть это были такие слова, которые, в отличие от тех, что воздействуют на нас своим прямым значением, внушают нам кому-нибудь уважение или недоверие, ссорят нас с кем-нибудь. Раз Андре не поверила мне, когда я сказал, что до родни Альбертины мне никакого дела нет, значит, она думала, что я люблю Альбертину и, вероятно, не была этому рада. Обыкновенно мои свидания с ее подругой происходили при ней, но иногда я виделся с Альбертиной наедине. И вот этих свиданий я ждал с нетерпением, но они ничего определенного мне не приносили, ни одно из них не оказалось решительным, и я всякий раз возлагал надежды на следующее, но и оно не оправдывало их. Так рушились эти выси одна за другой, точно волны, и уступали место другим. Приблизительно через месяц после того, как мы играли в веревочку, мне сказали, что завтра утром Альбертина уезжает на два дня к госпоже Бонтан с первым поездом, и, чтобы не будить приятельниц, у которых она живет, переночует в Гранд-Отеле, откуда идет на вокзал Омнибус. Я сообщил об этом Андре. Не может быть, с недовольным видом сказала Андре. А, впрочем, вам от этого никакого толку. Я уверена, что если Альбертина будет в гостинице одна, то видеться с вами она не захочет, это противозаконно, добавила Андре, воспользовавшись определением, которое она с недавнего времени очень любила употреблять в смысле неприлично. Я так уверенно говорю, потому что хорошо знаю взгляды Альбертины. Мне лично все равно, увидитесь во сне или нет, мне это совершенно безразлично. К нам присоединился сначала октав, и, не дожидаясь вопроса, поспешил сообщить Андре, сколько очков было у него вчера на гольфе, потом Альбертина, для которой и ее чертик служил чем-то вроде четок. Благодаря чертику ей было нескучно проводить несколько часов в одиночестве. Когда она к нам подошла, мое внимание тотчас привлек задорный кончик ее носа, о котором я последние дни, вспоминая Альбертину, совсем не думал. Крутизна ее лба под черными волосами никак не связывалась, и так бывало и раньше, с тем смутным представлением, какое у меня от него сохранилось, а от его белизны я не мог оторвать глаз. Отрисая прах воспоминаний, Альбертина воскресала передо мной. Гольф приучают к развлечениям уединенным. Чертик, конечно, тоже. Однако, присоединившись к нам, Альбертина продолжала играть, поддерживая разговор. Так дама, занимая гостей, не оставляет вязание. «Говорят», обратилась она к октаву, «Маркиза де Виль-Паризи, пожаловалась вашему отцу». И в этих словах я сразу уловил характерный для нее звук голоса. Всякий раз, когда я как будто удостоверялся, что забыл этот звук, я тут же припоминал, что за ним уже мелькали передо мной французское лицо Альбертины и решительный ее взгляд. Я мог бы быть слепым и все-таки прекрасно знать, что она бедовая и что есть в ней что-то провинциальное. И бедовость, и провинциальность звучали в ее голосе и проступали в кончике носа. Одно стоило другого, одно дополняло другое. А голос у нее был такой, каким, говорят, будет человеческий голос в фототелефоне грядущих лет. В его звуке четко вычерчивался зрительный образ. Да она не только вашему отцу написала, а еще и бальбекскому мэру, чтобы на набережной больше не играли в чертика. Мяч угодил ей в лицо. Да, я слышу, глупо, здесь и так мало развлечений. Андре не принимала участия в разговоре. Она не знала, как, впрочем, Альбертины и октав маркиза Девиль Порези. Зачем было этой даме поднимать целую историю, наконец заговорила она. Мяч попал и в старуху Го-Во-Жо, но ведь она-то не жаловалась? Сейчас я вам объясню, в чем тут разница, с важным видом сказал октав, зажигая спичку. По-моему, Го-Во-Жо, светская дама, а Виль Порези, проходимка. Вы сегодня будете на гольфе? С этими словами он вместе с Андре удалился. Мы с Альбертины остались вдвоем. Видите, сказал Альбертина, я стала причёсываться, как вы любите. Посмотрите, вот на эту прядь. Все надо мной смеются, и никто не знает, для кого я так причёсываюсь. Тётка тоже будет издеваться. Я и тётке ничего не скажу. Я смотрел сбоку на щёки Альбертины, обычно бледные, сейчас от приливавшей к ним крови, они рдели. Они блестели, как блестят иногда зимним утром, не целиком освещенные солнцем, похожие на розовый гранит камни, от которых исходит радость. Радость смотреть сейчас на щёки Альбертины была такая же захватывающая, но она вызывала другое желание, не прогулки, а поцелуя. Я спросил, верно ли то, что я слышал о ближайших её намерениях? — Да, — ответила она, — я переночую в вашем отеле и лягу ещё до ужина, я немножко простудилась. Посидите со мной, пока я ужинаю в постели, а потом мы поиграем во что хотите. Мне было бы приятно, если бы вы завтра утром приехали на вокзал. Да, боюсь, как бы это не показалось странным, не Андре, Андре умница, а другим, которые будут меня провожать, расскажут тётки, а из этого выйдет целая история. Но сегодняшний вечер мы можем провести вдвоём, об этом тётка ничего не узнает. Пойду попрощаюсь с Андре. Значит, до скорого. «Приходите пораньше, чтобы подольше побыть вместе», добавила она, улыбаясь. Эти слова перенесли меня во времена ещё более далёкие, чем те, когда я любил Жильберту, в те, когда любовь представлялась мне не только отвлечённым понятием, но и чем-то вполне достижимым. Жильберта, которую я видел на Елисейских полях, была не той, которую я вновь находил в себе самом, как только оставался один, а в подлинную Альбертину, которую я видел ежедневно, полную, как я себе представлял, буржуазных предрассудков и, наверное, очень откровенную со своей тёткой, внезапно воплотилась Альбертина воображаемая, та, которая, как мне казалось, когда мы ещё не были знакомы, скользила по мне взглядом на набережной, та, которой, когда она смотрела мне вслед, словно не хотелось уходить. Ужинать я должен был с бабушкой, я чувствовал, что меня от неё отделяет тайна. Так же будет чувствовать себя и Альбертина, ибо завтра провожающие её подруги не будут знать о том новом, что нас с ней теперь связывает, и госпожа Бонтан не заподозрит, что между ними я, что я в этой прическе, которую Альбертина начала носить, с тайной целью понравится мне, мне, до сих пор завидовавшему госпоже Бонтан, потому что, находясь в родстве с теми же людьми, что и её племянница, она в одно время с ней носила траур, ездила с визитом к тем же родным. И вот теперь я значу для Альбертины даже больше, чем её тётка. У тётки она будет думать обо мне. Я не отдавал себе ясного отчёта, что произойдёт сейчас. Так или иначе, в Гранд-отеле и в нынешнем вечере я не почувствую пустоты и заполнит моё счастье. Я вызвал лифт, чтобы подняться в номер Альбертины, выходившей окнами на долину. Малейшее движение, например, то, какое я сделала, садясь на скамейку в лифте, было мне приятно, так как оно отзывалось в моём сердце. На канаты, с помощью которых поднимался лифт, на несколько ступенек, по которым я ещё должен был взойти, я смотрел, как на приводной механизм, как на вещественные подступы к моей радости. Мне надо было сделать несколько шагов по коридору до той комнаты, где помещалось драгоценное розовое тело, до комнаты, которая, даже если там и произойдут упоительные события, сохранит свою неизменность, своё сходство, на взгляд неосведомлённого постояльца с любой другой комнатой, и эти её свойства превратят находящиеся там предметы в упорно молчащих свидетелей, в добросовестных поверенных, в надёжные хранилища наслаждений. Эти несколько шагов от площадки до комнаты Альбертины, эти несколько шагов, которые никто уже не властен был удержать, я делала с наслаждением, с опаской, как будто погружённой в некую новую стихию, как будто, идя вперёд, я медленно перемещал счастье, и в то же время с новым для меня ощущением всемогущества, с сознанием, что наконец-то я становлюсь наследником того, что всегда по праву принадлежало мне. Затем я вдруг подумал, что сомнений тут быть не может, Альбертина сказала, чтобы я пришёл, когда она будет в постели. Всё ясно. Я затрепетал от счастья, едва не сбил с ног Франсуазу, шедшую мне навстречу. Я с горящими глазами бежал к комнате моей подружки. Я застал Альбертину в постели. Открывая шею, белая рубашка меняла черты её лица, разрумянившегося или от того, что она угрелась в постели, или от жара, или от того, что она недавно поужинала. Я подумал о красках, которые несколько часов тому назад видел подле себя на набережной, и вкус которых мне наконец-то предстояло ощутить. Её щёку сверху донизу пересекала одна из её длинных волнистых чёрных кос, которые она, чтобы угодить мне, распустила. Она смотрела на меня с улыбкой. За ней в окне простиралась освещенная луной долина. Голая шея Альбертины и пылающие её щёки до такой степени опьянили меня, то есть подлинным был для меня сейчас не внешний мир, а поток ощущений, которые я еле сдерживал, что нарушилось равновесие между бесконечной, неупразднимой жизнью, катившей во мне свои волны, и жизнью Вселенной такой жалкой в сравнении с ней. Видное в окно по одну сторону долины моря, полные груди ближайших Менвильских скал, небо, луна ещё не в зените, всё это казалось мне легче пёрышка моим зрачкам, ведь я же чувствовал, что они расширились, окрепли и могли бы удержать на своей хрупкой поверхности куда более тяжёлую ношу, хотя бы даже все горы земного шара. Весь горизонт не мог бы заполнить мои глазницы, да и жизнь всей природы показалась бы мне слишком ничтожной, вздохи моря представились бы мне слишком слабыми в сравнении с безмерно глубоким дыханием, от которого вздымалась моя грудь. Я наклонился к Альбертине и хотел поцеловать её. Если бы я знал, что сейчас умру, то отнёсся бы к этому спокойно, или вернее решил бы, что это невозможно, так как жизнь была не вне меня, она была во мне. Я улыбнулся бы с нисходительной улыбкой, если бы какой-нибудь философ сказал, что рано или поздно настанет день, когда мне суждено умереть, что меня переживут вечные силы природы, силы природы, под божественными стопами, которой я всего лишь пылинка, что и после меня будут эти круглые, полногрудые скалы, море, лунный свет, небеса. Как же это может быть? Как существование мира может быть более длительным, чем моё, раз я не затерян в нём, раз он заключён во мне, хотя далеко не всего меня наполняет, хотя я предчувствую, что понадобится место для бесчисленного множества сокровищ, презрительно свалил в один угол небо, море и скалы. Перестаньте, а то я сейчас позвоню, крикнула Альбертина, видя, что я хочу наброситься на неё с поцелуями. Но я убеждал себя, что не зря девушка приглашает к себе молодого человека украдкой, так, чтобы не узнала тётка, и что смело помогает тем, кто умеет пользоваться случаем. Я был до того возбуждён, что круглое лицо Альбертины, озарённое как бы светом ночника изнутри, приобрело в моих глазах необычайную отчётливость и, подражая вращению огненной сферы, завертелось, как тела Микеланджело, которые уносят неподвижный и головокружительный вихрь. Завертелось, как тела Микеланджело, которые уносят неподвижный и головокружительный вихрь. Просто имеют в виду роспись Микеланджело Сикстинской капеллы. Сейчас я узнаю запах, вкус этого мне неведомого розового плода. Но тут я услышал тревожный, долгий и резкий звук. Альбертина звонила во всю мочь. Я полагал, что моя любовь к Альбертине не основывается на стремлении к телесному обладанию. Но когда этот вечер доказал мне, что такое обладание, видимо, невозможно, и я, заключивший при первой нашей встрече на пляже, что Альбертина распутна, потом, после долгих колебаний, пришел как будто бы к твердому убеждению, что Альбертина девушка в высшей степени порядочная, когда через неделю, вернувшись от тетки, она сухо сказала мне, «Я вас прощаю. Мне жаль, что я вас огорчила, но больше так никогда не делайте». То со мной произошло нечто противоположное пережитому мной, когда Блок меня уверял, что все женщины доступны. Вместо живой девушки я увидела восковую куклу, и постепенно мое стремление проникнуть в ее жизнь, последовать за ней в тот край, где прошло ее детство, приобщиться через ее посредства к спорту оторвалось от нее. Моя духовная потребность знать ее мнение по тем или иным вопросам не пережила моей убежденности в том, что я смогу поцеловать ее. Мои мечты, вопреки моему представлению, что они существуют независимо, отлетели от нее, как только их перестала питать надежда на обладание. Теперь они были вольны, глядя по тому, какая из девушек сегодня особенно влекла меня к себе, а главное, глядя по тому, кого из них я с наибольшей уверенностью в успехе мог рассчитывать влюбить в себя, перенестись на любую из подруг Альбертины и в первую очередь на Андре. И все же, если б не было на свете Альбертины, быть может, я не испытывал бы с каждым днем усиливавшегося наслаждения, какое я получал от внимательности ко мне Андре. Альбертина никому не рассказала о том, что она меня отвергла. Она была одной из тех хорошеньких девушек, которые измлада, благодаря своей миловидности и в еще большей мере благодаря своему всегда не совсем понятному обаянию, своей всегда не совсем понятной прелести, быть может, питающимся с запасами жизненных сил, которыми пользуются те, кого не так щедро дарила природа, везде, в кругу семьи, среди подруг, в свете, имеют больший успех, чем те, кто красивее, чем те, кто богаче их. Она была одной из тех, от кого еще до их вступления в пору любви и в особенности, когда для них она наступает, требует больше, чем требуют они и даже больше, чем они могут дать. Альбертина уже в детстве привыкла к восхищению подружек, в частности, к восхищению Андре, хотя Андре была гораздо развитее ее и сама это понимала. Быть может, именно бессознательные силы притяжения, которые обладала Альбертина и положила начало, содействовала возникновению стайки. Это притяжение ощущалось даже вдалеке, в более блестящем обществе, где танцевать по ванну, Альбертину приглашали чаще, чем девушек более знатного происхождения. Эту беспреданницу, жившую бедно, на средство бонтана, подозрительного типа, мечтавшего от нее отделаться, звали не только на обед, но и погостить люди, на которых Сен-Лу смотрел бы свысока, но которые ослепляли своим величием матерей Розамуды и Андре, женщин очень богатых, но с ними незнакомых. Так, Альбертина жила по несколько недель в год в семье председателя правления крупной железнодорожной компании. Жена этого финансиста принимала у себя значительных лиц и никогда не сообщала о своем дне матери Андре. А та считала ее невежей и все-таки проявляла чрезвычайный интерес к тому, что происходило в доме у жены финансиста. Потому-то она каждый год и уговаривала Андре пригласить Альбертину погостить у них на вилле. Она доказывала, что это доброе дело предоставить возможность пожить у моря девушки, у которой нет денег на путешествие, и о которой тетка почти не заботится. Мать Андре не надеялась, что банкир и его супруга, узнав, как она и ее дочь привечают Альберту, будут о них хорошим мнением. И уж, конечно, еще слабее была у нее надежда на то, что Альбертина, при всей своей благожелательности и хитроумии, добьется приглашения для нее или, по крайней мере, для Андре на жарден-парти к финансисту. Но каждый вечер за ужином, напустив на себя презрительный и равнодушный вид, она с упоением слушала рассказы Альбертины о том, что происходило в замке, когда она там жила, и кого там принимали, хотя мать Андре знала почти всех только в лицо или по имени. Мысль, что она имеет о них смутное представление, а вернее, не имеет никакого представления, она называла таких людей своими старинными знакомыми, приводила мать Андре в мрачное настроение, хотя расспрашивала она Альбертину сквозь зубы с видом надменным и рассеянным, и могла бы вызвать у нее тревогу и неуверенность в своем положении в обществе, но она сама себя успокаивала и возвращалась к действительности, говоря Метардотелю, скажите повару, что горошек твердоват. После этого она уже не впадала в меланхолию, она твердо решила выдать Андре за человека, конечно, из очень хорошей семьи, но настолько состоятельного, чтобы у нее был повар и два кучера. Это составляло основу, залог прочности положения. Но то обстоятельство, что Альбертина ужинала в замке у банкира с такой-то и такой-то дамой, что одна из них пригласила Альбертину погостить у нее зимой, в глазах матери Андре все-таки до известной степени возвышала Альбертина. Но это мирно уживалось у нее с пренебрежением к обездоленной Альбертине, пренебрежением, усиливавшимся еще и от того, что Бонтан предал свое знамя и, по слухам, причастный даже к Панаме, стал поддерживать правительство. Причастный даже к Панаме, речь идет о так называемом Панамском деле, крахе акционерной компании по прокладыванию Панамского канала 1889 и судебном процессе вскрывшем колоссальные хищения и коррупцию. Процесс длился несколько лет, до середины 90-х годов. Это не мешало матери Андре из чувства справедливости обливать презрением тех, кто как будто бы считал, что Альбертина девушка низкого звания. То есть как? На что же лучше? Она из тех Симоне, что пишутся через одно Н. Конечно, в такой среде, в которой громадную роль играют деньги, где элегантность порука в том, что девушку пригласят бывать в доме, но не в том, что ей сделают предложение, Альбертина не могла рассчитывать на сносную партию, то есть не могла извлечь пользу из поклонения ей, ибо оно не восполняло отсутствие средств. Альбертина не могла и все же и все же самый ее успех, хотя и не подавал ей матримониальных надежд, а все-таки вызывал зависть у иных злопыхательствовавших матерей, ненавидевших Альбертину за то, что ее принимали как родную дочку жена банкира и даже мать Андре, с которыми они были едва знакомы. Вот почему они говорили тем, кто дружил и с ними, и с теми двумя дамами, что те две дамы были бы возмущены, если бы знали правду. Якобы Альбертина рассказывала о одной обо всем, что вследствие неосторожности, с какой ее подпустили к интимной стороне жизни другой, она так вызнала, якобы она выбалтывала многое множество маленьких секретов, разглашение которых было бы крайне неприятно для заинтересованного лица. Завистницы распространяли сплетню для того, чтобы ее подхватили другие, для того, чтобы рассорить Альбертину с ее покровительницами. Но их старания, как это нередко случается, были безуспешны. Во всем этом слишком отчетливо проступала злоба, и пускавшие сплетню добивались только того, что их еще больше презирали. У матери Андре сложилось об Альбертине совершенно определенное мнение, и поколебать его было невозможно. Она смотрела на Альбертину как на обойденную, но прекрасную по душе девушку, думающую только о том, как бы сделать что-нибудь приятное другим. Хотя эта особая знаменитость Альбертины не обещала никаких практических результатов, зато она наложила на подругу Андре отпечаток, характерный для тех, с кем ищут знакомство, но кто сам на знакомство не напрашивается. Отпечаток, встречающийся по тем же обстоятельствам в самом высшем кругу у необыкновенно элегантных дам, кто не хвастается своими успехами, а скорее наоборот скрывает их. Альбертина никогда не сообщала, он жаждет со мной повидаться, обо всех говорил только одно хорошее, так как будто она добивается расположения других, ищет с ними знакомства. Когда при ней говорили о молодом человеке, который за несколько минут перед тем с глазу на глаз осыпал ее горчайшими упреками за то, что она отказалась прийти к нему на свидание, она мало того, что не хвалилась своей победой, мало того, что нисколько на него не сердилась, но еще и восхищалась им, он прелестный мальчик, ей было даже неприятно, что она нравится, так как этим она вызывала неудовольствие у других, а между тем она была рождена, чтобы делать людям приятное. Она так любила делать приятное, что даже пользовалась ложью, к которой прибегают иные деловые люди, иные карьеристы. Существующий в зачаточном состоянии у многих этот вид неискренности заключается в том, что человек не довольствуется одним поступком, приятным одному лицу. Если, например, тетка Альбертины выражала желание, чтобы племянница ехала с ней на какое-нибудь не очень веселое сборище, то Альбертина, согласившись, могла бы получить полное нравственное удовлетворение от того, что это приятно тетке. Но хозяева принимали ее радушно, и она считала своим долгом сказать, что она давно мечтала с ними повидаться, и что, воспользовавшись случаем, она попросила тетю, чтобы та взяла ее с собой. И это еще не все. Альбертина встречала там свою подругу, которую постигла большое несчастье. Альбертина говорила ей, «Я боялась, что тебе будет тяжело одной. Я подумала, что со мной тебе будет легче. Если хочешь, уйдем отсюда, пойдем куда-нибудь еще, я все для тебя сделаю, только бы ты не грустила». И тут она была искренна. Но бывало и так, что ложная цель уничтожала истину. Когда Альбертине нужно было чего-нибудь добиться для своей подруги, она ради этого ехала к какой-нибудь даме. Но, явившись к этой милой и симпатичной даме, Альбертина бессознательно подчинялась правилу извлечения из одного и того же действия пользы множественной, и, движимая наилучшими побуждениями, притворялась, будто приехала ради удовольствия повидаться с хозяйкой дома. Альбертина приехала издалека только из дружеских чувств. Видя, что дама взволнована чуть не до слез, Альбертина любила ее сейчас больше прежнего. Кончалось же это вот чем. Альбертина говорила неправду, что приехала сюда из дружеских чувств, но радость дружбы брала над ней такую власть, что она начинала бояться, как бы дама не усомнилась в искренности ее действительно прекрасного к ней отношения, если она попросит за свою подругу. Дама может подумать, что Альбертина только ради этого к ней приехала, и это правда, но отсюда она выведет заключение, что просто повидаться с ней Альбертине не хочется, и вот это уже неверно. Альбертина уходила, так и не отважившись попросить за подругу. Совсем как иные мужчины, которые, рассчитывая на успех у женщины, бывают особенно предупредительны, и, чтобы она не подумала, что это предупредительность с корыстной целью, не объясняются ей в любви. В других случаях нельзя было бы сказать, что Альбертина истинную цель приносит в жертву побочной, возникшей по ходу действия, но обе ее цели были до такой степени несовместимы, что если б тот, кто расчувствовался, когда узнал от Альбертины о первой ее цели, услышал о другой, то его умиление мгновенно уступило бы место тяжелому чувству. Значительно дальше это противоречие объяснится, а пока приведем пример совсем из другой области, доказывающий, что подобного рода противоречия постоянно обнаруживаются в самых разных обстоятельствах. Муж поселил свою любовницу в городе, где стоит его воинская часть. Жена, осведомленная о многом, ревнует его и шлет ему из Парижа отчаянные письма. Вдруг любовнице понадобилось на один день съездить в Париж. Муж не может отказать любовнице в просьбе поехать с ней и берет отпуск на сутки, но он человек мягкий, мысль, что жена будет из-за него страдать, для него нестерпима. И он приходит к ней и, плача настоящими слезами, говорит, что, встревоженный ее письмами, он нашел предлог, чтобы вырваться к ней, успокоить ее и обнять. Таким образом, он нашел предлог, чтобы одной этой поездкой доказать свою любовь и любовнице, и жене. Но если бы жена узнала, зачем он приезжал в Париж, радость, несомненно, сменилась бы для нее страданием. Разве лишь счастье увидеться с этим бесчестным человеком возобладало бы над мучениями из-за его лжи? К числу людей наиболее последовательно применявших принцип множественности целей, принадлежал, на мой взгляд, Ден-Эрпуа. Кое-когда он брался помирить поссорившихся друзей, и благодаря этому стяжал себе славу в высшей степени обязательного человека. Но Маркизу было недостаточно внушить тому, кто просил его об услуге, что он идет на это только ради него. К другому он разъяснял, что решился на этот шаг вовсе не по настоянию первого, а в интересах другого, и ему ничего не стоило убедить в этом собеседника, заранее уверенного, что имеет дело с человеком в высшей степени услужливым. Так, ведя двойную игру, ведя то, что на языке счетоводов именуется двойной бухгалтерией, он ни разу не подорвал своего авторитета, и оказываемые им услуги способствовали не убыванию, а наоборот, приращению этой его особой влиятельности. Любая кажущаяся двойная услуга маркиза вдвойне упрочивала его репутацию услужливого друга, притом услужливого с толком, бьющего без промаха, приводящего свои предприятия к желанному концу, что доказывало благодарность, которую ему выражали обе стороны. Эта двойственность в обязательности являлась вместе с отходами от нее, ибо у каждого человека нет правил без исключений, характерной чертой маркиза Ден-Эрпуа. И в министерстве он часто прибегал к услугам моего отца, а тот был до того наивен, что верил, будто это маркиз оказывает ему услугу. Альбертина имела такой успех, какого она и не добивалась, и не надо было трезвонить о своих победах. Вот почему она никому ничего не сказала о сцене, которая разыгралась между нами у ее постели, и о которой какая-нибудь уродина рассказала бы всему свету. Кстати сказать, ее поведение во время этой сцены так и осталось для меня загадкой. Гипотезу об ее безупречной нравственности, гипотезу, с помощью которой я сначала объясняла себе, почему Альбертина с такой яростью отвергла мои посягательства и не далась мне, и которая, впрочем, никак не была связана с моим представлением о доброте, врожденном благородстве моей приятельницы, я несколько раз перестраивал. Эта гипотеза ничего общего не имела с той, какую я построил при первой моей встрече с Альбертиной. Столько ее поступков, свидетельствовавших о другом, о внимании ко мне, внимании ласковым, подчас тревожным, настороженным, полным ревности к Андре, со всех сторон окружала ту резкость, с какой она, чтобы избавиться от меня, взялась за звонок. Так зачем же она предложила мне провести вечер у ее постели? Почему она, говоря со мной, выбирала такие ласковые выражения? Чего же стоит желание увидеться с другой, страх, что он предпочтет вашу подругу, желание сделать ему приятное, тоном героини романа сказанные слова о том, что никто не узнает о вечере, проведенном вдвоем? Чего все это стоит, если вы отказываете ему в таком простом наслаждении? И если для вас это не наслаждение? Я все же не мог допустить мысли, что нравственность Альбертины заходит так далеко, и даже задавал себе вопрос, уж не кроется ли под нее резкостью кокетство. Ей, например, могло показаться, что от нее дурно пахнет, и она боялась, как бы это не оттолкнуло меня от нее. Или же мнительность. По незнанию физиологии любви она могла, например, подумать, что моя нервность заразна, и передастся ей через поцелуй. Она была несомненно расстроена тем, что не доставила мне удовольствия, и подарила мне золотой карандашик, движимая извращенным добросердечием, каким отличаются люди, которых умилило ваше внимание, и которые, отказав вам в том, что ваше внимание от них требует, стараются сделать вам какую-нибудь другую любезность. Критик, вместо того, чтобы написать статью, которая могла бы порадовать романиста, приглашает его на обед. Герцогиня не берет с собой снова в театр, а вместо этого предоставляет ему свою ложу на тот вечер, когда ее в театре не будет. От делающих мелкие одолжения, хотя они могли бы не делать их вовсе, совесть требует сделать хоть что-нибудь. Я сказал Альбертине, что очень рад карандашу, но не так, как был бы рад в тот вечер, когда она пришла ночевать в отель, если бы она позволила мне поцеловать ее. Как бы я был счастлив! Ну, что вам стоило? Меня удивляет ваш отказ. А я дивлюсь тому, возразила она, что даетесь диву вы. С какими же это вы девушками вводили знакомство до меня, если вас поразило мое поведение? Я очень расстроен тем, что рассердил вас, но я и сейчас не чувствую себя виноватым. По-моему, тут ничего такого нет. Мне не ясно, почему девушка не может доставить удовольствие, если ей это ничего не стоит. Постараемся понять друг друга. Продолжал я, вспомнив, как она и ее подруги поносили подругу актрисы Лии и решив отчасти приноровиться к ее понятиям о нравственности. Я не хочу сказать, что девушка может позволить себе все и что ничего безнравственного нет. Ну, вот хотя бы. На днях вы говорили о том, что девочка, которая живет в Бальбеке, находится в каких-то отношениях с актрисой. Вот это, с моей точки зрения, отвратительно. До того отвратительно, что я даже начинаю думать, что все это выдумали ее враги и что все это ложь. Мне это представляется невероятным, немыслимым. Но позволить поцеловать себя и даже больше позволить другу, ведь вы же называете меня своим другом. Да, вы мой друг, но у меня и до вас были друзья. Я была знакома с молодыми людьми и, уверяю вас, их дружеские чувства ко мне были не менее крепки, и, однако, никто из них себе этого не позволил. Они знали, что получат за это по морде. Да они не помышляли об этом. Мы, никого не боясь, не таясь, по-товарищески пожимали друг другу руки, а поцелуях не было и речи, но от этого наша дружба не страдала. Ну, так вот, если вы дорожите дружбой со мной, то можете быть довольны. Если я вас прощаю, значит, вы нравитесь мне до безумия, но только я уверена, что вам на меня наплевать. Признайтесь, вы увлечены Андре. Если разобраться, вы правы, она намного лучше меня, она чудная. Эх, мужчины, мужчины! Несмотря на всю горечь моего разочарования, откровенное признание Альбертины вызвало во мне глубокое к ней уважение и преисполнило нежности. И, быть может, как раз эта нежность имела для меня важные и неприятные последствия, ибо оно зародило во мне почти родственные чувства, создало незыблемую духовную основу моей любви к Альбертине. Такое чувство может быть причиной очень тяжелых переживаний. Ведь для того, чтобы по-настоящему страдать из-за женщины, нужно во всем ей верить. В данное время этот зародыш уважения, дружбы, жил в моей душе как залог. Сам по себе он не мог боявиться помехой моему счастью, если бы он не рос, если бы он бездействовал, и в дальнейшем, как бездействовал весь следующий год, и уж, конечно, в конце моей первой поездки в Бальбек. Он жил во мне на правах гостя, которого все-таки благоразумнее было бы выставить, но которого безбоязненно оставляют, потому что до определенного времени он представляется совершенно безопасным. Так этот зародыш хил, и так ему одиноко в чужой душе. Мои мечты были теперь вольны перенестись на любую из подруг Альбертины, и в первую очередь на Андре, внимательность которой не так бы меня умиляла, не будь я уверен, что о ней узнает Альбертины. Разумеется, показное предпочтение, которое я уже давно отдавал Андре, послужило мне, благодаря частым беседам, изъявлениям нежности, как бы готовым материалом для любви к ней, для любви, которая до сих пор недоставала искренности, и которую теперь, когда мое сердце вновь обрело свободу, я мог бы ее полюбить. Но Андре была слишком рационалистична, слишком нервна, слишком болезненна, слишком похожа на меня, и в моей душе не могло вспыхнуть настоящее чувство к ней. Пусть Альбертина казалась мне теперь пустой, но мне было слишком хорошо известно, чем полна Андре. Я подумал при первой встрече на пляже, что передо мной любовница-гонщика, помешанная на спорте, а она сообщила мне, что занялась спортом по совету врача, чтобы вылечиться от неврастении и наладить пищеварение, и что самое счастливое время ее жизни, это когда она переводит роман «Джордж и Леот». Мое разочарование в Андре, следствие неправильного представления о ней, не оказало на меня в сущности никакого влияния. Это был один из тех неправильных взглядов, которые могут способствовать зарождению любви, но мы убеждаемся в их неправильности, когда уже ничего поправить нельзя, и они становятся для нас источником страданий. Неправильные взгляды, они могут быть и не такими, как мое ошибочное представление об Андре, могут быть и противоположными, часто обуславливаются, как в случае с Андре, тем, что человек старается внешне и своими повадками на кого-нибудь походить и создать на первых порах иллюзию. Игра, подражание, желание привести в восторг и добрых, и злых прибавляют к сходству в наружности мнимо похожую манеру выражаться, мнимо похожую жестикуляцию. Иные виды цинизма и жестокости не выдерживают испытания, как не выдерживает его определенный вид доброты, определенный вид великодушия. Часто в человеке, известном своей щедростью, открывается тщеславный скупец, а хвостовство порочностью заставляет нас принять за миссолину честную, опутанную предрассудками девушку. Я был уверен, что Андре натура здоровая и простая, а она только хотела быть здоровой, как, быть может, многие из тех, кого она принимала за здоровых и кто на самом деле совсем не был здоров, подобно тому, как краснорожий толстяк в белой фланелевой куртке вовсе не обязательно должен быть геркулесом. Но в иных случаях для нашего счастья не безразлично, что человек, которого мы любим, потому что считали его здоровым, на поверку оказывается больным, набирающимся здоровья у других. Так заимствует свет планеты, так иные тела служат не более, чем проводниками электричества. И все же Андре, подобно Розамунди и Жизели, была подругой Альбертины, даже еще более близкой, чем они, проводившей с ней время и так искусно ей подражавшей, что при первой встрече я не сразу отличил одну от другой. Эти девушки стебли рос, главная прелесть которых заключалась в том, что они выделялись на фоне моря. Были по-прежнему нераздельны, как и в те времена, когда я был с ними незнаком, и когда появление любой из них глубоко волновало меня, возвещая близость всей стайки. Еще и сейчас, при виде одной из них, я испытывал наслаждение, в которое известную долю, как определить ее, вносило ожидание скорой встречи с другими, но даже если они в тот день и не появлялись, я все-таки испытывал наслаждение просто от разговора о них и от сознания, что им расскажут, что я шел на пляж. Это было уже не просто очарование первых дней, это была самая настоящая жажда любить, безразлично кого из них, так естественно одна переходила в другую. Не самым большим моим горем было бы, если бы от меня отвернулась та девушка, которая мне особенно нравилась, но мне сейчас же особенно понравилась бы, потому что теперь она явилась бы, средоточием моей грусти и моих мечтаний, неразличимо колыхавшихся надо всеми, та, которая бы от меня отвернулась. Впрочем, в данном случае я бы о всех ее подругах, в чьих глазах я вскоре утратил бы всякое очарование, бессознатно тосковал бы, тоскуя о ней, и признался бы им в той необычной собирательной любви, какую политический деятель или актер любит публику и не может утешиться, если она, преклонявшаяся перед ним, неожиданно к нему остынет. У меня даже вдруг появлялись надежды на то, что раз Альбертина не стала моей поклонницей, то я найду себе поклонницу в лице другой, той, что, прощаясь со мной вечером, сказала что-нибудь многозначительное, бросила на меня многозначительный взгляд, устремлявший на другой день все мои мечты к ней. Мои мечты с особым сладострастием летали теперь между ними, ибо на этих живых лицах уже достаточно закрепились характерные их черты, так что можно было уловить, хотя бы он потом и менялся, их пластичный воздушный образ. Различиями между ними, конечно, еще далеко не соответствовали одинаковые различия в длине и ширине черт, которые, несмотря на всю их кажущуюся непохожесть, можно было, пожалуй, придать почти любой девушке. Но мы познаем лица не математическим путем, а но это познание начинается не с измерения отдельных линий, оно исходит из выражения, из целого. У Андре, например, зоркость ласковых глаз как бы соотносилась с узким носом, таким тонким точно это была единая кривая линия, проведенная только для того, чтобы ею одной продолжить склонность к мягкости, членившейся над ней в двойной улыбке взглядов близнецов. Такая же тонкая линия шла у нее в волосах, неровная, глубокая, напоминавшая борозду, проведенную ветром в песке. И это, наверное, было у нее наследственное. Совершенно седые волосы матери Андре, взбитые точно так же, образовывали то бугорки, то впадины, подобные снежным сугробам и ухабам, зависящим от неровности почвы. Конечно, по сравнению с тонко очерченным носом Андре, у носа розамунды были гораздо более широкие плоскости, он напоминал высокую башню на прочнейшем фундаменте. Выражение лица способно убедить в том, что отделенные чем-либо бесконечно малым решительно ни на что не похожее, а бесконечно малое может само создать выражение совершенно особенное, целую индивидуальность. И все же не только бесконечно малое, содержавшееся в какой-нибудь линии, и не только своеобразие выражения способствовали тому, что лица девушек не сливались в одно. Лица моих подружек еще резче обособляла окраска. И не столько переливчатой красотой тонов, до того разно, что я испытывал и стоя перед Розамундой, облитой и с желто-розовым светом, в котором еще отблескивали зеленоватым блеском глаза, и стоя перед Андре, белые щеки которой строго оттенялись чернотой волос, такое же наслаждение, как если бы я глядел то на герань, растущую о сиянного солнцем моря, то в ночи на камелию, сколько в силу того, что бесконечно малые различия в линиях вырастали до невероятности, соотношения плоскостей изменялись до неузнаваемости благодаря новому элементу, элементу краски, великому искуснику по части распределения отливов, равно как и по части восстановления или, по крайней мере, изменения размеров. Таким образом, лица, быть может, не очень разнившиеся по своему строению в зависимости от того, чем они заливались, пламенем рыжих с розовым отливом волос, белым ли светом матовой бледности, вытягивались или же расширялись, превращались во что-то иное, вроде аксессуаров русских балетов, иные из которых при дневном свете представляют собой самые обыкновенные бумажные кружочки, а когда гений Бакста погружает декорацию в бледно-алое или же затопляет ее лунным светом, то они накрепко врезываются в нее точно бирюза на фасаде дворца или томно распускаются бенгальской розой в саду. Русские балеты Спектакль русской балетной труппы, который руководил Дягилев 1872-1929 в 1909-1914 годах до этого Дягилевым была организована выставка русского искусства и концерты русских артистов, в частности Шаляпина. Эти спектакли, показавшие публике произведения русских Римский Корсаков, Стравинский, Черепнин и французских Дебюсси, Равель, композиторов пользовались большим успехом. Пруст посещал эти спектакли в 1910 году. Бакст Лев Самойлович 1866-1924 русский художник, член объединения Мир Искусства работал в антрепризе Дягилева, оформив многие балетные спектакли павильон Армиды Черепнина, Дафнис и Хлоя Равеля и другие. Итак, занявшись изучением лиц, мы их измеряем, но как художники, а не как землемеры. С Альбертиной все было так же, как и с ее подругами. В иные дни, осунувшаяся, серым лицом, хмурая, с косичками фиалковой прозрачности, на дне глаз, как это бывает на море, она, казалось, тосковала тоскою изгнанецы. В другие дни желания вязли на лощенной поверхности ее разгладившегося лица, и оно не пускало их дальше. Если же мне удавалось бросить на нее взгляд сбоку, то я видел, что на ее щеках, матовых на поверхности, как белый воск, проступала розовая, и это рождало страстное желание поцеловать их, поймать этот иной, ускользавший оттенок. Временами счастье озаряло ее таким неверным светом, что кожа на ее лице становилась текучей, неясной, и пропускала как бы таившиеся под нее взгляды, и они окрашивали ее в другой цвет, но сама кожа была из того же вещества, что и глаза. Иногда вперев бездумный взгляд в ее усеянное коричневыми точечками лицо, на котором мерцали два голубых пятна, я принимал его за яйцо щегла, часто за опаловый агат, отшлифованный и отполированный только в двух местах, где набором камней прозрачными крылышками голубого мотылька сияли глаза, в которых плоть становится зеркалом и создает иллюзию, что глаза ближе, чем что-либо другое подпускают нас к душе. Однако чаще всего цвет ее лица был ярче, и тогда вся она оживлялась. Кое-когда розовым на белом лице был только самый кончик носа, тоненький, как у хитренькой кошечки, с которой хочется поиграть. Иногда щеки у нее были до того гладкие, что взгляд по ним скользил, как по миниатюре из розовой эмали, и эта эмаль ее щек казалась еще нежнее, еще интимнее, благодаря приподнятые над нею крышки черных волос. Случалось, ее щеки принимали лилово-розовый цвет цикламена. А бывало даже и так, что когда Альбертина разрумянивалась, или когда у нее был жар, то, напоминая о ее болезненности, которая примешивала к моему чувству что-то нечистое, и которая придавала ее лицу порочное и нездоровое выражение, ее щеки заливал темный пурпур некоторых видов роз, и они черно краснели. И каждая из этих Альбертин была иная, как иное при каждом своем появлении бывает танцовщица, ибо ее цвета, формы, нрав меняются в зависимости от бесконечно разнообразной игры света, исходящего от направленного на нее софита. Быть может, именно потому, что такими разными были существа, которые тогда виделись мне в ней. Со временем я и сам привык быть, в зависимости от того, какую Альбертину я себе представлял, разным человеком, ревнивым, равнодушным, сладострастным, печальным, буйным. И я вновь становился то тем, то другим не только по воле воскресшего воспоминания, но и в зависимости от того, сильнее или слабее была сегодня моя вера в одно и то же воспоминание, от того много или мало оно сегодня для меня значило. Ведь нам постоянно приходится возвращаться к этому, к этой вере, которая почти всегда наполняет нам душу, так что мы об этом не подозреваем, но которая все-таки важнее для нашего счастья, чем тот человек, который нам виден, потому что видим мы его сквозь нее, это она временно возвеличивает человека, на которого мы глядим. Чтобы быть точным, я должен был бы дать особое имя каждому из тех я, которые потом думала об Альбертине, и уж во всяком случае я должен был бы дать особое имя каждой из тех Альбертин, какие представали передо мной всегда разные, как я только для удобства море называю морем, те моря, что сменялись одно другим и на фоне которых новоявленной нимфой выступала она. Но самое главное, точь в точь, как только с гораздо большей пользой для себя сообщают в рассказе о том, какая в тот день стояла погода, я должен был бы всякий раз давать новое имя вере, которое в такой-то день, когда я видел Альбертину, царило в моей душе, создавая атмосферу, творя внешний облик людей, как творится облик моря, в зависимости от почти незаметных облачков, меняющих окраску любого предмета своей скученностью, своей подвижностью, своей рассеянностью, своей плавучестью. Вроде того облачка, которое однажды вечером разорвал Эльстир, не познакомив меня с девушками, с которыми он остановился, и чьи образы вдруг показались мне еще прекраснее, когда они начали удаляться. облачко, снова наплывшего несколько дней спустя, когда я с ними познакомился, застившего их блеск, заслонявшего их, непроницаемого и тихого, как Вергилиева Левкатея. Левкатея, дочь Кадма и гармонии, ее преследовала своим гневом Гера за то, что Ино, другое имя Левкатеи, воспитала Диониса. Спасаясь от гнева богини, Ино бросилась в море и стала морской богиней Левкатеей. Этот миф излагают Гомер, Пиндар и Овидий. Разумеется, лицо каждой из них приобрело для меня совершенно иной смысл после того, как способ их прочтения мне был в известной мере указан их словами, словами, которые я мог приписывать тем большую ценность, что сам вызывал их на разговор своими вопросами, заставлял их разнообразить ответы, словно я был экспериментатором, ожидавшим от повторных опытов подтверждения своим догадкам. И в сущности это вполне законный способ решать вопрос о смысле жизни, настолько приближаться к предметам и к людям, которые издали казались нам прекрасными и таинственными, чтобы иметь возможность убедиться, что в них нет ни таинственности, ни красоты. Это одна из гигиен, которую человек волен предпочесть другим. Гигиена, быть может, не очень рекомендуемая, но с ней легче жить, и поскольку она помогает нам ни о чем не жалеть, помогает тем, что уверяет нас, что мы достигли наивысшего счастья, но что и наивысшее это счастье стоит дешево, легче примириться с мыслью о смерти. Я заменил в душе девушек безнравственность, воспоминания об ежедневных интрижках основами порядочности, способными быть, может, подаваться, но до сих пор предохранявшими от всяких заблуждений тех, в ком их заложила буржуазная среда. Однако, если вы допускаете неточность в самом начале, даже в какой-нибудь мелочи, если ошибочное предположение или ошибка памяти направляют вас на ложный след в поисках злостного сплетника или место, где вы что-нибудь потеряли, то может случиться, что, обнаружив ошибку, вы замените ее не истиной, а еще одной ошибкой. Думая над образом жизни моих приятельниц и над тем, как надо с ними себя вести, я, сделав все выводы из слова «невинность», которое я прочел во время задушевных бесед с ними на их лицах. Но читал-то я, быть может, не вдумываясь, и допустил ошибку при слишком беглом чтении с листа, а слово это не было написано на их лицах, как не было написано имя Жюльф Ферри на программе того утреннего спектакля, когда я в первый раз смотрел «Берма», что не помешало мне уверять маркиза де Нурпуа, что Жюльф Ферри пишет одноактные пьесы, и что это никакому сомнению не подлежит. Жюльф Ферри 1832-1893 Французский политический деятель О какой бы моей приятельнице из стайки не шла речь, мог ли бы я запомнить не только то лицо, которое я видел при последней встрече, коль скоро из наших воспоминаний, связанных с кем-либо, сознание отметает все, что не непосредственно необходимо для наших ежедневных встреч, и даже особенно, если эти отношения пронизывают любовь, а ведь любовь всегда ненасытная, живет в грядущем. Цепь минувших дней бежит мимо сознания, и она цепляется уже за конец цепи, а конец цепи часто бывает не из того же металла, что и звенья, исчезающие в ночи, и в нашем странстве и по жизни оно признает действительно существующим только тот край, где мы находимся в настоящее время. Но все впечатления уже такие далекие не находили в борьбе против повседневного их искажения опоры в моей памяти. В течение долгих часов я разговаривал, закусывал, играл с девушками и уже не помнил, что ведь это они, те жестокие и сластолюбивые девы, которые будто на фреске шествовали мимо меня у самого моря. Географы, археологи действительно приводят нас на остров Калипсу, действительно откапывают дворец Миноса. Вот только Калипсу для них обыкновенная женщина, а Минос царь, в котором нет ничего божественного. Калипсу нимфа острова Агигия. Она заманила к себе Одиссея и семь лет держала его у себя в плену. Минос критский царь, мудрый и справедливый правитель, но упорный враг Афин. Греческая мифология. Даже достоинства и недостатки, которые, о чем мы теперь узнаем из истории, были свойственны этим вполне реальным лицам, часто очень отличаются от тех, коими мы наделяем сказочные существа, носившие те же имена. Так рассеялась вся чарующая океаническая мифология, которую я создал в первые дни. Но для нас не совсем безразлично то, что мы хоть изредка проводим время в тесном общении с людьми, которые раньше казались нам недоступными и к которым нас влекло. В отношениях с теми, кто с самого начала был нам неприятен, неизменно присутствует, даже если мы получаем от общения с этими людьми мнимое удовольствие, привкус ненатурального, привкус их недостатков, которые им удалось скрыть. Но в таких отношениях, как мои с Альбертиной и ее подругами, истинное наслаждение, лежавшее в их основе, оставляет после себя запах, которого никакие ухищрения не придадут тепличным плодам винограду, созревшему не на солнце. Первое время я смотрел на них, как на существа сверхъестественной, но и теперь они все еще незаметно для меня вносили нечто волшебное в банальную сторону наших отношений, точнее, они предохраняли их от всякой банальности. Моя мечта так страстно желала разгадать смысл, какой таили в себе их глаза, уже знавшие меня и улыбавшиеся мне, но при первой встрече скрестившие свои взгляды с моими будто лучи из иного мира, она так щедро и так кропотливо распределяла краски и запахи между телами девушек, лежавших на скале, и без всяких церемоний, протягивавших мне сэндвич или игравших в загадки, что часто днем, как художник, ищущий античного величия в современности и наделяющий женщину, которая обрезает на ноге нокоть благородством юноши с занозой, или подобно Рубинсу, творящей богинь из своих знакомых женщин ради того, чтобы написать картину на мифологический сюжет. Я окидывал взглядом эти прекрасные тела, бронзовые, белые, такого разного сложения, раскинувшиеся вокруг меня на траве, окидывал взглядом, не вычерпывая из них, быть может, всей той заурядности, какую их наполнила повседневность, не напоминая себе сознательно о небесном их происхождении, и вместе с тем чувствовал себя кем-то вроде Геракла или Телемака, затеявшего игру с нимфами. Затем концерты прекратились, настала ненастья, мои приятельницы уехали из Бальбека, не все сразу, как улетают ласточки, но на одной и той же неделе. Альбертина покинула Бальбек первая, неожиданно, так что ни одна из ее подруг не могла понять ни тогда, ни потом, почему она так внезапно вернулась в Париж, куда ее не призывали ни работы, ни увеселения. Не сказала ничто, никак и укатила, ворчала Франсуаза, которой, однако, хотелось, чтобы так же стремительно выкатились и мы. Она считала, что мы нехорошо поступаем по отношению к тем, правда, уже немногочисленным служащим, которых задерживало несколько постояльцев, и по отношению к директору, который зря расходовался. И правда, из отеля, который должен был скоро закрыться, давно уже выехали почти все. Теперь в нем стало уютно. Директор придерживался, однако, другого мнения. Мимо гостиной, где можно было замерзнуть, и у двери которых уже не стояли на часах грумы, он расхаживал по коридорам, одетый в новый сюртук, по-видимому, только что побывавшую парикмахера, который сделал из его испятого лица смесь, на одну четверть состоявшую из кожи, а на три четверти из косметики. Всегда в новом галстуке. Такое щегольство обходится дешевле отопления и содержания персонала. Кто уже не в состоянии пожертвовать десять тысяч франков на благотворительность, тому еще легко сделать широкий жест и дать пять франков рассыльному, который принес телеграмму. Он словно производил смотр небытию, ему словно хотелось своим безукоризненным видом показать, что оскудение отеля в связи с неудачным сезоном явление временное, и походил он на призрак монарха, возвращающийся на развалины своего дворца. Особенно его возмущало, что из-за отсутствия пассажиров местные поезда перестали ходить до весны. «Чего здесь не хватает?» говорил директор. «Так это средств передвижения». Подсчитанные убытки не мешали ему строить грандиозные планы на годы вперед. Он обладал способностью точно запоминать изящные обороты речи, если их можно было применить к отелю и если они могли придать ему блеску. «Мне не хватало подсобников, хотя в столовой у меня была бравая команда», говорил директор, «но посыльные оставляли желать лучшего. Вот увидите, какую фалангу я подберу на будущий год». А пока из-за того, что не ходили местные поезда, он посылал за почтой, да и людей иногда возил в двуколки. Я часто просил, чтобы мне позволили примаститься рядом с кучером, и это давало мне возможность совершать прогулки, не считаясь с погодой, как в ту зиму, которую я прожил в Комбре. И все-таки иной раз из-за проливного дождя мы с бабушкой, так как казино закрылось, оставались почти в пустом отеле, и тогда нам казалось, будто мы в трюме корабля в ветреный день. А для довершения сходства с морским путешествием к нам каждый день подходил кто-нибудь из тех, с кем мы прожили три месяца бок о бок, не познакомившись. Председатель Ренского суда, Каннский старшина, американка с дочерьми заговаривали, совещались о том, как убить время, обнаруживали таланты, обучали нас играм, приглашали выпить чаю или послушать музыку, собраться в таком-то часу, чтобы совместно придумать одно из развлечений, обладающих секретом доставлять истинное удовольствие, причем весь его секрет состоит в том, что оно, вовсе не ставя своей задачей развлекать нас, заботится лишь о том, чтобы нам не было скучно. Словом, завязывали с нами к концу нашей бальбекской жизни дружеские отношения, каждый день с кем-либо прерывавшиеся, так как все постепенно разъезжались. Я даже познакомился с богатым юношей, с одним из его знатных друзей и с актрисой, опять приехавшей в Бальбек на несколько дней. Теперь этот кружок состоял из трех человек, потому что еще один друг богача уехал в Париж. Они пригласили меня пообедать в их любимом ресторане. По-моему, они были довольны, что я отказался. Но приглашали они меня чрезвычайно любезно, и хотя звал меня собственно богатый юноша, а другие были его гостями, но так как друг богача Маркиз Мурис де Вадемон происходил из высшей знати, то у желавшей мне польстить актрисы невольно вырвалось. Вы этим доставите большое удовольствие Мурису. Когда же я встретил всех троих в вестибюле, то именно Маркиз де Вадемон, а не юноша из богатой семьи, обратился ко мне. Не доставите ли вы нам удовольствие пообедать с нами? В сущности, я как следует не насладился Бальбеком, и это только усиливало во мне желание приехать сюда еще раз. Я не мог отделаться от ощущений, что я пробыл здесь недолго, а у моих друзей было другое ощущение, и они писали мне, что, как видно, я решил здесь поселиться. На конвертах они писали «Бальбек». Мое окно выходило не в поле и не на улицу, а на водную равнину. По ночам до меня долетал ее шум, которому я, перед тем, как забыться, вверял свой сон точно ладью, и все это вместе взятое поддержило во мне иллюзию, что благодаря соседству с волнами, хочу я этого или не хочу, в меня, спящего, проникает их очарование, подобно тому, как в наш слух проникают уроки, которые мы учим во сне. директор предлагал мне на будущий год любую из лучших комнат, но я привязался к своей, куда я теперь входил, уже не обоняя запахи ветиверии, и где моя мысль, вначале с таким трудом поднимавшаяся на ее высоту, в конце концов точно укладывалась в ее размеры, так что потом мне пришлось наоборот опускать ее в Париже, когда я ложился спать в моей прежней комнате с низким потолком. Пора было и впрямь уезжать из Бальбека, дольше оставаться в нетопленном и сыром помещении отеля без каминов и колориферов было немыслимо, да я и почти сейчас же забыл последние эти недели. Передо мной почти всякий раз при мысли о Бальбеке воскресало то время, когда по утрам в ясную погоду, если я собирался днем на прогулку с Альбертиной и ее подругами, бабушка по предписанию врача заставляла меня лежать в темноте. Директор требовал, чтобы на нашем этаже не шумели и самолично следил за исполнением своих распоряжений. Свету бывало так много, что я подолгу не раздвигал широких лиловых занавесей, которые отнеслись ко мне так неприязненно в первый вечер. Но, хотя Франсуаза ежевечерне закалывала их булавками, чтобы они не пропускали света, откалывать же их только она одна и умела, хотя она прикрепляла к занавесям и одеяло, и красную критоновую скатерть, и куски разных материй, плотно завесить окно ей все-таки не удавалось. Я не оставался в полной темноте. На ковер как бы осыпалась рдяность лепестков анемона, и я не мог отказать себе в удовольствии хотя бы на минутку поставить на нее голые ноги. А напротив окна на неполностью освещенной стене виднелся в вертикальном положении золотой цилиндр, ничем не поддерживаемый и двигавшийся медленно, будто огненный столб, ведший евреев в пустыне. Я снова ложился. По необходимости неподвижной я получал воображаемое удовольствие от всего сразу, от игры, от купания, от ходьбы, от того, чем мне советовало насладиться утро. И радость моя была так сильна, что сердце у меня громко стучало, точно заведенная машина, но только не двигавшаяся, вынужденная развивать скорость на месте, вращаясь вокруг себя. Я знал, что мои приятельницы на набережной, но не видел, как они идут мимо неодинаковых звеньев моря, за которым далеко-далеко, временами, когда разъяснивалось, был виден высевшийся над голубоватыми его гребнями, похожий на итальянский поселок, городок Ривбель, весь до последнего домика, явственно различимый в свету. Я не видел моих приятельниц, но подолетавшим до моего Бельведера выкриком газетчиков, газетных служащих, как величало их франсуаза, криком купальщиков и игравших детей, оттенявшим вроде крика морских птиц рокот мягко рассыпавшихся волн, догадывался, что они близко, слышал их смех, закутанный подобно смеху нереит, в мягкий шум прибоя, достигавшему его слуха. «Мы ждали, не спуститесь ли вы?» говорила мне вечером Альбертина, «но ставни у вас не открылись, даже когда начался концерт». В десять часов действительно под моими окнами гремел концерт. В перерывах, если еще не было отлива, опять до меня доносилось текучее и неутихающее скольжение валов, которые словно закутывали хрустальными своими свитками скрипичные капричью и обрызгивали пеной прерывистые отзвучия какой-то подводной музыки. Я с нетерпением ждал, когда мне подойдут одеваться. Но вот часы бьют двенадцать, наконец-то является Франсуаза. И все лето в том самом Бальбеке, куда я так рвался, потому что он представлялся мне исхлестанными вихрями и заволоченным туманами, стояла такая слепящая солнечная и такая устойчивая погода, что, когда Франсуаза открывала окно, мои ожидания не обманывала загибавшая за угол наружной стены полоса света, всегда одной и той же окраски, уже не волновавшей, как знамени лета, но тусклевшей, словно безжизненный искусственный блеск эмали. И пока Франсуаза вытаскивала из оконного переплета булавки, отцепляла куски материи и раздвигала занавески, летний день, который она мне открывала, казался таким же мертвым, таким же древним, как пышная тысячелетняя мумия. И эту мумию старая служанка должна была сначала со всеми предосторожностями распеленать, а потом уже показать ее на бальзамированную в золотом одеянии. Конец книги. Москва, февраль 1985 года. Читала Майя Виолина. Майя Виолина.